Меня зовут Андрей Мирушкин, я руковожу компанией Гротек, которая выступает организатором форума All Over IP, эмблема которого вы видите на ваших экранах. Наша сегодняшняя тема одна из самых горячих. Программа традиционно для All Over IP называется Академия СКУД, систем контроля управления доступом. Будем говорить о мобильном доступе бесконтактной среде интегрированных системах. Партнером сегодняшней конференции является компания HIT, генеральным партнером. Также партнерами конференции являются компании 2N, Росгард, Юниюби, Страж Рубеж. Так выступают сегодня и представители компании ПЭРКа. Мы имеем сегодня с вами интересную драматургию, уважаемые участники. Мероприятие наше будет проходить до 16 часов, то есть сегодня такая насыщенная у нас программа. В 15.10 начнется дискуссия. Дискуссии примут участие как выступающие сегодня докладчики, так и некоторые приглашенные специалисты. В том числе я хочу сразу сказать, что мы будем рады пригласить в дискуссию тех из вас, кому есть что сказать, в кого есть хорошие комментарии и кто даст нам знать об этом своей активностью в чате сегодня. Так, как обычно, я напомню вам контекст сегодняшнего мероприятия и порядок работы. Итак, контекст. All over IP. Форум All over IP был создан 15 лет назад для... Кем был создан? Был создан увлеченными профессионалами, которые, если говорить в сегодняшних терминах, занимаются цифровой трансформацией бизнеса, среды, процессов, ну и, конечно, развитием современных цифровых технологий. All over IP имеет на протяжении своей истории такую репутацию хорошую для технических, можно сказать, гурманов, да, то есть тех людей, кому нравится, кто любит современные технологии. И, безусловно, это форум для профессионалов, как руководителей высшего инженерного состава, так и руководителей, в подразделениях которых применяются в современной технологии. All over IP проходит, вы знаете, традиционно в ноябре в качестве, как сейчас принято говорить, живого события. Единственное исключение было сделано в ноябре 2020 года, когда форум прошел в онлайн-формате на протяжении трех недель. Одно из самых успешных и значительных онлайн-событий в России в сфере технологий в прошедший пандемийный год. Естественно, что пандемия, изменение форматов работы повлияло, сформировало у всех у нас новые цифровые привычки, и All over IP сегодня имеет и насыщенную онлайн-программу в течение года. Причем в онлайн-формате у нас есть возможность, так же, как и сегодня, достигать очень хорошей концентрации, очень хорошего фокуса на определенных темах, технологиях, опыте, кейсах. Так, для каждого дня выбирается достаточно узкая тема, обеспечивается высокий экспертный уровень, высокая, хорошая география, потому что онлайн-формат, как минимум, удобен для нашей большой страны и очень удобен для занятых руководителей и специалистов. Так, All over IP, таким образом, сегодня работает как гибридная платформа для коммуникации, для распространения передового опыта, для продвижения современных технологий, моделей, методов, а также, естественно, используется крупнейшими российскими компаниями и компаниями технологическими, то есть партнерами, находящимися в цепочке создания ценностей для предквалификации поставщиков, для налаживания сотрудничества и так далее. Это и определяет стиль нашей сегодняшней работы, на которую я хотел бы вас настроить, уважаемые участники. Итак, стиль. Краткий, профессиональный, прямой, откровенный. Ваш основной инструмент управления, уважаемые участники, мною и сегодняшними выступающими, это чат. Чат всегда открыт и у меня, и у докладчиков. Многие из компаний, участвующих сегодня в программе, работают командами. Это значит, что пока докладчик выступает, его команда внимательно читает ваши сообщения и комментарии в чате и отвечает на них, не дожидаясь завершения выступления. Прошу вас активно пользоваться чатом для того, чтобы обозначать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что острые вопросы лучше всегда работают. Единственное, что на нашей платформе, как и на других наших мероприятиях под запретом, это буллинг. То есть не надо троллить друг друга, поскольку это настраивает на нерабочий лад. И вгоняет в стресс докладчиков, у которых и так, как вы понимаете, стресса достаточно. Они выступают на серьезном и значительном и очень посещаемом мероприятии. Итак, если какие-то некорректные высказания будут, команда имеет полномочия удалять соответствующие посты или отключать слишком разошедшихся участников так. Но, честно говоря, встречается это крайне редко. Итак, уважаемые участники, вы используете чат. В чате вы можете дать свой кейс, свой вопрос, стоящий перед вами по работе. Проблема, с которой вам хотелось бы разобраться. Препятствия, которые вы видите на пути реализации ваших замыслов. Или вопрос, позволяющий вам достроить ваше видение управленческого или инженерного решения, которое вы реализуете или которое вы планируете к реализации. Это могут быть управленческие вопросы или вопросы экономические, инженерные, технологические. Любые. Главный принцип такой, чем ближе к вашей профессиональной работе, к реальным задачам, над которыми вы работаете, тем лучше. Чем острее ваши вопросы, тем лучше для качества нашего мероприятия и качества общения. Будет вестись запись, собственно, она уже включена. И, уважаемые участники, запись будет доступна вам по ссылке со страницы конференции. Также на интернет-странице конференции будут опубликованы все представленные сегодня документы, презентации, чек-листы, смотря что будут представлять наши сегодняшние выступающие. Будут сегодня в нашей программе и кейсы, которые представляют заказчики, в том числе те задачи, над решением которых будет вестись или планируется вести работу. Постараемся обсудить эти задачи. Структура такова выступление 20 минут, затем 10 минут обсуждения, потом вновь выступление. Таким образом, формат предполагает постоянный диалог, постоянное взаимодействие с вами. Ну что ж, давайте будем начинать. Те из вас, кто испытывает некоторые затруднения с видео, попробуйте перезагрузку страницы, обычно это помогает. Если не помогло, проверьте браузер техподдержковой платформы Webinar.ru, которую мы используем в своей работе, рекомендует браузер Chrome. Так, допустим, в опере часто возникают проблемы с видео. Ну что ж, вперед, давайте будем начинать. С большим удовольствием предоставляю слово представителям компании, которая является генеральным партнером нашей сегодняшней конференции. Это компания HitGlobal. Сергей Гордеев, региональный менеджер по продажам в России и СНГ, компания HitGlobal. Человек, который очень много делает для продвижения современных подходов и распространения знаний о технологиях. И ждем подключения Сергея. Тема выступления решений HitMobileAccess для российского рынка. Возможности и практика решения. Так. Ждем подключения Сергея Гордеева. Так, и будем начинать. Конечно, в части технологии идентификации в СКУД эволюция очень быстрая. Ну, некоторые говорят, революция. Наверное, эволюция все-таки лучше, потому что нет какого-то проскока в логических этапах. И, конечно, современный уровень позволяет очень значительные преимущества получать заказчикам и в экономическом плане, в логистическом плане. Так существенно увеличивается ценность, создаваемая системами этого класса, не только для решения задач безопасности, но и для других применений. А подписная, ну, бизнес-модели тоже развиваются, все больше поставщиков предлагают услуги или оборудование по подписке. Так. Так, это положительно влияет на Капекс, на ОПекс. Так. Вот, зачастую позволяет и дополнительную экспертизу и компетенцию подключать. Ну, вот в таком контексте будет выступление Сергея. Сергей, пожалуйста, ждем вас. Пора. Меня видно? Вот, видно, да. Видно и слышно. Прекрасно. Так, презентация должна быть загружена. Да, появилась на экране. Так, прекрасно. Так, добрый день и доброе утро, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы поблагодарить компанию Grotec за приглашение к участию. Я считаю, что компания Grotec прекрасно, значит, приспособилась к новым условиям пандемийным и собирает большую аудиторию на такие форумы. Прекрасная возможность познакомиться с новыми продуктами, новыми решениями и так далее. Отдельное спасибо Галине Скачко, которая помогла все организовать. Все было очень четко, как всегда, и удобно. Тема моего сегодняшнего выступления, как уже сказал Андрей, решение HitMobileXS для российского рынка возможности практика применения. Меня уже, собственно, представили, не буду еще раз повторять, кто я. О чем сегодня хотелось бы сказать. Я собирался не столько говорить о самом решении HID, думаю, что оно многим знакомо. И на самом деле на рынке сейчас уже много решений по мобильному доступу. Хотел бы напомнить, что HID первой предложила коммерческое решение мобильного доступа. Я хотел бы сфокусироваться больше на возможностях, которые предоставляет это решение, удобстве, безопасности и эффективности этого решения. Ну, вот введенные 20 минут, о чем мы будем говорить. Прежде всего, хотел бы познакомить вас с одним интересным опросом, который проводила компания HID в последнее время с Американской ассоциацией индустрии безопасности. Далее, что, собственно, представляет собой HID Mobile Access, из каких компонентов состоит. Далее, как это решение предлагает, какие предоставляет преимущества, удобства. И особенно это, как это решение соответствует сегодняшней непростой пандемииной ситуации. Рекомендации по внедрению мобильного доступа для тех, кто собирается внедрить это решение, имея при этом старую систему доступа. Ну, и примеры успешного внедрения и некоторые спецпредложения от HID. Вот такой вопрос был задан сотрудникам служб безопасности. С какими тремя основными проблемами вы имеете дело ежедневно? Ну, ожидаемый ответ на первом месте в процентном выражении. COVID-19, конечно, многие аспекты здесь и многие проблемы связаны с этим. Это масочный режим, дистанцирование, измерение температуры и так далее. С этим мы все сталкиваемся постоянно, сотрудники служб безопасности особенно. Удобство пользования. Опять же, это связано и с первой проблемой отчасти. Новые угрозы. Речь идет о копировании, клонировании карт. Новые какие-то хакерские угрозы. Опять же, мы с этим сталкиваемся постоянно не только в SCUD. Вопросы, связанные с интеграцией SCUD с другими различными офисными системами. Использование новых возможностей, которые предоставляет, в том числе, кстати, и мобильный доступ. Ну и, конечно, цифровизация, виртуализация и все, что связано с искусственным интеллектом, интернетом, вещей и так далее. И вот, если посмотреть на все эти проблемы, можно сказать, что решение мобильного доступа отвечает всем этим вызовам и помогает многие эти проблемы решить. Как я уже сказал, HID первым, примерно 7 лет назад, предложила решение мобильного доступа. И на сегодняшний день более 4 тысяч организаций в более чем 100 странах мира используют успешно это решение. О том, как и где оно работает на российском рынке, я скажу позднее. Итак, что представляет собой решение HID Mobile Access, из чего оно состоит, какие компоненты, как работает. Работает просто, это примерно так же, как работает карточная система. Извините, я не упомянул, значит, со мной вместе работает мой коллега, высочайший профессионал Алексей Умнов, технический консультант. Он здесь, поэтому вы можете задавать вопросы в чате, чтобы сэкономить время, он сможет оперативно отвечать. Администратор системы управляет пользователями мобильными идентификаторами, выдавая их и отзывая через специальный портал. Мобильный идентификатор передается по воздуху в телефон. На телефоне установлено мобильное приложение, оно бесплатное, и далее происходит взаимодействие телефона через прикладывание телефона или так называемую технологию жестов Twist & Go, и считыватель передает данные контроля. Что, собственно, предоставляет это решение? Какие удобства, преимущества и дополнительную безопасность в нынешних условиях? Это особенно важно. Ну, прежде всего, удобство для самого пользователя. То есть, возможность использовать смартфон, другую носимую электронику для доступа. То есть, меньше различных пропусков, все в одном смартфоне. Вот, например, не знаю, сможете увидеть через камеру, то есть, мой телефон, на котором в настоящее время 4 пропуска в различные организации. Вместо того, чтобы в кармане носить несколько пластиковых карт, я использую свой собственный телефон для того, чтобы пройти в помещении в различных организациях. Вопрос, связанный с потерей карты доступа, такое случается. Конечно, есть вероятность, что вашей картой воспользуется злоумышленник. Конечно, телефон теряется гораздо реже, и потеря обнаруживается быстрее. Ну, и передача телефона, собственного телефона другому лицу, в общем-то, исключена. Выдача по воздуху. То есть, не нужно идти в бюро пропусков, получать пластиковую карту. Все передается оперативно, быстро, без контакта. Ну, и само восприятие новой коммуникационной среды тоже очень важно. Это удобно, это круто, это современно. И я скажу об этом позже на примере одного кейса. Не требуется подключение к интернету. Подключение требуется однажды для того, чтобы выдать или отозвать мобильный идентификатор. Дальше все работает так же, как с обычными картами. Ну, и еще одно удобство – это увеличенный диапазон чтения по коммуникационному каналу Bluetooth. Например, удобно на парковке, не выходя из автомобиля, можно произвести идентификацию. Вопрос эффективности тоже очень важный. То есть физическая выдача карт заменяется виртуальными идентификаторами. Опять же, выдача происходит быстро, оперативно, без посещения бюро пропусков по воздуху. Простая интеграция в существующий SCUD. Если у вас SCUD установленный, вы хотите использовать мобильный доступ, это сделать достаточно просто. И достаточно просто интегрировать это решение в существующую систему контроля доступа. Для этого мы предоставляем API, и разработчики могут, соответственно, внедрить это решение в свою собственную систему. Ну, забота об экологии, уменьшении дополнительных расходов – важный аспект. Об этом сейчас много говорят. Вместо пластика, который необходимо в будущем утилизировать каким-то образом, нет необходимости использовать мобильные, виртуальные, цифровые идентификаторы, нет надобности печати на картах, изображений, опять же, приобретения расходных материалов, принтеров и так далее. Ну, и, безусловно, важный аспект – безопасность. Само решение HID Mobile Access, оно подразумевает использование современной технологии SEOs, самой современной, с высоким уровнем шифрования. Опять же, я уже упоминал о потере карты, потере смартфона. Это вещи разные, то есть смартфон теряется реже и обнаруживается пропажа быстрее. Легкий, быстрый отзыв виртуальных идентификаторов. Администратор может сделать это из любого места, где есть интернет. Решение защищено биометрически. То есть для того, чтобы использовать смартфон, вы сами разблокируете его, используя биометрическую идентификацию. Можно сказать, вот такая картинка, что это решение «Новый мир». Все мы знаем пирамиду Маслоу, иерархия потребностей человека. То есть появлением мобильного телефона, Wi-Fi и возможности безопасности, самореализации, безусловно, возросли. Но еще добавилась пандемия. Никто не думал, когда решение появилось 7 лет назад о том, что случится такая ситуация в мире. Но как раз сейчас это решение очень пригодилось. Ну и опять же, вот рассмотрим мобильный доступ перед дверью с использованием карты и с использованием мобильного телефона. То есть для того, чтобы использовать карту, необходимо поднести ее к считывателю, прикоснуться к ручке. С мобильным доступом чтение возможно на большом расстоянии. Двухфакторная аутентификация. Опять же, необходимо набирать код на клавиатуре, который прикасается множество рук в течение дня. Для мобильного доступа двухфакторная аутентификация работает с использованием собственного смартфона. Доставка по воздуху. Опять же, ожидания, например, для временного посетителя. Для того, чтобы получить карту временного посетителя, необходимо подойти к ресепшнам, ожидания в очереди. Опять же, необходимо соблюдать дистанцирование. Все необходимые требования в современной ситуации. В мобильном доступе получение цифрового идентификатора происходит удаленно. Ну и, опять же, получение пластиковой карты. Это из рук в руки. Получение мобильного идентификатора на собственный смартфон происходит удаленно. Используется подписная модель. Эта модель работает у многих, и в том числе в HAD. То есть, клиент платит только за мобильные лицензии за один год. Как Андрей правильно упомянул, это модель, действительно, от ОПЕКС, операционные расходы вместо КАПЕКС, капитальные вложения. То есть, предсказуемо для конечного заказчика. Он закладывает это в бюджет на один год. Одна лицензия дает возможность иметь до пяти мобильных устройств на одного пользователя и до десяти мобильных, до десяти идентификаторов на каждом из них. Фактически неограниченное количество перевыпусков мобильных идентификаторов в случае, например, потери телефона, поломки, замены. Сотрудник увольняется, то есть, лицензия высвобождается. На эту лицензию мы можем выдать мобильный идентификатор новому сотруднику. Количество лицензий может быть увеличено в течение года в случае, если компания выросла, присоединилась другая компания и так далее. Вот. Сокращение количества лицензии после, по окончании абонентского периода. Ну и, конечно, идеально подходит для выдачи, простите, мобильных идентификаторов посетителям. То есть, выдали одноразово, посетитель ушел, лицензия освободилась, можно выдавать новому. Как перейти на мобильный доступ, что для этого необходимо? Еще раз напомню, четыре основные компонента – это считыватели, мобильный идентификатор в телефоне, портал, доверенный центр по выдаче мобильных идентификаторов и мобильное приложение на телефоне. И так, собственно, функционирует сама экосистема. В общем-то, здесь схема та же самая, как с использованием карт. Вместо, просто вместо пластиковых карт используются мобильные идентификаторы и смартфон. Какие считыватели мы предлагаем? В начале прошлого года HID выпустил новое поколение считывателей HID-Signa. То есть, в них уже встроен модуль Bluetooth. Они могут использовать два коммуникационных канала в мобильном доступе – Bluetooth и NFC. Поддержка более 15 технологий, в том числе всех трехническо-частотных E-Marin, HID-Prox и Endala, что удобно для перехода на более защищенные технологии. И есть возможность обновления настройки считывателей с помощью специального приложения HID-Reader Manager. У нас старая линейка iClass SE, она до сих пор выпускается. В апреле следующего года будет окончание продаж. Но, тем не менее, эти считыватели также пригодны для мобильного доступа, в том числе и те, которые уже эксплуатируются на объектах. Сравнение NFC и Bluetooth, она поддерживается всеми считывателями HID. Здесь разница в расстоянии чтения. Ну, и NFC поддерживается только Android. Есть пилотный проект с Apple Wallet в Америке, но пока это только пилотный проект. Так, ну и что нужно сделать для того, чтобы перейти к мобильному доступу? Обратиться к партнеру HID, который является поставщиком мобильного доступа. Убедиться, что считыватели Mobile Enable, у нас так называемые два вида считывателей, это Mobile, а все считыватели нового поколения, они Mobile Ready, они готовы к использованию в мобильном доступе, для того, чтобы они начали работать, стали Mobile Enable, необходимо загрузить соответствующие ключи. Организация может самостоятельно зарегистрироваться на HID Ariga на портале, и бесплатно, есть возможность бесплатного тестирования в течение 90 дней. Параллельно вы можете использовать и свои пластиковые карты, которые используются в организации. Ну, после того, как это решение понравится, будет одобрено сотрудниками, руководством, дальше можно использовать, в принципе, только мобильный доступ и постепенно вывести из оборота пластиковые карты. Ну, примеры использования самые разные, это, как я уже упоминал, и временные, выдача для временных посетителей, дальние считывания на парковке, вход в здание и так далее. В России решение используется достаточно широко, вот некоторые из организаций, которые применяют это решение, самые разные, здесь и коммуникационные компании, банки, шахты, торгово-развлекательные центры и так далее. Один из примеров – это вот Mail.ru Group, которая, кстати, участвовала в пилотном проекте. 7 лет назад. В настоящее время 6 тысяч сотрудников, они разработали свое собственное приложение, используя SDK. Около 300 считывателей используются, 3200 мобильных лицензий. Ну, очень довольны, потому что сотрудники в основном молодежь, карты забывались, а сейчас с этим как раз проблем нет. Есть у нас кейс-стадий на сайте, можно почитать более подробно. Ну и вот про пробное тестирование я уже говорил, вот ссылка, по которой можно зарегистрироваться, и получаете 20 лицензий на срок 90 дней. И также хочу напомнить о промо-акции, которая действует до 30 июня этого года. У нас есть 50-процентная скидка на все новые заказы. Минимальный заказ 20 лицензий. Бюджет для организации не обременительный в течение одного года. Ну и заключительный слайд. Выводы, что такое HitMobile Access, я не буду повторять, потому что время уже тут истекает. Почему мобильный доступ? Это прежде всего удобство пользователя, эффективность и безопасность, дополнительные возможности по безопасности. Начать использовать это решение достаточно просто, получить считыватели. Если вы сомневаетесь, можно, опять же, провести тестирование в течение 90 дней. Ну и после этого начать это решение использовать. Спасибо. Я закончил. Сергей, да, спасибо большое. Хочу вас спросить, вот относительно мобильного доступа. Есть ли какие-то распространенные опасения со стороны заказчиков, ну и ваших традиционных заказчиков? Ну, не знаю, можно сказать мифы, можно сказать опасения. Ну, в частности, вот то, что выражает Юлия Петрушина в своем вопросе. То есть, допустим, передали информацию другому, да, точнее устройство передали, там, телефон, или кто-то украл устройство, да, как здесь. Относится это к числу таких распространенных опасений? Какие, может быть, есть еще? Ну и предлагаю вам их перечислить, да, наиболее такие, с вашей точки зрения, интересные, ну и, может быть, какие-то мифы разведите, пожалуйста. Ну, конечно, всегда есть опасения отношения ко всему новому, да, особенно на российском рынке, да, у нас придумывают самые различные страхи и опасения. Ну, это, в общем, нормально, и к этому нормально мы относимся. Что касается передачи телефона, да, понятно, что, ну, собственный телефон вы передаете реже, да и, в принципе, крайне редко, да, кому-то, да, кто просит там позвонить или что-то сделать. Тем более пройти по вашему телефону в помещении. Но для этого, опять же, есть, для того, чтобы пройти, использовать этот телефон, необходимо его разблокировать, используя свой собственный биометрический признак. И, опять же, есть возможность поместить фотографию пользователя в телефон, да, охранник вправе проверить, действительно ли этот телефон принадлежит этому человеку. Вот, то есть, ну, фактически это можно исключить, передачу телефона. Конечно, много вопросов про облачный сервис, да, что облачный сервис находится в Америке, и вот мы передаем персональные данные. Из персональных данных вы передаете... Для того, чтобы получить мобильный идентификатор, необходимо e-mail и фамилия, имя, больше ничего. Причем фамилия, имя вы можете, ну, передать вымышленно, если вы не хотите передавать свое собственное. Вот, ну, и вопрос здесь больше связан не с тем, где расположен сервер, да, а с безопасностью хранения данных, конечно. Насколько надежно они хранятся, и не происходит утечек. Вот, наверное, такие два основных опасения. Что еще? Ну, да, телефон разрядился. Ну, что бывает, конечно, да, но не сможете вы воспользоваться тогда, не сможете пройти при разряженном телефоне. Надо за этим следить. А вот Евгений спрашивает, а если смартфон не будет подключен к интернету, отзыва идентификатора не произойдет? Значит, вы используете, пользователь проходит помещение, использует смартфон. Здесь не требуется подключение к интернету. Подключение к интернету требуется для выдачи этого мобильного идентификатора. Он присутствует на телефоне. И интернет нужен, если есть необходимость, отозвать его. Вы также можете отозвать этот мобильный идентификатор из своей собственной системы доступа, как обычную карту. Ну, то есть, в общем-то, тактически, наоборот, вариантов больше. То есть, по сравнению с картой, например, в смартфоне может быть встроенные биометрические признаки использоваться для доступа. Значит, кроме дистанционного отзыва идентификатора, можно и традиционно на самом схуде, соответственно, это сделать. Понятно. Значит, просят ссылку на тестирование дать прямо в чат. Действительно, Сергей, хорошая идея одного из наших участников. Тогда попрошу вас или вашего коллегу сделать это, пожалуйста. Это будет действительно всем удобно. Так, важный вопрос, фотографии в базах данных хранятся или нет, является ли, ну, именно в облаке. Так, сейчас, секундочку, я даю ссылку. А, я вижу, Алексей Умнов опубликовал. А, все, отлично. Спасибо, Алексей. Так вот, Дмитрий говорит, что одним из самых важных вопросов является хранение фотографии в базе данных, особенно если это где-то в облаке из-за территории России. Является ли это обработкой персональных биометрических данных или нет? Ну, и вообще хранится ли фотография? Так, ну, фотография, фотография, собственно, на вашем смартфоне присутствует. Поэтому здесь, кроме вашего и фамилии, имени, и e-mail, который привязан, естественно, к вашему телефону, никаких других персональных данных не передавается. Ясно. Поскольку контекст все-таки связан действительно с тем, что вы сказали, что сервер в Соединенных Штатах, да, тут возникают два вопроса. Первый. Есть ли планы по какой-то локализации облачного сервера в России? Раз. Ну, и удается ли крупным заказчикам, которые были на вашем слайде, достигать соответствия российским требованиям в части обработки персональных данных, применяя сегодняшнюю архитектуру? Ну, на самом деле не возникало каких-то проблем с российскими организациями. Вы видели на слайде, да, у нас там и государственные структуры присутствуют, которые уже применяют успешно это решение. Вот. Что касается локализации сервера, да, на самом деле разговоры такие обсуждаются. Это я сейчас не говорю категорическое нет, что всегда будет вот так, как сегодня, да. Жизнь меняется, и разговоры такие идут. Но на сегодняшний день пока это облачное решение находится за пределами России. Что касается соответствия законов, да, у нас немножко разные регламенты, российские, европейские и европейские. В Европе приняты, на самом деле, более жесткие регламенты по отношению к персональным данным. Вы знаете их, да, это GDPR, принятые в 2018 году. И за этим следят очень строго, и уже большие штрафы наложены на известные организации за нарушение хранения персональных данных. Поэтому вот такая ситуация. Ну, то есть GDPR соответствует. Последний блист вопрос, потому что пора следующим выступающим давать слово. Гостевой пропуск по данным паспорта. Вот этот сценарий как реализуется? Реализуется ли? Гостевой пропуск по паспорту? Да. Ну, на самом деле, здесь паспорт никак не привязывается. То есть если требуется временному посетителю пройти помещение, все, что ему нужно, установить на свой телефон мобильное приложение. Организация просто выдает ему этот мобильный идентификатор, прописывает в своей системе уровень доступа. То есть он посетитель ни о чем не задумывается. Он просто проходит, выходит из здания, и у него автоматически удаляется этот мобильный идентификатор. Спасибо. Уважаемые участники, я понимаю, что вопросов много. И для того, чтобы продолжить выяснять вопросы Сергеем Гордеевым и Алексеем Умновым, его коллегой, также работающим в HID Global, пожалуйста, переходите по ссылке в виртуальную переговорную комнату. Сейчас ссылка опубликована в чате Юлии Городецкой. И там можно и о сотрудничестве поговорить, и выяснить интересующие вас вопросы. Пожалуйста, просто нажимайте на ссылку, у вас открывается отдельная вкладка, и вы оказываетесь в виртуальной переговорке, где не ведется запись, кстати говоря. Сергей, я вас благодарю за вашим участием в дискуссии обязательно. Ну и тоже понимаю, вам сейчас надо посетить переговорку, где, возможно, вас уже кто-то дожидается. Спасибо большое, а мы пойдем дальше. И с большим удовольствием я представляю двух хорошо известных, на самом деле, вам людей, специалистов, менеджеров. Это Виктор Голднозарян, региональный менеджер по продажам 2N телекоммуникасе. Так, и Станислав Гуча, менеджер по развитию бизнеса в России и СНГ. Решение мобильного доступа от компании 2N. Так, ну, я вас прекрасно вижу, слышу, Виктор, можно начинать. Единственное, Станислав тоже подключается к нам, да? Станислав, да, добрый день, коллеги, все приветствую вас. Станислав в процессе подключения, у него какие-то технические неполадки, но давайте начнем уже наше обещание, потому что у нас ограниченное время. Пожалуйста. Как я сказал, у меня, я, или как было представлено, я являюсь региональным менеджером по продажам компании 2N. Можно коротко 2N, не надо 2N телекоммуникейшнс пытаться выговаривать, да? И мы являемся номер один в МЭА и в Северной Америке по продажам в нашей части нишевой CIP-IP домофонии. Я сейчас попытаюсь быстренько сделать шейлинг экрана. Так, видно, да? Прекрасно. Меня слышно? Согласно опросу компании Omdia, компания 2N является на сегодняшний день ведущей компанией в разработке и производстве домофонов на основе IP. Компания 31 год уже на рынке, завоевала себе имя и бренд стал достаточно известен во всем мире. Компания является пионером в IP домофонии, имеет 13-летний опыт в работе с IP домофонами и одна из первых вывела на рынок LTE домофон, который сейчас активно используется. Мы ведем проекты в более чем 125 странах, то есть мы глобальная компания, работающая в Worldwide. И с 2018 года компания стала частью компании Axis, входит в группу компании Axis, но при этом ведет свой независимый бизнес, со своей бизнес и стратегией продаж, имеет своих собственных дистрибьюторов и, соответственно, партнеров. Я хотел бы показать, что у нас есть в плане SCUD, контроля доступа. Основные части системы – это непосредственно домофоны, у которых у нас есть определенная линейка. Это элементы непосредственно SCUD с чистым выделением и программное обеспечение, которое помогает вам сделать вашу систему более профессиональной и функциональной. В двух словах, если посмотреть на нашу линейку домофонии, мы видим здесь несколько продуктов. Хочется отметить IP-версия – это наш флагман, который на сегодняшний день является лидером наших продаж. Дальше вы видите, это как раз та самая версия LTE, затем идет более урезанная версия – это IP-SOLO и более легкий продукт – IP-BASE. Ниже вы можете увидеть специальные домофоны, которые разработаны для специальных нестандартных средств. Это могут быть какие-то агрессивные среды, это могут быть какие-то специальные температурные условия. Данный домофон работает для связи в случае каких-либо непредвиденных или чрезвычайных ситуаций с диспетчером. Но все равно он вполне функциональный, у него также, как вы видите, имеется камера, имеется ночная подсветка и возможность доступа через кнопки, либо какими-то другими способами. IP-сейфти вы можете устанавливать в таких местах, например, как тоннели, там, где необходима возможность срочного соединения с оператором для того, чтобы вызвать помощь или проинформировать о каком-либо нестандартном случае. Ну и также есть IP-юни – это совсем у нас бюджетный продукт, который вы можете использовать в случае, если у вас нет серьезной спецификации и требований и крайне бюджетный продукт. И хотел бы еще добавить, что наши продукты удостоены различных премий, вот в частности одна из них. Могу сказать, что часто работая в сегменте Residential, существуют требования для того, чтобы продукт был соответствующего внешнего вида, соответствующего дизайна. Это крайне помогает нам выигрывать проекты, когда такие требования существуют. И хотел бы сказать вам о нашей новинке. Уже в июне выходит новый продукт, он называется IP-стайл. Это уже 10-дюймовый сенсорный экран. Здесь уже предусмотрена Full HD камера. И вот здесь как раз уже существует такая синерджия с технологиями AXIS. Мы предлагаем в данном продукте уже AXIS Artpec 7. Это процессор, разработанный компанией AXIS, который имеет довольно серьезный функционал. С помощью этого процесса мы наверняка предоставим вам более интересные функции и технологии непосредственно в самом продукте. Также существует технология Face Tracking. Это крайне важно для, например, распознавания лица. И также здесь уже присутствует технология Wild Dynamic Range. То есть вы можете использовать данный продукт в тяжелых условиях световых, например, если это засветка солнцем, когда низкое солнце, либо наоборот, когда это темное время суток. Что вы получаете нового в этом продукте? Ну, во-первых, вы получаете HD-видео. Вы получаете развертку 16 на 9, ширина вашего экрана. Ну и, как я уже сказал, вы получаете Face Tracking Control, который крайне полезен для идентификации лица и прочего. И то, что касается наших абонентских устройств. Здесь вы видите наш портфель абонентских устройств. От небольших простых девайсов, таких как Indoor Talk. Здесь нет видео. Но наш флагман на сегодняшний день – это вот Indoor View. Здесь вы видите, опять же, широкую картинку. И могу вам сказать, продукт работает на нашей собственной оперативной системе и крайне быстро срабатывает. Также хотел сказать, что есть у нас продукт Indoor Touch. Этот продукт работает на Android. И поэтому, в принципе, вы можете загружать туда различные программы, различные приложения. И можете его также использовать для других каких-то ваших задач. Например, если у вас есть умный дом, вы можете подключить туда систему умного дома и использовать этот экран для различных задач. Ну и, конечно же, сегодня речь пойдет о мобильном видео. Мой коллега Виктор более подробно об этом расскажет. Я не буду на этом останавливаться пока. И хотел сказать, что у нас недавно совсем вышла новая линейка считывателей. Это вот, вы видите, новый формат, более привычный для рынка, который обладает тем же функционалом, что, в принципе, было раньше, только вот более стильный, более дизайновый и значительно дешевле, чем предыдущие версии. На этом позвольте мне передать слово моему коллеге Виктору, который вас познакомит с более техническими нашими новинками. Виктор, тебе слово. Господа, надеюсь, что меня слышно и видно. Я переключаюсь сейчас обратно на скрин, фуллскрин. Отлично. Так, значит, у нас интересный график указан. Ее разработали не мы, а компания американская, которая занимается исследованием рынка. Называется компания Omdi. И в чем интерес этого графика? Тут он показывает наиболее популярные направления при технологии доступа, которые нас ожидают в будущем. И мы тут можем выделить эти три. Биометрия, смарт-карты и Bluetooth. Но что важно, мы видим, что Bluetooth идет очень таким большим отрывом от остальных технологий. И почему мы это здесь показываем? Потому что мы тоже несколько лет назад уже сделали ставку на Bluetooth тоже и стали ее разрабатывать. Поэтому сегодня у нас имеется очень зрелое решение, которое сейчас на следующем слайде я вам еще покажу, в чем у нас выгоды или сильные стороны нашей технологии. Господа и дамы, посмотрите на вот этот график. Тут мы указываем временной отрезок, который проходит от момента, когда вы дали команду на открытие дверей, до непосредственно самого момента открытия замка. Да, это в секундах указано. Мы тут видим разных производителей. И, наверное, можно подытожить, что в среднем этот показатель около двух секунд. И это одна из таких слабых мест, наверное, использования Bluetooth-технологии в SCUDI, потому что примерно две секунды надо ждать после того, как вы дали команду, чтобы дверь открылась. И, как вы видите, наша предыдущая версия 2N Mobile Key, она тоже имела показатель около двух секунд. Но совсем недавно, около, не знаю, наверное, около месяца назад мы выпустили, даже, может быть, меньше, новую версию, даже сделали новый бренд-нэйм для него, не Mobile Key 3.0, да, именно Wave Key назвали, потому что мы совершили достаточно большой прорыв вперед. Я вам покажу сейчас, значит, это предыдущий показатель был, а это сегодняшний показатель, 0,3 секунды. Мы видим, что отрыв очень большой, действительно большой скачок вперед. Здесь эта скорость, она сравнивается со скоростью, наверное, срабатывания RFID-каттечек, тем более, если учесть, что там надо некоторое время потратить, чтобы эту карточку поднести к считывателю. И я вам хочу показать несколько режимов, в которых наша технология Bluetooth работает. Вот здесь вы видите обычное касание рукой, то есть плюс в том, что у вас телефон находится в кармане, вы подходите, не занимая рук, прикасаетесь к корпусу домофона, причем не обязательно рукой, можно другими предметами, да, вот в ковидное время, и дверь открывается. Быстро и удобно, естественно, да, и тут, так скажем, нет необходимости в дополнительной литензии, достаточно, чтобы у вас аппарат поддерживал технологию Bluetooth. Но это, естественно, не единственный режим, есть еще другой, так скажем, для объектов, где уровень безопасности повышенный, да, здесь уже в этом режиме, который называется Tap-in App, необходимо открыть телефон, зайти в приложение, может быть, даже там настроить опционально, чтобы через биометрию получить доступ к этой кнопочке для открытия дверей, и потом только дверь открыть. То есть вы можете выбирать, исходя из типа объекта, там приоритет стоит на комфорте использования больше или на безопасности, да, и в данном случае, если мы говорим про безопасность, то прикасание, вот предыдущий режим, я верну, здесь безопасность тоже на высоком уровне, но вы понимаете, да, если вы подошли, попали в радиус действия, и кто-то другой прикоснулся, то дверь все равно откроется. Другое дело, что вы можете этот радиус действия ограничивать, поэтому тут тоже безопасность хорошая, но тут комфорт высокий, потому что нет необходимости доставать телефон. Вот, и с этими двумя режимами, которые я вам указал, есть еще один режим, который может работать в комбинации с ними, одновременно или параллельно. Этот новый режим называется режим карточки. Когда вы подносите телефон на такое близкое расстояние, прошу прощения, на близкое расстояние к аппарату, вот как будто бы вы использовали карточку, да, или там, грубо говоря, если бы похоже, что это может быть NFC-технология, но на самом деле это не NFC, это блютушка работает. Вот, и есть у нас еще один режим, поскольку часть нашей системы SCUD, это также домофония, и в ней у нас встроенная камера есть, естественно, можно использовать жесты для абсолютно бесконтактного доступа. Вы просто делаете, если вы сейчас посмотрите на мою камеру, я вам покажу вживую, как это работает, допустим, у нас в офисе мы так настроили, мы подходим к дверей, вот так вот ладонью прикрываем камеру, нет необходимости прикасаться никуда, да, и дверь открывается. Вот, но я хотел вам еще рассказать несколько других моментов по поводу 2N и как работает SCUD у нас. У нас есть еще контроль доступа для лифта, вертикальный контроль доступа, так называемый, который мы так его называем. То есть суть такая, что у вас в кабинке лифта есть опять один из наших вот этих считывателей. На самом деле это не просто считыватели, это считыватели со встроенным контроллером, да, то есть это уже законченное, можно сказать, решение, необходимо просто поднести там патч-корд, и у вас эту систему SCUD уже можно настраивать и может работать. Работает это дело вместе с Аксис-модулем ввода-вывода. Есть у нас еще очень интересная возможность в наших устройствах, это автоматизация, где вы можете настроить очень такие нестандартные сценарии использования, при этом нет необходимости быть там айтишником, можно вывести все на такой рабочий стол непосредственно в прошивке домофона, да, и там соединить события с реакциями на эти события, и вот такие даже сложные сценарии можно провести. Я просто хотел, чтобы вы про это узнали, что такая сильная, мощная штука имеется, и можно, в принципе, предлагать заказчикам совершенно разные и нестандартные интересные сценарии использования. Кроме этого, в нашем SCUD существует сегодня, это опять новиночка, которая вышла, распознавание автомобильных номеров и добавление этого автомобильного номера к пользователям как один из способов его идентификации для доступа. Соответственно, вы потом получаете в журнале событий, да, полную информацию, какая машина и какой пользователь проезжал. Для того, чтобы все работало, необходима камера, которая поддерживает такую технологию и работает по A-CAP, да, на камерах Аксис. Программное обеспечение серверное нет необходимости использовать при этом, это плюс, но, конечно, если его использовать, то это упрощает, да, задачу. Если у вас несколько точек, и надо каждую из них отдельно настраивать, то, естественно, центральное программное обеспечение, централизированное, помогает этому. Естественно, наше устройство, либо домофон, либо, как я говорил, устройство доступа без функции домофонии тоже могут работать. То есть вы понимаете, да, что регистрационный номер машины считывается с камерой отдельной Аксис-камеры, не с камерой нашего домофона. Программное обеспечение. Просто буквально два слова. От программного обеспечения можно ожидать все те функции, которые стандартно бывают, это группы пользователей, зоны доступа, там, всякие правила и так далее. Ну, я не буду сейчас останавливаться очень долго, я скажу, что, в принципе, нет необходимости использования этого, этого программы обеспечения, как я говорил, но оно помогает, упрощает и дополнительные функции, также предоставляет. Теперь, если вы представите себе здание офиса, вы видите, что здесь у нас есть очень много разных частей этого здания, которые покрываются моно-вендорным решением, да, решением от одного производителя. Это и ресепшн, и главный вход, и какие-то зоны внутри, и лифт, и даже решение, как вы тут видите, на автопарковках. Все это от одного производителя может быть достигнуто. Давайте перейдем на следующий слайд. Конечно же, если мы говорим про 2N, и те из вас, кто про 2N не слышал, то я бы хотел, чтобы вы запомнили одну вещь. Сила интеграции. Действительно, мы имеем очень широкие возможности интеграции, здесь указаны не все. Давайте быстренько перечислим. СИП с сертификатом от CISCO по поводу, действительно, соответствие СИП 2.0, РТП, РТСП потоки, он ВИВ, передача видеокартинки из камеры вызывной панели в систему видеонаблюдения, и из системы видеонаблюдения управления домофоном, открытия дверей и так далее, и переговоры. HTTP команды. Это позволяет интегрироваться с системами автоматизации, умным домом, автоматизации в офисах, и так и в зданиях, в общем, и так далее. И есть отдельные специфические плагины под конкретных производителей, с которыми еще более глубокая интеграция. Я вам приведу один пример. Это Milestone. Мы тут видим среду Milestone. Мы тут видим интеграцию из нашего программного обеспечения. Можно получить информацию, такую карточку пользователя из нашей системы и непосредственно показать ее в системе Milestone. и, так скажем, иметь возможность управлять и следить за журналом событий. Когда какое-то событие происходит в нашем контроле доступа, то это событие попадает в Milestone, и там в журнале событий можно его просмотреть. А если вы, допустим, к этим дверям еще направили камеру какую-то стороннюю, то еще посмотреть краткий видеоролик, что происходило перед дверями в данный момент. Можно, конечно, управлять дверями, можно смотреть там их статус, открытые, закрытые двери, можно на картах это все показывать, все интеграция через Milestone. То есть, вот если подытожить еще дальше, это действительно 2N, это система, которая позволяет интегрироваться со сторонними системами и создавать целостные решения, вот действительно решения, да, совместно с другими системами в этих объектах. Буквально два слова про успешные проекты. Мы вам хотим показать, в данном случае, это Ельцин-центр, где у входа в каждый офис внутри офисного центра есть наша вызывная панель. Вот такие-то количества, есть и антивандальные, технические входы по периметру здания и внутри здания также. И еще более свежий проект это Сколково и жилкомплексы там, которые оборудованы также нашими системами. Вот, господа, на этом мои слайды закончились, и давайте мы посмотрим на вопросы, которые мы получали из чатов. Я позволю себе, наверное, прочитать вслух и попробовать ответить. Да, можно так делать, как у меня Женя поговорить? Конечно, конечно, пожалуйста. Хорошо. Вот Тимофей спрашивает, какое максимальное число вызывных и внутриквартирных панелей в системе? Смотрите, максимальное число, оно, это гибкая система, да, если вы используете вот этот сервер на программное обеспечение, то оно зависит от, в принципе, мощности этого сервера, на котором мы программное обеспечение поставили. Там нет таких вот ограничений по максимальным количествам, но есть какие-то показатели, вот если у вас такая-то мощность сервера, да, то система гарантированно потянет такие-то количества. Эти таблицы у нас имеются. Если у вас есть интерес, обратитесь дальше к нам. Вы видите, кстати, мой почтовый ящик на последнем слайде, внизу слева, запрашивайте, мы вам ссылочки пошлем. В сервисе вопрос. Это наш сотрудник отвечает, да, наверное, для Игоря. Да, есть еще вопросы у нас какие-то. Так, посмотрим. Александр Тимофеев спрашивает, где можно посмотреть перечень контроллеров и RFID-считывателей со встроенной сетевой картой для подключения по Ethernet. Как я говорил, я еще повторюсь, значит, наше решение состоит из считывателя уже со встроенным контроллером. То есть нету отдельных контроллеров и отдельных считывателей. Перечень, всю линейку, естественно, можно посмотреть на нашем сайте tuen.cz. Я вам сейчас лазером показываю ссылочку, tuen.cz. вы можете, если сайт не показывает на русском языке, переключиться, есть русифицированная версия, да, и всю линейку посмотреть. У меня предложение Рихарду Бружа, да, который сейчас не говорит. Дайте, пожалуйста, ссылки прямо в чат. И почта, и ссылки на сайт. Это очень удобно сразу же использовать соучастники. Пожалуйста, продолжайте. Владимир спрашивает. Правда, я заранее читал вопросы. От всех спикеров интересны варианты решения задачи бесконтактного доступа на высоконагруженных проходами и турникетах, где в потоке могут быть идущие рядом люди, насколько это целесообразно, какие наиболее подходящие технологии, какие проблемы спикеры видят при решении данной задачи. Ну, это очень такой объемный, большой вопрос. Мы можем потратить кучу времени. Я, если очень сжато все-таки какой-то ответ дать, то есть некоторые решения, которые могут это позволить сделать, в том числе режим карточки, как я вам показал, через Bluetooth это может позволить сделать, но это при этом бесконтактно, да. Давайте мы не будем сейчас на это тратить время. Мы можем с вами отдельно связаться, да, или вы можете ваш вопрос переслать нам, и тогда более подробно вам ответим. Так, Максим спрашивает. Считыватели 2N работают ли в автономном режиме с осуществлением аутентификации пользователей и сохранением событий по отходу без связи с сервером, центральным контролем. Соответственно, после восстановления связи все накопленное должно синхронизироваться с системой верхнего уровня. Абсолютно верно. У нас Рихард, мне кажется, отвечал. Память на 10 тысяч событий. После восстановления связи все синхронизируется. Есть еще вопросы? Есть вопрос по поводу мощности Android-устройства. То есть, что там в плане памяти, процессора. То есть, можно ли, например, туда добавить приложение для организации доступа по лицевой биометрии? Юлия Петрушина спрашивает. Лицевой биометрии. Я, честно говоря, не знаю, какие там требования к вычислительной мощности вот такой программного обеспечения, но я вам скажу, что эта наша панель, она была создана для того, чтобы были поставлены сторонние приложения с этим расчетом, делался на это. И системы, допустим, как клиенты видеонаблюдения, да, там работают. Это тоже достаточно мощность на затратное приложение. Так что я предполагаю, что тоже да. Если вы дадите конкретный пример системы и приложения, мы сможем вам более предметно ответить на это. Да, хорошо. Запрашивают почту. Еще раз повторяю. В общем, традиция такая. Давайте необходимые ссылки и контакты прямо в чат, потому что это означает немедленное, возможно, немедленного использования этих данных нашими участниками. Значит, новых вопросов ждем. Пока я хочу вас спросить по клиентскому пути, да, вот тех, кого заинтересовало. Как здесь, знаю, Капикс, Опикс, какая модель приобретения, опять же, как пробовать, да, то есть что у вас предусмотрено? Смотрите, у нас есть дистрибутор в России, к которому можно обратиться. Дистрибутору можно найти на нашем сайте, в контактах, они указаны, и можно обратиться, получить оборудование на тестирование, естественно, ответы на вопросы. Но я еще раз всех призываю, смотрите, на последнем слайде внизу слева есть мой почтовый ящик, да, вы можете все эти действия скоординировать со мной в первую очередь. Дальше я уже вас познакомлю с дистрибутором, я с вами обсужу, да, конкретные модели, которые наиболее вам подходят для тестирования, может быть, какую-то консультацию тоже предоставлю. Хорошо. Сейчас команду прошу, выведите, пожалуйста, последний слайд и скопируйте, пожалуйста, с этого слайда контакты в чат. Так это будет всем удобнее. Так, отлично. То есть через вас. Абсолютно верно. Да, я сам сейчас свой почтовый ящик напишу в чате, чтобы уже команда не делала это. Простой ящик. Да, есть, видно, почта. Там упоминали вы также полезную ссылку какую-то, это тоже можно сделать, но можно и позже. Наверное, давайте я прокомментирую. Имелось в виду конструктор наш на нашем сайте, то есть вы можете сами составить спецификацию, и этот конструктор, он следит за тем, чтобы вы ни про какие части не забыли, и дает вам возможность целостную систему составить вместе с самим, с картинками. Давайте я эту ссылочку вам тоже вышлю. Прекрасно, замечательно. Так, пока вопросов новых я не вижу, время немного есть. Вы упомянули очень гибкую возможность, меня лично это очень впечатлило. Это сценарий, да, возможность вот разных workflow, сценариев. Это, я так понимаю, встроено в каждом устройстве, да? Абсолютно верно, да. Как я сказал, в прошивку вы заходите, в настройках это предполагает отдельную лицензию, одноразовую для того, чтобы вы открыли эту возможность. И действительно, вы скажите, вы мой слайд видите сейчас, или надо там сделать еще? Нет, мы уже делились экраном, вам нужно поделиться им еще раз тогда. Да, ну, третья слева кнопка в левом-нижнем углу. Да, вот ее у меня уже нет, к сожалению, не знаю почему, но эта кнопка уже естественная. Ну, неважно. Я поясню, значит, о чем идет речь. Настолько много есть разных сценариев, которые можно настроить в вызывной панели, потому что, по сути, это маленький компьютер, да? Вы можете, вот я вам покажу, как вы можете себе представить, какие действия может вызывная панель делать при каких-то событиях. Событие может быть, естественно, понимаете, открытие дверей, но событием также может быть факт нажатия любой кнопки. Причем даже на таком подробном уровне, что система различает между нажатием кнопки и отпусканием нажатия кнопки, да? И в этом списке есть большой список, целый перечень таких событий, которые вы можете выбрать через drag and drop мышечкой, перекинуть на рабочий стол, открывать вот это окошечко, которое вы видели, надеюсь, на этом слайде. То есть вам не надо быть айтишником, вы можете вот таким образом эти события кинуть туда, аналогичный же список, потом есть действий при этом событии. Опять же, вы можете выбирать, какие действия могут быть. Ну, естественно, позвонить, понятно, да? Это может быть, допустим, сделать фотографию, послать на e-mail или на FTP-сервер, допустим, да? Или послать HTTP-команду куда-то в стороннюю систему. Таким образом, вы можете, если вы работаете с автоматизацией какой-то, да, офиса или чего-то еще, настроить, что при открытии дверей или при каком-то событии, да, сразу там настраивается кондиционирование, там, свет, освещение и так далее. Ну, то есть тут границы вашей фантазии, в принципе, да. А масштабирование вот этого дела? То есть, допустим, мы отработали такой сценарий, хотим его там на сотни устройств, да? Для этого какие инструменты? Хороший вопрос. Спасибо за него, потому что ответ хороший. Естественно, это возможно. Вы можете один сценарий составить один раз, да, и потом у вас есть возможность экспортировать его и потом импортировать и масштабировать. Таким образом вам не надо каждый раз эти расстройки делать. Более того, на нашем сайте есть даже секция специальная, такой маленький каталож, где такие интересные сценарии, некоторые базовые, у нас уже составлены, можно их скачать и загрузить в домофон. Отлично, замечательно. Вот очень впечатлила меня эта штука. Спасибо вам большое. Так, время подошло к концу, пора следующему выступающему предоставлять слово. С большим удовольствием буду видеть вас, приглашаю вас поучаствовать в дискуссии в 15.10. Спасибо. Спасибо, спасибо, благодарю. Так, ну что ж, уважаемые участники, действительно очень интересный подход. Вы знаете, сейчас много говорится о микросервисных архитектурах, много говорится о таких многое в предприятиях, да, и очень здорово, когда архитектура решения, которое представляет поставщик, разработчик, учитывает этот подход и упрощает возможность его реализации. Ну, а сейчас ждем Алексея Кендиалова, руководителя отдела маркетинга АО «Русгард». Речь пойдет о распознавании лиц в СКУД. Вопросы уже возникали, они возникают всегда. В общем-то, сейчас, конечно, время биоидентификации, распознавания лиц. И Алексей анонсирует третью волну, да. Вот меня лично это название интригует. Так, пожалуйста, ждем, Алексей. Вас, я вас не вижу, но мне кажется, я вас слышу. Алексей? Да. Да, слышно должно быть слышно. Странно, почему камера не работает. А, без камеры. Да, вроде нет, но вообще должна быть что-то. По камере, опять же, в левом. А, вот, есть прекрасная. Я вновь вижу замечательный ваш микрофон, которому отчасти залейдено. Есть чудодейственный ребут, решая многие проблемы. Ну что, Андрей, могу начинать? Да, конечно. Да, у нас все, все, терминалы. Сейчас опять начнем про терминалы, про распознавание лиц. Но с другой стороны, с другой стороны, сколько раз замечаю, движуха в чате каждый раз плотная, когда речь заходит про терминалы. Давайте ставлю таймер, чтобы не задерживать. Ну, погнали. А, я забыл, я забыл, я забыл. Сейчас надо вывести нам презентацию еще, чтобы у нас все было... Да, 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 да. Сейчас, секундочку. Так, видно? Ага, прекрасно. Ну, тогда, как сказала одна известная барышня, стартуем. Так, коллеги, добрый день. Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Киндялов. Я руководитель отдела маркетинга компании Росгард. У меня есть всего 15 минут, плюс-минус, да. Надеюсь, что эти 15 минут пройдут для вас интересно и полезно. Все вопросы по ходу выступления можно, конечно же, писать в чат. Со мной работает мой коллега Никита. Он будет оперативно отвечать на ваши вопросы. Какие-то вопросы мы можем обсудить уже после основной части выступления. Итак, вдруг кто не знает, кто мы такие, буквально в двух словах, Росгард, отечественные производители системы контроля и управления доступом, которая так и называется, Росгард. Мы производим контроллеры, считыватели, терминалы распознавания лиц. С недавних пор добавились электронные ключницы, умные почтовые ящики. Ну и, соответственно, вишенка на торте – это программное обеспечение, которое мы также сами делаем, которое позволяет эффективно управлять всеми этими железками. К слову сказать, раз уже про почтовые ящики упомянули, у нас будет еще, мы будем принимать участие еще в одной конференции, она будет, по-моему, в конце июня, посвящена будет она решениям СКУД для жилых комплексов, и вот в рамках этой конференции мы более подробно расскажем про наше решение для ЖК и про умные почтовые ящики в том числе. Поэтому, кому интересна тема, посмотрите расписание у организаторов, вот, подключайтесь, тоже будем вас ждать. В общем, про все наше вообще железо, что мы производим, мы говорить не будем, это все есть у нас на сайте, можно всегда прочитать там. Давайте поговорим все-таки про тему нашего выступления сегодняшнего, да, я вот имел наглость ее обозвать вот так немножко с хайпом, да. Третья волна. Что же за третья волна, что вообще происходит с... Да, вот Юлия подсказывает, да, 22 июня конференция следующая будет. Что за третья волна, и вообще, что у нас происходит с распознаванием лиц, и с терминалами в частности, давайте об этом сейчас и поговорим. А вообще, по моему, по нашему такому скромному мнению, на данный момент можно выделить, ну, пока что два этапа, которые уже происходят, прошли, по терминалам распознавания лиц, да. Первый этап, когда года полтора-два назад они только начали распознавание в массовом своем... для массового рынка начало приходить у нас к пользователям, да, стали производиться первые внедрения, первые установки, но речь шла в большей части, даже не в большей, в абсолютном большинстве, про закрытие внешних периметров, то есть терминал распознавания лиц всегда воспринимался как вещь, которая у нас стоит на проходной, на КПП, и, в общем, закрывает внешний периметр от врагов. Это, скажем, первый этап, да. Второй этап, конечно, нам здорово помог ковид, и на втором этапе у нас, конечно же, добавился датчик измерения температуры. Ну, у нас, я имею в виду сейчас всю отрасль других вендоров, в том числе, потому что эти этапы, они как бы плюс-минус одинаковые для всех. Добавился датчик измерения температуры, очень такой сильный скачок вперед, да, мы сделали. У нас появился электронный журнал измерения температуры. Ну, здесь я уже только за Росгард скажу, потому что у нас этот журнал есть по остальным вендорам, не знаю. Тем не менее, это довольно серьезная такая веха. Более того, на вскидку, больше половины, наверное, всех терминалов, которые сейчас продаются, они идут именно с датчиком измерения температуры. То есть спрос на них, ну, колоссальный. Вот эти два этапа мы уже прошли. Что дальше? Что у нас, что пойдет третьим этапом? А третьим этапом пойдет переосмысление некой ценности терминала и переосмысление его возможностей в целом. И если раньше мы воспринимали терминал как, опять-таки, защиту на внешнем периметре, да, идентификацию на внешних периметрах, то сейчас уже тренд пошел в ту сторону, что мы закрываем внутренние помещения. Распознавание лиц с внешних периметров переходит все глубже и глубже на объект, и идентификация по лицу используется уже в каких-то отдельных кабинетах, помещениях и тому подобное. Понятное дело, что речь идет пока что не о повальном, да, то есть закрытии все на распознавании лиц, а о, скорее, каком-то фрагментарном, да, то есть, как правило, люди, ну, заказчики начинают со стратегически важных помещений, как правило, это какие-то лаборатории, серверные кабинеты, руководство, бухгалтерия и прочие помещения, куда, скажем, обычным сотрудникам вход либо запрещен, либо сильно ограничен. Конечно, на данном этапе речь идет, как я уже сказал, о частичном, да, частичной замене привычных идентификаторов на распознавание лиц, а во всех остальных помещениях прежнему используются привычные идентификаторы вроде там пластиковой карточки. Однако по ощущениям и вообще по прогнозам уже в течение года будут появляться объекты, у которых, в принципе, вся идентификация внутри и снаружи будет завязана на распознавании лиц. И, соответственно, речь идет не о там одном турникете и одной двери, а о чем-то каких-то более интересных и масштабных объектах. Почему, собственно, возможно такое развитие событий? Почему мы считаем, что этот этап как бы состоится и уже начинается начинает происходить? Есть две причины. Первая причина первая причина простите первая причина это то, что терминалы уже на рынке у нас довольно давно. Ну, в рамках опять-таки вообще всей сферы это не так давно, это полтора-два года, но с точки зрения технологии полтора-два года это достаточно. и за это время рост интереса, он какой-то колоссальный к этой технологии и профессионалы и специалисты рынка безопасности за эти, за это время уже технологии изучили и уже с ней начали плотно работать. То есть, ну, большинство ребят, которые занимаются безопасностью, уже так или иначе либо уже ставили, либо планируют ставить, либо как минимум слышали о том, что такие решения на рынке есть. Соответственно, чем больше этого знаний, тем больше внедрений и самое главное успешных внедрений, да, потому что к хорошему привыкаешь очень быстро, да, и у нас пока что, вот я специально даже спрашивал ребят, менеджеров продажам поддержку, спрашивал, известны ли им такие кейсы, когда клиент поставил бы у себя там терминал распознавания лиц, один или несколько, и после там тестирования и работы на объекте вернулся бы обратно к другому идентификатору, там, к карточкам, к пин-кодам, пальцам и каким-то другим вещам, ни одного не вспомнили, ни одного не смогли найти. То есть, настолько это такая вещь, к которой быстро привыкаешь, там, за неделю буквально, что назад вернуться уже, уже прям сложно на карточке вернуться. Ну и вполне логично, что видя такую положительную работу на объекте, да, на проходных, как правило, некоторые сотрудники, а как правило, это сотрудники, это руководство высшее, да, они начинают хотеть поставить такую же штуку у себя в кабинете. Как правило, в абсолютном большинстве случаев, когда речь идет о использовании терминалов во внутренних помещениях, все идет от самого высшего руководства, которые такие, ну, слушайте, ну, я, может, в кабинет тоже, как бы, ну, буду ходить там, и потихонечку, потихонечку, а там дальше заместители, а там дальше другие объекты, и понемногу, понемногу объект начинает переходить на распознавание лиц. Пока что происходит по нашей практике это именно так. Вторая важная причина это так, Антон спрашивает по поводу терминалов, да, есть что на эту тему рассказать, я думаю, Никита сейчас, как только будет потребность от заказчиков, но вообще планы были. Вторая причина, вторая важная причина это, конечно же, деньги, конечно же, деньги, терминалы становятся дешевле, потому что растет конкуренция, появляются новые производители, технологии становятся более, скажем, отработанными, и пользователь в итоге получает лучшее качество за меньшие деньги. Это здоровая конкуренция, это все прекрасно. Но при всем при том, даже в нашем модельном ряду среди наших терминалов уже как года полтора, наверное, есть небольшой терминал именно для внутренних помещений, он называется R20 Phase 5V, имеет диагональ всего 5 дюймов, очень небольшие габариты, легко монтируется там на стену рядом с дверью, и вообще он молодец. Несмотря на то, что он стоит в больше чем в полтора раза дешевле, чем взрослая восьмидюймовая версия, он имеет все то же самое, все те же преимущества, как и флагманские версии, да, он так же быстро распознает, и качество и скорость распознавания абсолютно идентичны. Но даже при этом были постоянные запросы «А можно еще попроще? А можно еще подешевле?» Потому что, ну, логично, да, чем дешевле стоит устройство, тем большее количество дверей мы сможем им закрыть, да. Ну и таким образом у нас появился в этом году модель R20 Phase 5V Lite, очень длинная, поэтому мы в себя используем более емкая пятерка Lite, я думаю, так будет понятнее и вам. Появилась у нас такая пятерка, которая еще дешевле стоит, это уже речь идет о 33 тысячах рублей, ну, опять-таки, цены все, говорю, розничные, при этом, опять-таки, качество и скорость распознавания у нее по-прежнему остается такой же высокой, как и у флагманских моделей. Спросите, в чем разница? Разница исключительно в количестве сотрудников, в количестве пользователей, да, которые можно внести в этот терминал, в автономную память. Их здесь три тысячи. Во всех других моделях, и в пятерках, и восьмерках, их 50 тысяч. Ну, с одной стороны, может показаться, что он, ну, это колоссальная разница, три тысячи, пятьдесят тысяч в шестнадцать раз, но, с другой стороны, если трезво как-то посмотреть на эти цифры, ну, три тысячи человек, это довольно крупный завод вообще-то, или какая-то довольно серьезная корпорация, компания, ну, у которой, скорее всего, найдется, наверное, двенадцать лишних тысяч, чтобы поставить себе все-таки терминал, у которого будет пятьдесят тысяч пользователей в базе. В любом случае, тридцать три тысячи, это уже весьма и весьма низкий порог для вхождения любого бизнеса в тему распознавания лиц. Если вы там снимаете какую-то, арендуете какое-то помещение, у вас в штате есть хотя бы там пять-семь сотрудников, то тридцать три тысячи для такого бизнеса это абсолютно подъемные деньги, абсолютно подъемные деньги. Тут, конечно, эксперты могут возразить и сказать, мол, а знаете, мы вот видели у одного известного или неизвестного китайского производителя вот такой же или очень похожий терминал, но только он стоит в два раза дешевле или в три раза дешевле или там вообще его бесплатно раздают на сдачу буквально. Ну, как бы очень может быть, очень может быть, но вы не представляете, какое количество посетителей выставки Securica Moscow, которая состоялась буквально два месяца назад, какое количество посетителей выставки подходило к нам на стенд с одним и тем же вопросом. А вот, знаете, мы недавно купили терминал распознавания лиц от компании X, а вот можно бы как-то подружить этот терминал с вашим программным обеспечением? Да, то есть с нашим бесплатным профессиональным программным обеспечением, прошу заметить, да? Ну, то есть, понимаете, в чем фишка, железка сама по себе, она не всегда способна решить те задачи, которые стоят на объекте перед терминалом. Нужно, как правило, что-то большее, чем просто железка. Нужны отчеты, нужна комфортная настройка, нужны комфортные управления, нужны, ну, в общем, с этой информацией, полученной с терминала, нужно еще как-то, хочется, наверное, поработать с ней, да? Кто-то учет рабочего времени, хочет завести еще что-то, вот. И вот получается, что железка сама по себе, это, наверное, половина успеха, поэтому, я еще раз говорю, 33 тысячи рублей, и это уже профессиональный, хороший, полноценный сетевой скут. А, ну, добавьте еще контроллер, один контроллер нужно будет купить, еще 16 тысяч рублей потратить, в полтос, короче, в полтос укладываемся отлично, и будет у нас распознавание лиц и профессиональный скут. Итак, давайте, пора уже подводить итоги моего спича, такого, время пролетело как-то прям очень быстро. Итог какой? Распознавание лиц, терминалы распознавания лиц, это уже не технология будущего, это не какие-то картинки из каких-то фильмов, это все, это стало нашим настоящим. Распознавание лиц окружает нас везде, по-разному к этому можно относиться, хорошо или плохо, фанаты Оруэлла негодуют, конечно, но такова реальность. И это та технология, с которой нам придется работать в ближайшие несколько лет, очевидно, все плотнее и плотнее. И все чаще мы будем видеть терминалы или какие-то другие решения распознавания, лиц не только в бизнес-центрах класса А или там в каких-то крупных корпорациях, но и в небольших офисах на несколько там человек, несколько десятков человек. И таких решений будет все больше и больше, поэтому еще раз настоятельно советую специалистам рынка безопасности, как конечным заказчикам, так и монтажным организациям, проектным организациям, более плотно присматриваться к распознаванию лиц, к терминалам распознавания лиц, а лучше, если к нашим терминалам распознавания лиц. Андрей, у меня основная часть выступления закончена, буду рад с вами что-то обсудить, с коллегами в чате, может быть, что-то пообщаться. Да, Алексей, ну вот у нас есть сейчас Антон Булин, да, который очень активное обсуждение ведет в чате. Да, да, знаем такого, знаем. А у него есть опытный образец для испытаний вандала вагозащищенный, то что ему делать? Написать вам, вашим коллегам, с Антоном мы знакомы, у Антона контакты скорее всего наши есть, вот, поэтому связываю. В любом случае попрошу Никиту сейчас в чат кинуть почту свою, потому что в дальнейшем с клиентами он будет общаться уже. Вот, но в целом, да, то есть по вандалоустойчивым терминалам и вообще вот всю эту тему немножечко для всех, да, хочу затронуть, потому что тема на самом деле интересная, периодически спрашивают. Есть запросы, есть запросы, скажем, такого вопроса характера интересующегося. А вот есть, мы такие, нет, они, купить хотите или вам спросить надо? Ну, то есть мы работаем по принципу, есть проект, есть решение, да, если действительно серьезный интерес и действительно стоит задача, которую необходимо решать, обязательно, мы всегда готовы, мы всегда открыты ко всем, понятное дело, ну, придется подождать чуть дольше, чем нежели взять со склада коробку и... А вот срок реализации какой? Вот если, допустим, да, есть объем, есть заказ, то, ну, сколько? Я думаю, в течение пары месяцев можно решить этот вопрос. Ну, отлично. Ну, то есть это не годы разработки, не годы там, еще что-то, потому что у нас есть, как бы, работаем с алгоритмом, алгоритмы те же, вопрос лишь в коробке. Отлично. Ну, это хороший срок, потому что инновационный цикл, если два месяца, да, реализация какой-то... Сложно дружить с софт, сложно как бы системы как-то дружить между собой, распознавание, у нас же распознавание все-таки у нас стороннее, мы его не сами пишем, это сложно, а коробку построить, какой-то корпус... Отлично. Вот там был вопрос, переход на более дорогую, ну, не на более дорогую, а так, на большее количество... Да, да, читал, пока невозможно... А следующая модель, это какая там, плюс сколько к цене это дает? Ну, у нас сейчас две модели идут, ну, в смысле, два, две разные позиции по числу пользователей, это 3000 пользователей, у одного всего лишь терминала есть, и у всех остальных 50 тысяч пользователей, ну, вот самый, который на 3000 пользователей, самый бюджетный он стоит, 33 тысячи рублей, а который следующий на 50, он уже на 12 тысяч дороже. Я понял. То есть 45. Ну... Хорошо. Антиспуфинг, автономный функционал для подобных терминалов, спрашивает Олег Грушин. Антиспуфинга, слово-то какое... Красивое. Красивое, знакомое, хочется загуглить, потому что где-то витает. Андрей, подскажете? Тоже не знаете, что такое антиспуфинг? Ну, обман. А, все-все-все-все. Антиспуфинг. Это типа liveness detection, вот это все в одну кучу. Ну, это само собой, сейчас уже, мне кажется, нет терминалов, которые можно было бы обмануть фотографией, там, каким-то муляжом, еще чем-то. Уже это настолько какая-то гигиеническая норма для подобных технологий, что антиспуфинг, он же liveness detection, он же там защита от фото и всего остального. Конечно же, есть. Конечно же, терминал всегда узнает, что это живой человек или неживой человек. Автономный функционал, конечно, есть. В каждом терминале крутит своя небольшая база. Ну, как небольшая? 50 тысяч человек, довольно большая база. Тем не менее, есть своя база данных, которую он использует, из которой он... Собственно, распознавание происходит в самом терминале, то есть никуда в сервер мы ничего не отдаем. С сервером мы только синхронизируем наши базы, если появляются новые сотрудники, мы их вносим в терминал, если сотрудник был уволен или там еще какие-то причины, мы из терминала его тоже удаляем, он уже пройти не сможет. То есть автономно они работают прекрасно, сеть рвется, у нас проходные работают, люди проходят, сеть восстанавливается, сервер с контролем, с терминалом обменивается той инфой, которая появилась за это время, и все дальше продолжают работать. Да, так, хорошо. Ну, я понимаю, ваш коллега Никита ответил, что персональные данные не в вашей сфере ответственности, но поскольку Дмитрий в чате очень вас хвалит и вашу техподдержку, давайте все-таки мы немножко прокомментируем. он не просит, собственно, решать вопрос как-то с персональными данными, он говорит о том, есть ли у вас документация какая-то для компаний, чтобы они уже могли сертифицировать оборудование базы данных рабочее место администратора по второму уровню защищенности ПНД, ПДН. Теоретически, наверное, мы можем такую документацию предоставить, но это надо обсуждать, что он хочет видеть в ней и какого, то ли это какой-то образец есть для этого, то ли это какая-то свободная форма, опять-таки, надо связываться с поставщиком распознавания и решать этот вопрос. Ну, мне сейчас, во-первых, мне как маркетологу и говорящей голове видится, что это не такая большая проблема, вот, но на самом деле я бы однозначно бы не заявлял, что ой, да, сейчас мы разберемся и все вышлем. Я бы так не говорил, но вообще видится, что этот вопрос можно решить. Алексей, ну, хочу сказать, что это часто задаваемый вопрос. Частый, часто и про персональные данные, и про там защиту персональных данных. И хочется, конечно, всем сказать, что мы не КСЗИ, мы занимаемся немножко другим, но у людей своя задача, своя работа. В основном сталкиваются проблемы, что действительно нужна какая-то подборка документов, да, позволяющая уже совершать дальнейшее действие на стороне заказчика или интегратора, если это необходимо. Вот, мне кажется, ну, интересный вопрос, значит, Дмитрий, напишите, вы видите, что есть готовность, в общем-то, с этим запросом по работе, может, кстати, это дополнит список того, чем вы поддерживаете своих клиентов. Так, что у нас со временем? Еще есть время на один вопрос. Сертификат 969 само собой есть, у нас все оборудование сертифицировано, и контроллеры, и считыватели по сертификату 969, метро, РЖД и прочие ребята уже давно с нами работают, и сертификатом этим пользуемся. Да. Отлично. Хорошо. Так, контакты выдавали, нет? Контакты, контакты, контакты. Контакты? Контакты. Я не вижу, ждем в чат. Да, Никита скинет сейчас в чат, могу сейчас скинуть адрес сайта, да, ну, вдруг кто-то кликнет. Хорошо. Да. Так, какие-то рекомендации, как начинать, писать Никите, да, то есть ждем, ждем. да, сейчас Никита, я думаю, какую-то свою визиточку скинет в общий чат, потому что, ну, в любом случае, в дальнейшем с клиентами будет общаться он, чтобы без посредников. Хорошо, ну, вот пока минуточка есть, знаете, мне действительно очень порадовало в предыдущем выступлении вот эти сценарии, да, что можно прямо, так сказать, докупить недорогую лицензию, строить всякие варклоу, всякие сценарии, это есть в каждом устройстве, вот подход вам близок, и, то есть, как вот здесь именно простота, вот, понимаете, это же часть лоу-код, ноу-код, вот этого тренда, да, как вы, если у вас что-то соответствующее этому тренду. Ну, речь идет именно об облачных каких-то технологиях, да? Ну, или логики, бизнес-логики работы или SaaS, что-то. Да, да. Ну, я просто предыдущие выступления полностью не смотрел, поэтому в контекст глубоко не могу вникнуть, периодически есть запросы на какие-то клауд-решения, пока, пока, пока непонятно, очень много это внутри обсуждается, очень много на эту тему разговаривается, каких-то бесед, да, но пока что какого-то конкретного готового решения, конечно, мы не готовы сделать, но война, война, план покажет максимально размытый и неочемный ответ с водой. Андрей, простите, другого пока не могу. Ваш ответ, на самом деле, мне приятен тем, что это значит, мы в своем планировании постараемся учесть, если вы считаете тоже это актуально, поставим тему облачного схода, да? Безусловно, мы же компания не уровня, там, Гугла или каких-то других ребят, которые работают там 50 тысяч сотрудников и она неповоротливая и полностью забюрократизированная. Мы небольшая компания с большими амбициями, поэтому на этом этапе мы еще слушаем клиентов и идем им навстречу. Ну, прекрасно. То есть облачный скуд хорошая тема для... Это интересная. Хорошая, плохая, она как минимум интересная. Она спорная и этим хороша. Отлично. Ну что ж, я вас благодарю. Спасибо, что позвали. Замечательно. Жду в чате. Увидимся, увидимся еще в 20-го или когда там июня, будем обсуждать жилые комплексы. Конечно. Ну и сегодня дискуссия в 15.10, так что рассчитываю, что вы тоже будете доступны в это время. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Уважаемые участники, двигаемся дальше. Тенденции развития рынка скуд, бесконтактность, интеграция, мобильный доступ, о котором много говорилось сегодня, облачные технологии, которые только что мы упоминали, все это представляет Илья Макеев, директор департамента обучения и развития дилерской сети ПЭРКа в своем выступлении. Так, здесь, конечно, вот и да, вижу, вы подключились. Приветствую, Илья. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, коллеги. Ну, с нетерпением жду, что вы скажете на эту тему, потому что, честно говоря, мне нравится роль маркетинга в вашей компании, в определении ценности и потребности заказчиков, так, и каких-то сценариев применения, поэтому я лично слушаю ваше выступление всегда с большим интересом. Добро пожаловать, начинайте. Спасибо. Коллеги, всем, всех приветствую. Соответственно, начинаем наше выступление. Тема выступления сейчас находится на вашем экране, собственно, тенденции развития рынка слуд, да, и, собственно, сами тенденции. Бесконтактность, интеграция, мобильный доступ и облачные технологии. Пандемия, она по-прежнему с нами, она никуда не делась, поэтому основным трендом на рынке остается бесконтактность. К бесконтактным способам идентификации относится мобильный доступ, доступ по штрих-коду, в том числе с экрана смартфона, распознавание лица. Сейчас появился тренд к бесконтактному контролю температуры. И вот он уже витает где-то в течение полутора лет уже, это бесконтактный проход через преграждающие устройства. Как следствие всей этой бесконтактности рынку требуются удобные решения, которые можно интегрировать в СКУД. В частности, это терминалы распознавания лиц, это сканеры штрих-кодов, это различные пирометры, которые могут использоваться не только как устройство для измерения температуры, но еще и как внешнее верифицирующее устройство. Еще одним трендом является мобильный доступ. Он используется вместе с технологиями NFC или Bluetooth в системах СКУД. Различные приложения, установленные на смартфон, позволяют применять этот способ в качестве идентификаторов. Более того, эти же приложения могут позволить использовать этот же мобильный телефон в качестве мобильного терминала. Более того, можно уже использовать телефон в качестве устройства для управления шлагбаумом. Ну и, конечно же, нельзя не отметить развитие облачных технологий, которые тоже очень сильно оказывают влияние на, в первую очередь, архитектуру систем контроля доступа. Теперь, собственно, рассмотрим каждую из этих тенденций чуть более подробно. Начнем с измерения температуры. Для осуществления бесконтактного измерения температуры, в частности, в наших системах, используется пирометр AT01, нашего собственного производства и нашей собственной разработки. Как я уже говорил, этот пирометр может работать не только как устройство, которое просто считывает температуру, но это устройство может работать как внешнее верифицирующее устройство. Другими словами, она будет передавать сигнал в контроллер о том, что температура в пределах нормы или температура превышена, тем самым она будет верифицировать дополнительно проход пользователя. В отличие от ручных пирометров, данный пирометр, он позволяет автоматизировать работу системы контроля доступа. И в отличие от тех же самых тепловизионных камер, тепловизоров, данный устройств является бюджетным. Пирометр может работать в составе турникетов или замков. Система позволяет задать порог нормальной температуры тела, при превышении которого турникет или замок просто-напросто не откроются для прохода. Точность измерения температуры пирометра составляет где-то две десятых градуса в пределах измеряемых диапазонов, то есть от 36 до 38 градусов. Система уведомит оператора в случае необходимости прохождения сотрудника медицинского осветительствования при превышении температуры, по итогам которого уже будет приниматься решение о допуске человека на работу. штрих-код штрих-код как и на бумажном носителе, так и на экране смартфона сейчас уже может применяться не только в системах платного доступа, в частности музеи, развлекательные мероприятия, но уже и в системах контроля доступа. Особую популярность данный способ идентификации получил в бизнес-центрах, где этот самый штрих-код используется как идентификатор посетителя. в частности популярностью он пользуется за счет того, что этот штрих-код можно направить посетителю через мессенджер или посредством электронной почты, а соответственно происходит бесконтактный способ выдачи этого самого идентификатора, плюс у нас сразу же исчезают расходы по покупке тех же самых пластиковых ка. Предусмотрена удобная интеграция данного пирометра с преграждающими устройствами. В частности, вот на последних выставках в России и в Белоруссии мы демонстрировали интеграцию пирометра вместе с тумбовым турникетом ТТ-10. Эта интеграция работала по принципу как раз-таки внешнего верифицирующего устройства. Вот сейчас на слайде представлена часть этого тумбового турникета. Как эта система вся работала? Сначала требовалось поднести какой-либо идентификатор. Ну вот с учетом считывателя штрих-кода мы подносили сам штрих-код либо на бумажке, либо на экране телефона. Дальше контроллер, который управляет непосредственно тумбовым турникетом, отправлял сигнал на пирометр, и пирометр включался для измерения температуры. После поднесения запястья к пирометру, после измерения температуры, пирометр уже передавал сигнал в контроллер, и на основании полученного сигнала контроллер принимал решение открыть исполнительное устройство или не открыть. То есть обязательно нужно было соблюдать порог температуры для прохождения через исполнительное устройство. Интеграция с осчитывателями штрих-кода помимо тумбового турникета, да, и помимо вообще основных турникетов, также реализованы у нас скоростных проходов, в частности ST01. На следующем слайде мы увидим специальную торцевую крышку, в которую можно встроить подобный сканер штрих-кода. И в частности в изделии электронная проходная КТ-029Q. Сканер штрих-кода вообще входит в стандартный комплект поставки. Вот таким образом выглядит торцевая крышка для турникета ST01. Вот как раз внутри вы можете увидеть, что там встроен считыватель штрих-кода. В аэропортах популярны максимально интегрированные решения, в частности турникет с сканером штрих-кода и с модулем распознавания лица, что позволяет обеспечить проход пользователя в посадочную зону без работы сотрудником аэропорта, без встреч, без участия сотрудника аэропорта. С помощью одновременного сканирования посадочного билета или лица пассажира. Если вообще хочется исключить всякие контакты с сотрудниками аэропорта, можно, например, тот же самый штрих-код распечатать дома или сохранить в телефоне и предъявить его при проходе. Ну, распознавание лица, я думаю, что и так очевидно, что это один из самых популярных трендов сейчас. На последних выставках я отметил, что терминалы по распознаванию лиц присутствовали практически на каждом стенде. Да, могло даже показаться, что плохой тон не показывать этот самый терминал. Ну, собственно, это лишний раз подтверждает, что эта идентификация в условиях пандемии является одним из самых безопасных способов идентификации. Если мы говорим про удобство, то максимально удобными терминалами для системы контроля доступа являются терминалы, которые поддерживают не только идентификацию по лицу, но также использование других идентификаторов, в частности, отпечатки пальцев, ладони, карты, смартфоны и так далее. В частности, в системе PRKWeb реализована интеграция с терминалами по распознаванию лица Supremo и Zekoteca, которые как раз-таки все эти функции и поддерживают. На следующем слайде можно, кстати, видеть, я думаю, что ни для кого не секрет, что это терминал FaceStation 2, который как раз-таки поддерживает вот эту самую идентификацию с помощью и не только лица, но еще и карт доступа. Помимо использования различных видов идентификаторов, существуют модели терминалов, которые способны распознавать лицо в маске, то есть контролировать наличие маски, а также сразу же еще и измерять температуру тела. В частности, вот в аэропортах изображение лица может дополнительно сравниваться с изображением в паспорте. И при использовании лицензии TASIR FaceRecognition функция верификации в системе PRK-Web, она теперь происходит автоматически, то есть все делается автоматически. Пользователь подошел, камера распознала, турникет открывается. Как я уже говорил, бесконтактность, она распространяется не только на рынок считывающих устройств, но еще и на рынок преграждающих устройств, в частности, турникетов. Наиболее популярной моделью сейчас для мест массового скопления людей являются турникеты скоростные проходы, это турникеты с распашными створками или раздвижными створками. При проходе через этот турникет проходящему не надо касаться ни самого турникета, ни его подвижных частей. Работу створок определяют оптические датчики. Количество оптических датчиков прямо пропорционально стоимости турникета, но здесь зацикливаться, наверное, не стоит. Количество датчиков это не единственный технический параметр, который влияет на стоимость турникета. Большее количество оптических датчиков обеспечивает более качественный уровень анализа нахождения пользователя непосредственно в турникете, что в частности обеспечивает и безопасность при проходе с детьми и с животными. На следующем слайде у нас представлены некоторые виды установок преграждающих устройств, в частности скоростных проходов, которые были интегрированы с какими-то различными другими устройствами. в частности вот в правом верхнем углу у нас показана установка турникетов ST-02 в аэропорту Внуково. Эти турникеты приинтегрированы с контроллером Supremo. Чуть ниже представлены у нас два способа интеграции турникетов ST-01 с сканерами штрих-кодов, в частности в сети кинотеатров Синамон и в арт-пространстве фотографист. В аэропорту Красноярска турникеты ST-01 работают по принципу магазинного режима, когда входишь ты, предъявляя какой-либо идентификатор, а выходишь по факту входа в турникет. То есть как раз таки осуществляется работа этих оптических датчиков. Оптические датчики на выход заметили, что появился человек, они автоматически открыли турникет. И, соответственно, пользователь опять же бесконтактно выходит из исполнительного устройства. Для установки дополнительного оборудования для турникетов ST-01 предусмотрены крышки, верхние крышки из нержавеющей стали, а также специальные дополнительные кронштейны и торцевые стойки. Удобным решением являются уже готовые стойки под установку картоприемника и считывателя штрих-кода. кронштейны для установки терминалов распознавания лиц, алкотестеров, кронштейны для установки биометрических контроллеров. Под крышки турникетов ST-01 можно установить бесконтактные считыватели для осуществления бесконтактного доступа по пластиковым картам или с помощью мобильных телефонов. Кстати сказать, сейчас у нас вышла новая версия турникета скоростного прохода это ST-11 вот он в левой части слайда располагается. Этот турникет отличается очень компактным дизайном. Длина этого турникета 1200 метров при сохранении всех возможностей его старшего брата ST-01. Единственное, что крышки. Верхние крышки выполнены уже из нержавеющей стали или из искусственного камня. Да, что собственно искусственный камень позволяет максимально продлить внешний вид в неизменном состоянии. Следующий тренд это доступ по смартфону. Для предоставления доступа по смартфону в систему PERC достаточно передать уникальный идентификатор смартфона, который будет проверяться при поднесении смартфона к считывателю. При использовании смартфонов как на базе Android, так и на базе iOS в систему передается специально сгенерированный идентификатор, но не идентификатор банковской карты или не номер этого смартфона. Поэтому в безопасности персональных данных владельца этого смартфона ничего не будет угрожать. Для смартфонов на базе Android требуется установка бесплатного приложения PERC-доступ. Для смартфонов на базе Apple установка какого-либо приложения не требуется. Там в качестве идентификатора будет использоваться токен, то есть это специально сгенерированный системой iOS-код, который система генерирует при эмуляции банковской карты. Хочется отметить, что при использовании мобильного доступа все идентификаторы как выдаются, так и изымаются дистанционно, что удобно не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения удобства самим администраторам системы, которые занимаются выдачей идентификаторов. Помимо мобильного доступа через стандартные преграждающие устройства появляется возможность мобильного доступа через шлагбаумы. Для открытия шлагбаума, например, можно на шлагбаум позвонить с помощью мобильной связи. Звонок осуществляется на сим-карту, которая будет установлена в модуль управления шлагбаумом. Для открытия шлагбаума также может использоваться мобильное приложение, называется оно PRCO Шлагбаум. А вот для конфигурации самого шлагбаума может использоваться другое мобильное приложение PRCO Конфигурация. Все Интерфейс передачи данных между приложением и платой управления – это Bluetooth. Собственно, на следующем слайде можно видеть интерфейс этих приложений. Это, соответственно, с левой стороны – это интерфейс пользовательского приложения. Там функционал довольно простенький, нажали кнопочку «Открыть», шлагбаум открылся. Вот, собственно, и все. А слева уже интерфейс наоборот. Слева – это пользовательская, а справа – это уже пергоконфигурация. Для настройки непосредственно шлагбаума. Помимо возможностей по просмотру баланса и по просмотру событий со шлагбаума, можно также работать со списком пользователей, которые по звонку могут открывать этот шлагбаум. Также можно настраивать режимы шлагбаума, режимы работы индикации, скорость открытия, вернее, не скорость открытия, а длительность удержания в открытом состоянии и так далее. Вот таким вот образом будет выглядеть и выглядит модуль управления шлагбаумом. Значит, что на этом модуле у нас присутствует? Во-первых, под вот этими двумя антеннами у нас есть гнездо для установки сим-карты. Собственно, антенны. Левая антенна – это антенна Bluetooth, правая антенна – это антенна GSM. Дип-переключатель с номерами 1, 2, 3, 4 используется для включения стандартного пароля администратора, в случае, если измененный пароль администратора забыли или потеряли. И также с помощью этих дип-переключателей задается алгоритм работы непосредственно платы управления. Либо она работает только по интерфейсу Bluetooth, либо она работает комбинированно. Bluetooth плюс GSM. Ну и, соответственно, в правом нижнем углу у нас располагается такой штекер, с помощью которого, собственно, и подключается эта плата управления к шлагбауму. Для программного обеспечения основными трендами являются интеграция с другими производителями, с другими системами посредством API-интерфейса, а также интеграция с помощью использования дополнительных входов и выходов контроллера, скажем, для подключения видеокамер, сигнальных датчиков, внешних верифицирующих устройств. По существующим интеграциям в системе PRKVP уже реализована интеграция с 1С и с внешними верифицирующими устройствами, под которыми понимаются алкотестеры, рамки металлодетекторов, измирение температуры и так далее. Если мы говорим про новинки, отдельно хочется отметить новые возможности системы, в частности, интеграцию с OPS Orion, производства компании BOLID, и интеграция с видеоподсистемой Trossir. Обе интеграции позволяют осуществлять управление устройствами ISO Orion и Trossir и системы PRKVP, непосредственно передавая команды с мнемосхемы, то есть с графического плана предприятия. События, полученные из этих систем, можно видеть в системе PRKVP в режиме реального времени. Также в системе PRKVP можно создавать реакции на события, то есть различные сценарии, да, когда, например, с устройств BOLID пришло какое-то событие, и мы, например, в PRKVP сделали рассылку оповещения, да, или, например, изменили состояние исполнительного устройства, или в обратную сторону, да, когда нам было получено событие определения какого-либо идентификатора, и мы должны, например, с устройствами BOLID что-то в этот момент сделать, да, соответственно, они работают в обе стороны. Система, интеграция с видеонаблюдением TRASIR сделана на серверном уровне, а интеграция с OPS Orion сделана с помощью контроллера, вернее, не контроллера, а с помощью преобразователя протокола, да, S2000PP. Возможности учета рабочего времени также были расширены с помощью добавления новых отчетов, в частности, о выданных документах и о времени присутствия. Контроль сотрудников бюро пропусков тоже был расширен за счет добавления новых отчетов, в частности, по выданным идентификаторам. Более того, в этом же отчете по выданным идентификаторам появилась возможность очищать память системы от неиспользуемых идентификаторов. При этом можно поставить специальную дату, с которой и, собственно, будут выделены те идентификаторы, которые не используются. В последней версии системы PRK-Web у нас готовится к выпуску, которая готовится к выпуску, будет добавлена возможность использования транспортного средства в качестве идентификатора, в частности, номера транспортного средства и использование, распознавание номеров в модуле верификация. Да, это все у нас задел под расширение возможностей интеграции с системой Trossir. Да, в дальнейшем мы, безусловно, продолжим развиваться, и у нас сейчас уже готовится несколько очень крупных проектов, один из которых я сейчас тоже презентую. Это распределенные сервера, которые кардинально меняют всю архитектуру построения системы. Если говорить так вкратце, то сеть предприятия на физическом или логическом уровне она развивается на сегменты. Для географически распределенных объектов это могут быть, не знаю, головной офис, производство и склад. Все эти объекты находятся на большом удалении друг от друга. В каждом из этих сегментов устанавливается свой отдельный сервер системы BRKV, который работает только со своими контроллерами и видит только свои контроллеры системы. Информация с этих контроллеров своим сервером сегмента передается уже в некую централизованную базу. Ну, наверное, она в главном офисе должна находиться. Такая структура, она способствует, во-первых, повышению отказоустойчивости всей системы в целом, а также снижению нагрузки непосредственно на центральный сервер. Более того, такая вот распределенная архитектура позволяет снимать ограничения по количеству контроллеров. То есть если сейчас аппаратное ограничение – это тысяча контроллеров на один сервер, то при наличии трех серверов мы получаем на каждом объекте по тысяче контроллеров. Соответственно, в сумме у нас три тысячи контроллеров и одна некая централизованная база, которая не перегружается потоком данных. Да, сейчас вот эта вот структура распределенных серверов, она находится в разработке. В течение второго-третьего квартала мы эту разработку взяли. Да, но надеюсь, что к началу следующего года мы уже сможем представить определенное решение на базе вот такой вот архитектуры. Вот. Ну, у меня по выступлению все. Коллеги, я приветствую вопросы в чате. Да, я думаю, что мои коллеги уже там на энное количество вопросов успели ответить. Но вот сейчас я думаю, что Андрей тоже поможет мне на что-то ответить. Да, ну, действительно, ваши коллеги очень активны. И вообще тема мне очень нравится, потому что... Вот мне запомнилось обсуждение с компанией Аблой, которая, когда речь шла о платформах, они говорили, наша платформа хардверная, это наши ключи. А у вас действительно тоже своя мощная хардверная платформа и очень интересная стратегия ее развития. Ну, об этом чуть позже. Давайте к вопросам, которые есть в чате. Вот Илья спрашивает, есть ли софт под Unix? Под Unix? Тоже, кстати, часто вопросы чаще задают. Ну, честно, боюсь сейчас соврать, да, относительно именно Unix, честно говоря. Мне, честно, мне незнакомо такое понятие Unix, я его слышал, но оно мне незнакомо. Попробую только развить эту историю, думаю, в примерном ключе, да, что если мы говорим про систему PRK Web, то в качестве операционной системы может выступать Windows и Linux различных версий, в частности. Вот, в частности, ROSA Linux, значит, ALT, Debian и Fedora. И сейчас делается разработка, я, правда, не знаю, в какой стадии, с Astra Linux. Вот, соответственно, ну, вот если я в правильном ключе мысли, да, вот это оно. Да, это ответ. Есть ли опыт построения системы с серверами в разных временных зонах? Ну, или, скажем так, объекты в разных временных зонах, спрашивает Олег Грушин. Да, безусловно, как в системе PRK Web, так и в системе S20 такой опыт уже имеется. Даже в системе реализован специальный параметр контроль времени относительно сервера системы, чтобы событие, полученное с контроллера, приходило на центральный сервер по времени сервера, да, соответственно, чтобы люди на самом центральном сервере могли примерно определить, во сколько это произошло, а не высчитывать в уме, сколько там времени было на момент получения события на том или ином филиале. Так что, да, безусловно, такой опыт есть. Интересный вопрос Галина Кузьмина задала про опыт установки вашего оборудования в метрополитенах. Ну, действительно, платформа столь интересная и столь логичная, может быть, развита, да, так сказать, достроена, что возникает вопрос, вот такого класса заказчиков, как метрополитен, как вообще вот, что там, что-то препятствует, какая-то традиция или все-таки есть опыт? Да, на самом деле, про какие-то традиции тут говорить сложно. Знаю, что в... ну, то, что сам видел во всех турникетах практически, в метрополитене, да, и, собственно, в РЖД это турникеты одного, собственно, производителя. Значит, как-то в Самарском метрополитене видел турникеты другого производителя, что, кстати, меня очень сильно удивило. Ну, и, кстати, в том же самом Самарском метрополитене видел преграждающие устройства нашего производства. Там же вот на проходе с сумками, с инвалидными колясками, там стоял, собственно, наш турникет, наша полуавтоматическая калитка. Вот. Это что касается преграждающих устройств. Да, возможно, здесь есть какая-то традиция, может быть, но скажу так, обращения с РЖД, с метрополитена по разработке специальных турникетов у нас были, да. Не могу сориентировать, чем все закончилось, но знаю, что подобные обращения были. А что касается бизнес-центров того же самого РЖД и метрополитена, да, и каких-то вот окологосударственных структур, то с этими организациями в плане, там, тумбовых турникетов, триподов, скоростных проходов, ну, мы уже, собственно, давно и платворно работаем. Хорошо. А как и где можно пройти обучение по установке и настройке вашей веб-платформы? И какие возможны там отчетные документы, платные или бесплатные, спрашивает Дмитрий? Дмитрий, если возможно, я думаю, что вопрос этот я отвечу лично, потому что, ну, наверное, на конференции не очень тратить время на вот подобные вопросы. Ну, в общем, обучение бесплатное, обучение можно пройти сейчас удаленно, соответственно, я напишу вам свои контакты, да, вы мне пришлете какое-то там письмо, и я вам, собственно, отвечу полной инструкцией, как это все можно реализовать. Отлично. Ну, и вот по стратегии вопрос, когда вы развиваете свою платформу, у многих, кто, ну, так скажем, допиливает какие-то решения, да, дописывает что-то, интегрирует, начинает формироваться отношение к вашей платформе как к некоторому маркетплейсу, да, когда там я как разработчик могу сделать что-то, там, дописать логику, сделать какую-то интеграцию, а вашу конкретную платформу рассмотреть как некоторый рынок, да, для своей разработки. Вот думаете ли вы уже о маркетплейсе? Ну, вообще, вот если руководство с словами разработчиков, когда была презентована нам первый раз система PRKWeb, то она была презентована в следующем ключе. В PRKWeb есть определенное ядро. Это ядро, это функционал, который, это алгоритмы выполнения каких-то операций, которые неизменны в принципе. А есть помимо этого ядра внешняя оболочка. Так вот, с помощью того же самого IP-интерфейса, опять же, подчеркиваю, как утверждали разработчики, можно полностью поменять всю систему PRKWeb вплоть до ее отображения, да. Не знаю, насколько сейчас эта история актуальна, да, для каких-то пользователей, но, тем не менее, такая возможность есть. Да, если программист толковый, да, владеет различными языками программирования, я не думаю, что это будет для него составлять, ну, большие сложности. Скорее, тут все упираться будут в финансы. Спасибо, спасибо. Ну, вообще, интересно, конечно, придете ли вы к какой-то либо интеграции с маркетплейсами, да, либо созданию собственного, для чего, на мой взгляд, у вас и у вашей экосистемы есть хорошие предпосылки. Спасибо вам большое, Илья. Так, ждем ваших контактов в чате. А я уже, я уже выложил. Отлично. Ну, и тех контактов, которые следует использовать, там, если у вас есть какая-то посадочная страница или ваши коллеги. Благодарю вас, жду вашего участия в дискуссии сегодня. Буду, буду. Спасибо. До свидания. До свидания. Уважаемые участники, следующее, спасибо Ярославу Кузьминскому и Максиму Кассину за несколько буквально минут ожидания. Будем говорить о неожиданных и очевидных возможностях интеграции терминалов распознавания лиц и повсеместном использовании биометрии с менеджером по развитию биометрических систем доступа InPrice Distribution Company Максимом Кассиным и Ярославом Кузьминским, директором по развитию InPrice Distribution Company. Компания во многом выступает в роли такого разрушителя, может быть, в хорошем смысле традиционных подходов, очень активно, на мой взгляд, очень хорошо слышит и понимает потребителей. Ждем, что сегодня вы нам приготовили. Добро пожаловать. Здравствуйте, Андрей. Как нас слышно? Слышно хорошо. Это прекрасно. Спасибо большое за, конечно, титул разрушителей легенд, но я думаю, что мы все-таки ближе к статусу создателей легенд, потому что мы в некотором смысле хотели бы видеть себя некими визионерами рынка и создавать и легенды, и векторы, которые будут превалировать на рынке. Так что вот, в любом случае, спасибо за высокую оценку нашей деятельности. Хочу еще раз представиться. Меня зовут Ярослав Кузьминский. Я директор по развитию компании InPrice. Рядом со мной мой коллега Максим Кассин. Максим у нас является менеджером по продукции биометрии системы контроля доступа. Мы не первый раз уже выступаем в рамках Академии СКУД, и нам это нравится. Нам нравится, что аудитория нам отвечает. Это действительно живой диалог. Поэтому хотим сразу поблагодарить коллектив компаний Гротек и организаторов за такую уникальную возможность. Сегодня, как вы знаете, у нас в рамках Академии СКУД тема обсуждается. Мобильный доступ, бесконтактная среда и интегрированные системы. И я сразу оговорюсь, что, ну, наверное, мобильный доступ и бесконтактная среда – это уже то, что вот прямо заутюжили и заездили. Поэтому мы, безусловно, в рамках презентации своих решений от нашего вендора Uniubi, которые, возможно, уже сталкивались, это производитель, так сказать, завод, да, то есть китайский по производству, один из ведущих тоже бизионеров и предсказателей технологических систем биометрии и лицевого распознавания. Вот в рамках этого мы будем больше говорить про именно интегрированные системы. То есть, а что будет происходить с системами биометрии дальше, как они будут развиваться, куда это можно еще применить. Мы сами встретились с несколькими случаями, прошли определенный путь и хотим им поделиться. Так что вот передаю на этом Максиму, ну, буду вклиниваться и когда-то с дурацкими комментариями. Да, у нас, по-моему, нет доступа для переключения презентации. Можете, пожалуйста, проверить. Попробуй по перезагрузку страницы, должно появиться. Попробуем. Так, все, появился доступ. Отлично. Большое. Так, с оборудованием Uniubi, возможно, вы уже встречались. Его используем, не только мы, его используют также различные производители скуд под своими марками, что только доказывает, насколько оно универсальное и подходящее для всех решений. Само название вендора Uniubi отсылает нас в переводе к универсальной и убиквитарной, потому что значит повсеместный. И действительно, этому оборудованию можно найти место фактически в любой системе. Часть из этого мы сейчас расскажем. Также в чате присутствует наш технический специалист Никита. Он ответит на все ваши вопросы и уже он написал ссылки для связи с нами после вебинара, если у вас возникнут дополнительные вопросы. Так что даже в этом мы не будем оригинальны. Нашего технического специалиста тоже зовут Никита. Итак, Uniubi в первую очередь это производитель терминалов доступа по лицу, но до этого они изначально занимались именно разработкой алгоритма распознавания лиц, они занимались им уже больше 7 лет и, соответственно, поставляют свой фирменный алгоритм в свои фирменные терминалы. Сами терминалы отличаются своими особенностями в том, что вот они закрывают все главные потребности к современным системам спут, они работают быстро и удобно, пользователь фактически не замечает, что происходит распознавание, ему достаточно взглянуть на терминал, и турникет или дверь тут же открывается. Но это, я бы даже сказал, не столько свойство самих терминалов, сколько свойство вообще технологии биометрии и в приложении распознавания лица. То есть это именно то, что потребитель ожидает от системы спут. А ожидает он очень простого, чтобы его пускали, а он об этом не задумывался. То есть чтобы происходила такая ситуация, когда нет этого спута, ничто его не ограничивает. Для него и руки свободны, и бесконтактно все, и вот он идет, и перед ним все двери распахиваются. Но это, кстати, совершенно возможно, особенно если мы используем различного рода сервоприводы и автоматические двери. То есть в этом случае вот эта вот как раз быстрота, удобство при этом с сохранением точности, однозначности и бесконтактности, она прямо вот в действии. Мы видели уже несколько инсталляций собственного оборудования, когда терминалы преддверные устанавливаются рядом с автоматическими дверами, и там большой директор большого банка, ни о чем не думая, проходит мимо дверей, и все прямо вот перед ним открывается. А как же, это же ведь сам он идет. Действительно, и соответственно, быстрота и удобство пересекаются и с бесконтактностью необходимой в текущий период и актуализирующейся с пандемией, и также они работают однозначно и точно, позволяя не искать каких-то компромиссов с уже существующей безопасностью на предприятии, а только наоборот усиливать ее. И если переходить к актуальности пандемии, то в первую очередь хочется сказать, что это решение для термометрии, это терминалы, оборудованные инфракрасными датчиками температуры и также тепловизионными камерами. Они составляют в данный момент, на самом деле, большую часть рынка, как говорили наши коллеги до этого, что фактически два из трех терминалов, которые сейчас устанавливаются, не только нашего бренда, но и других, оборудованы подобными датчиками, так как это просто требования современности. Соответственно, решение от ЮНИЮДИ вам позволит выбрать терминал на свой вкус, любого размера, с довольно широким разбросом цены и отвечающим необходимым требованиям на ваше предприятие. Но, в принципе, мы настаиваем, что это хайп, который это дань времени, и, безусловно, термометрия стала прыжковой ступенькой для того, чтобы терминалы и устройства распознавания лица зашли в массы, но при этом, в принципе, набрана на сегодняшний момент критическая масса, которая изменит окружающий нас мир, и мы считаем, что на фоне термометрических терминалов в дальнейшем этот хайп, он пройдет, а ценность сохранит именно в массе обычные терминалы, и, безусловно, да, они станут и дешевле, и проще, и заменят обычные считыватели карты, многое, что другое, ну, в 99%. Ну, давайте скажем честно, что мобильный доступ, ну, это хорошо, но и в некотором смысле синтетическая вещь, даже при том, что есть свои плюсы, что мы можем там с помощью Bluetooth открывать какие-то шлагбаумы и двери на удаление, условно говоря, не выходя из машины, но если это именно человеческий интерфейс, а не интерфейс удаленного открытия какой-то преграды, то лицевой биометрический терминал, он, ну, прям то, что надо. Я вам даже более того скажу, вендор наш анонсировал модели сейчас, в которых не будет экрана, они будут в размере, собственно, вот обычного считывателя, будут стоить, как считыватель. И работать так же быстро человек даже не будет знать о том, что ему надо что-то прикладывать. Ну, некое устройство, он зарегистрировал, он мимо него прошел устройство, дверь открылась. Ну, это просто, наверное, одно из близких к идеалу устройства. Ну, и начнем, соответственно, про нашу историю с интеграцией. В первую очередь, это самое очевидное, это то, для чего были созданы эти терминалы, это интеграция с системами SCUD от разных производителей. И здесь мы хотим сказать, что мы заинтересованы в том, чтобы эта система была полностью интегрирована, чтобы это была именно нативная интеграция со стороны производителя, чтобы вы пользовались тем SCUD, который уже есть на вашем предприятии и непосредственно через интерфейс добавляли и управляли устройством распознавания лиц. Вам не будет необходимо менять всю инфраструктуру, не будет необходимости менять производителя SCUD. То есть не нужно искать каких-то компромиссов. Вы пользуетесь тем, что вам удобно, и только все больше и больше получаете возможности и безопасности. Ну, смысл в том, что ни о каком насилии здесь не может быть речи. Мы идем по пути плотнейшего сотрудничества с ведущими российскими производителями. Мы считаем, что российские производители SCUD – это одни из лучших для нашего рынка производителей. Кстати, пользуясь случаем, хочу пригласить на совместный семинар вместе с Parsec 30 июня. Смотрите на сайте Uniyubi в подробности. Там будет все очень подробно про интеграцию расписано, и в дальнейшем мы планируем семинар вместе с GATE. Для нас, производители SCUD – это наши ближайшие партнеры и друзья. И мы говорим, что если вы выбрали Parsec – пользуйтесь им. Если вы выбрали GATE или SIGUR – пользуйтесь им. Терминал является оконечным устройством, и он всего лишь добавит функционала. Он станет вишенкой на торт в вашем существующем вкусном и работающем пироге. Да, при этом хочу еще раз подчеркнуть, что все терминалы Uniyubi имеют полностью открытый API SDK. Мы можем вам предоставить его по запросу, вы можете заполнить форму на нашем сайте, вы можете с ним ознакомиться, посмотреть, какие возможности он предоставляет для интеграции в вашей системе тоже. При этом хочется также заметить, что данными тремя производителями SCUD мы не ограничиваемся. Это именно те производители, с которыми будет поддерживаться полная интеграция. С производителями других SCUD интеграция можно… Если ее еще нет, то при этом вы можете просто подключать терминал как считыватель через Vigant, и пользоваться им как обычным считывательством. Хоть завтра. Да, в любой момент. И сразу дополнительный ответ на вопросы с чата насчет безопасности персональных данных. Значит, все терминалы работают полностью локально, никаких облаков, данные никуда не выгружаются. На самих терминалах все данные зашифрованы. Для этого есть специальная модификация ФСБ о шифровании. И, соответственно, ваши данные в основном будут храниться именно там, где они уже есть, в базе данных вашего SCUD. Ничего, для вас ничего не меняется абсолютно. Если вы сейчас живете со каким-то SCUD, ну, вы с ним и продолжите дальше жить. Также дополнительно, если у нас невозможна полная нативная интеграция, сейчас это вот происходит в данном случае с фигуром, который предоставил свою полностью открытую APSDK. Для всех участников рынка. Мы используем аппаратно-программный комплекс для подключения на базе микроконтроллеров производителя M5ST. В данном случае здесь микроконтроллер является неким связующим звеном. Он преобразует типа базы данных, которые есть уже в SCUD, который под понятием терминалом UniUBI. И, соответственно, синхронизирует базу данных, передает события, то есть наполняет роль посредника-переводчика. Это для тех случаев, когда сам производитель не берется за нативную интеграцию, а выдает, допустим, во внешний мир просто некое стандартизированное API. Тогда мы доводим, как делаем, вот последний штрих вот таким путем. В случаях с людьми, с которыми у нас налажены теплые человеческие и корпоративные взаимоотношения, такие как Gate и Parsec, мы доводим дело до абсолютной безупречной интеграции на уровне самого SCUD. И этот процесс, он расширяется. При этом, соответственно, есть актуальный вопрос при использовании подобных конвертеров или возможных интеграций о том, что базу данных нужно первично загрузить в терминалы. Зачастую передача даже тысячи пользователей может занимать несколько часов. В данном случае можем вас успокоить, что если использовать наш программно-аппаратный комплекс, то скорость достигает примерно одной учетной записи в секунду, что 3600 карточек в час, что, в принципе, в течение часа вы сможете синхронизировать всю базу данных вашего предприятия. Даже очень большого предприятия, металлургического комбината, например, кои являются в том числе нашими клиентами. Также актуальное и достаточно очевидное использование терминалов распознавания лиц – это актуальное для тех же крупных предприятий, а также для различных предприятий, где много транспорта, автоколонны, какие-то логистические предприятия, необходимость алкотестирования сотрудников. Соответственно, здесь представлены на фотографии наши решения совместные с компанией алкотектором, компанией Гейт. Возможно, сценарий использования, что на проходной установлен алкотестер и терминал распознавания лиц. При проходе на предприятие все сотрудники проходят распознавания лиц и попадают на предприятие, те, кому по регламенту необходимо провести алкотестирование, сразу после распознавания лица продуваются, и при соответствии, соответственно, нормам ограничения на выхлоп, они тоже попадают внутрь объекта. Ну, то есть это такая вещь, которая достаточно часто использовалась в каждой по отдельности, ну, а сейчас достигается таким образом стопроцентная достоверность проверки, что именно этот человек прошел именно в это время тестирование, и именно ему дал доступ на объект. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что Россия хоть в какой-то степени пьющая страна. Да, поверьте, в Азии, например, есть страны, в которых гораздо больше такого явления, но есть регламенты, есть требования по безопасности, и это один из инструментов, который мы можем решать. Да, и хочу оговориться сразу, что данное решение не является как таковым медицинским, это именно селективное устройство с решением предварительной селекции. Да, то есть при необходимости, соответственно, повторное исследование уже проходится на верифицированных медицинских приборах в кабинете врача, который находится на предприятии. Также насчет доступа на различные предприятия, такая несколько неожиданная и неочевидная изначально интеграция с кабинами дезинфекции у нас сейчас произошла, соответственно, на каких-то предприятиях, где необходимо прийти в полную дезинфекцию. Эта камера может выступать в виде шлюза с дверью с одной стороны и с другой, или просто на вход, соответственно, терминал в ней фиксирует, что именно вы пришли на предприятие, проверяет температуру, после этого происходит дезинфекция с помощью озона и ультрафиолетового излучения, после этого вас выпускают обратно, и запись о том, что вы прошли дезинфекцию и прибыли на объект, сохраняется с базы данных скуд. Ну, то есть это вот как раз к тому, что интеграции могут быть самые разные просто, и мы вас еще немножко дальше поудивляем, но это вот из таких последних ярких штук. Кстати, если кому нужны такие устройства на предприятии, обращайтесь, мы вам дадим контакт. Это российская вещь. Дальше, скорее, несколько слайдов о нереальных интеграциях в плане того, что их сейчас еще нет. Это идея, варианты использования, которые, я уверен, появились в ближайшее время. Находятся в активном обсуждении с производителями таких систем, и они будут реализованы в ближайшее время, но как по себе, как идея, она очевидна, и даже образцы такие есть. То, что было представлено, на наш взгляд, было несколько кургузы, но можно сделать очень хорошо это. Так, то есть на некоторых объектах и предприятиях все еще нельзя полностью уйти от физических ключей, где-то это просто необходимо, различных электромагнитных воздействий, например, или просто требования совпадают. Ну, в данном случае мы получаем возможность четко фиксировать доступ определенного лица к определенному ключу в определенное время, при этом у нас есть доказательная база, фотография того, что именно Иван Петров взял ключ сегодня в 10 утра. И об этом есть, соответственно, подтверждающая запись. Но продолжаем эту тему, что это могут быть не только ключи, это могут быть различные объекты хранения чего-то для разных людей, такие как постаматы, гардеробные, камеры хранения. Больше не нужно запоминать пин-коды, хранить с собой какую-то карточку, ключ. Терминал будет распознавать вас, регистрировать в момент отдачи и, соответственно, авторизовывать, когда вам нужно забрать. В случае, если это какие-то публичные вещи, то там можно выносить систему с мобильным приложением, когда человек регистрирует свою фотографию через мобильное приложение, и дальше это все дело открывается. То есть можно очень разные интересные комбинации. И да, действительно, как я с вами, господин Олег Грушин, соглашусь, что такие реализации уже есть, потому что, во-первых, а, мы уже ведем такие переговоры с производителями этих систем, во-вторых, да, действительно существует альтернативная реализация других производителей, включая китайских интегрированных систем. Мы говорим о том, что терминалы принципиально позволяют данные решения делать в широкой вариации. Также некая, с одной стороны, и фантазия на тему, но, с другой стороны, довольно практическое решение, что большинство домов сейчас уже оснащены современными двофонными системами, некоторые из них уже оснащены системами распознавания лиц, но знаете ли вы, сколько они стоят? То есть термин «домофон» с уже встроенным распознаванием лиц стоит от 150 тысяч рублей, если же мы говорим про облачное распознавание через обычные домофоны, то эти сервера могут стоить порядка нескольких миллионов рублей в год. Да, безусловно, такие решения есть, они уже используются, но иногда у нас нет целого жилого комплекса, а нам необходимо использовать это на одной или двух дверях. В таком случае мы можем использовать терминальное решение, именно локальное полностью, мы используем терминал распознавания лиц, мы используем практически любой домофон, который поддерживает гигант, к которому можно подключить внешний считыватель карт, и в данном случае при авторизации через терминал распознавания лиц, домофон нас авторизует, дверь открывается, при неавторизации мы, например, в автоматическом режиме можем сразу звонить консьержу. Да, то есть так, что просто вопрос сценария настройки на стороне вызывной панели, это очень просто, это работает, мы показывали это решение на выставке, у нас есть несколько практических кейсов, когда это было внедрено на внутренних зонах, это очень удобно, и это действительно экономит деньги в некоторых случаях, когда просто дорогая панель, а домофонная с распознаванием, она избыточна. Также то, что уже существовало, но не было известно широкому кругу пользователей, это использование именно телемедицины, то есть изначально происходили различные предрейсовые проверки удаленные в автоматизированном режиме с появлением пандемии, с этим столкнулись и обычные люди при посещении врачей удаленно и по скайпу, так сказать. Но в данном случае мы говорим именно о применении на некотором предприятии, где это типовая история, где ежедневно проходят десятки и сотни подобных проверок, где помимо измерения показателей у человека, также включая зачистое алкотестирование, необходимо подтвердить его личность, что именно нужный человек проходит проверку, все его параметры это его параметры, а не кто-то сдает их за него. В данном случае интеграция с системой распознавания ЛИС позволит им, опять же, иметь доказательную базу, кто, во сколько и какие параметры предоставил. В системе оплаты не только в магазинах розничном ритейле, но и на транспорте мы начинаем сталкиваться уже сейчас. Например, в Москве есть пять магазинов с оплатой по лицу, но в ближайшее время, я уверен, их появится гораздо больше, и это просто непаханное поле для применения технологии распознавания ЛИС, которая будет, я уверен, в ближайшие годы повсюду. Она полностью вытеснит карточки и мобильные идентификаторы, как некий переходный период карточек. Ну да, то есть, скорее всего, скоро мы уже за карточкой или за телефоном в карман лазить не будем, это будет неким анахронизмом. Вот, безусловно, здесь возникают определенные опасности и идеологические вещи, но они, скорее всего, как в любом переходном периоде будут преодолеваться. Тут вот как бы разговор пошел, задавался вопрос про всякие там сертификаты 969 для применения на транспорте, при оплатах и в том числе. Сразу оговоримся, что да, мы ввозим продукцию с сертификатом 969, все, что для этого нам нужно, это точное понимание проекта, дальше на конкретную партию оформляется сертификат 969, и да, мы это все запросто можем поставлять с данным сертификатом. Это включая, но не ограничиваясь, безусловно. Ну и здесь дальше, далее везде, как отсылает, опять же, название нашего производителя, что это решения универсальные и повсеместные, их можно подключить в любые возможные системы и использовать по всему. То есть различные системы авторизации в банках, например, используются уже сейчас, оплата в рознице начинает появляться, различные государственные органы обращения, МФЦ, налоговые и так далее, мы очень ждем, когда это появится, где не будет необходимо доскать с собой огромное количество бумажек, где у сотрудника уже будут все наши документы в электронном виде, в момент, когда мы авторизовались при входе в здание. Или подселить его окошечко. Да, подобные системы уже используются на некоторых пограничных пунктах в Европе, мы также ожидаем их использования в ближайшее время практически на всех объектах транспорта. И решение для поликлиник, у нас даже есть такой опыт, при использовании при входе, то есть у нас нет уже регистратуры, у нас просто зарегистрированные пользователи приходят и получают свои услуги. Ну, здесь во многом все зависит от таланта интегратора, его фантазии, скажем честно. Ну, и дальше мы не можем не похвастаться несколькими проектами. В данном случае, как раз, как мы говорили, что это ведомственная поликлиника, в которой был установлен терминал доступа с измерением температуры, это один из федеральных банков, где сотрудники главного офиса измеряют температуру при входе. В общем, вся сеть на сегодняшний момент подключена к этой системе, и они на его примере ряд других банков сейчас тоже учатся, если так можно сказать. У нас огромнейшее количество установок именно в университетах, так как оказалось, что в данный момент это было самое востребованное, причем это университет не только в Москве, но и по всей стране. У нас есть опыт установки на проходных предприятий производственных, в данном случае вы видите как раз фотографию проходной, но этим мы, опять же, не ограничиваемся, это большое количество коммерческих офисов, которые оборудуют терминалы в свой вход, подключаю к уже существующей системе SCUD и интегрирую ее в систему учета рабочего времени, которая, опять же, уже существует и менять ничего не нужно. Вот, кстати, обратите внимание, вход в офис, тут как раз практический кейс подключения терминала к вызывной панели домофона. Да, здесь как раз установлен исчитыватель карт и вызывная панель, и все это работает в комплексе. Ну, так сказать, немножечко покозыряем. Мы тут в последнее время не стояли на месте. Здесь не только конечники, но и технологические партнеры. Вот я хочу сказать, что мы, как компания InPrice, как дистрибутер, да, ответственны за продвижение бренда, и сам вендор, мы отличаемся тем, что мы идем на очень плотный контакт с технологическими партнерами. Мы абсолютно открыты. Мы предлагаем все усилия к тому, что это было полноценное двустороннее взаимодействие. Вот. Так и хочется пошутить на тему того, что, да, да, это как раз было представление компании InPrice Distribution, того самого малозаметного последние 20 лет дистрибутера IT и систем безопасности на рынке. И да, я хотел бы сказать, что мы предоставляем оборудование в тесты, мы предоставляем оборудование в пилотные проекты. Если вам нужно поставить, попробовать 10 прохвосток постов оснастить, мы вам дадим столько. Если у вас... Вот как доказать руководству о том, что это работает? Ну, надо взять и оснастить. Не только проходную, но, естественно, кабинет руководства. А как иначе? Как говорили наши коллеги перед этим, зачастую такие решения все-таки принимаются сверху. Так что просто берем и даем. Подписываем соглашение, вы берете оборудование, тестируете. Ни в чем невозможно никого убедить в наше время, можно только убедиться. Поэтому берите оборудование. Пробуйте. Мы вас проконсультируем, мы вас поддержим. Если у вас есть проблемы с интеграцией, мы договоримся с вашим... Ну, попытаемся, по крайней мере, договориться с вашим вендором-производителем. Будут еще какие-то проблемы, наш технический специалист Никита всегда вам поможет. Ну и сразу на вопросы из чата, которые, я так понимаю, вызывают горячие интересы. Это идентификация происходит на сервере или локально на терминале. Это значит, вся идентификация происходит локально на самом терминале. Это позволяет нам использовать независимые от внешности решения. При этом мы можем использовать дополнительный локальный сервер, на котором мы храним некие дополнительные данные. Но в основном там используется система для массовой настройки, контроля терминалов, для выгрузки отчетов и управления ими. При этом сама она не участвует в процессе идентификации и распознания. И вопрос от Галины о плате и проходе в метро по лицу. Я уверен, что это не просто перспектива, а это неотвратимое наше будущее. Это действительно так и будет. Я вам больше того скажу. Вот я лично видел в Китае в 2019 году, это уже, считайте, два года тому назад, внедренные системы этих терминалов на огромном количестве станций в Шенчжине. Поэтому в нас сиять чаши не минует точно. Это публичок за собой определенные организационно-технические мероприятия на уровне структур Департаментно-информационных технологий городов. Это безусловно, потому что без участия города такие вещи не делаются. Но это будет безусловный и неизбежный прорыв, который вот-вот нас ждет. Мы, кстати, тоже в нем поучаствуем. Спасибо, спасибо. Максим Ярослав, я вместе с нашими участниками вам аплодирую. Вы молодцы. Действительно, очень слаженная работа команды. Я вас не прерывал, у нас нет больше времени на вопросы, но вы очень здорово рассказывали. Действительно, как много можно извлечь при хорошей команде из простой идеи биометрической верификации, например. И вот кейсы, которые вы показали, и будущие в том числе, над которыми сейчас ведется работа. Это очень круто. И у вас действительно очень адекватная работа в чате. Практически у нас не осталось вопросов без ответа. Если такие вопросы остались, то, пожалуйста, пишите нам. Сейчас Никита продублирует наши контакты в чате. Мы на все сразу ответим. Да, Андрей, я прошу прощения. Хочу лично передать привет Дамиру Гебадулину, который здесь задал вопросы. И мы ему потом ответим отлично и лично по поводу интеграции в проекты образования, коих у нас действительно много, Дамир. Спасибо, Дамир, что слушал нас. И всем, кто был с нами сегодня. Спасибо. Замечательно. Действительно, я думаю, ваша команда сегодня была визионерами. И спасибо вам за это. Это очень-очень хорошо. Спасибо. Мы должны пойти дальше. Спасибо. Ну, я получил, как и, я думаю, все участники, настоящее удовольствие от вашего выступления. Вот и Кристина, и другие присоединяются ко мне. Следующий наш выступающий Евгений Варламов, руководитель направления ПСИН, компания Рубеж. Скут Рубеж Страж, когда контроллер сам себе голова, новая архитектура, новые возможности. Тема изменения в архитектуре, подходов к созданию архитектуры, тема очень горячая, живая. Рубеж, компания очень заслуженная, очень известная и уважаемая. Ну, вот какой сплав в результате получается. Слушаем вас с большим удовольствием. Спасибо, Андрей. Коллеги, слышно меня хорошо, надеюсь? Да, слышно хорошо. Презентация на экране. Все, отлично. Тогда разрешите еще раз представиться. Евгений Варламов, руководитель направления ПСИМ и СКУД. И хотел сегодня познакомить вас с нашим относительно новым решением, хотя уже более года мы его представили и уже получили, скажем, положительный опыт после реализации объектов. На несколько десятков объектов уже выполнена инсталляция. И хотел познакомить именно в разрезе с теми уникальными технологическими подходами, которые были реализованы при создании данного продукта. То есть именно через разрез те технологии, которые сейчас уже доступны для вендоров, для производителей, как они помогают решать новые задачи и оптимизировать решения по контролю доступа в таких довольно конкурентных условиях, в которых сейчас находится рынок. Для начала немножко про тренды. Очень много сейчас говорится про тренд, связанный с искусственным интеллектом, в частности, с распознаванием лиц. Мы все видим такой бурный рост запросов и применения данной технологии. Еще также отмечу мобильный доступ, использование телефонов в качестве идентификаторов тоже очень востребовано. Но я хотел немножко сделать акцент на тех трендах технологических, которые, наверное, еще частично ответили, да, частично, может быть, не затронули. Вот что касается вообще, если взглянуть на развитие технологий, да, и в рамках таких концепций, как индустрии 4.0 или интернет вещей, то можно заметить, что устройства, которые ближе, так скажем, находятся к полевым или контроллерам, они начинают насыщаться все большей бизнес-логикой, все больше решений принимают самостоятельно, да, появляются, называемые умные устройства, которые уже способны решать, да. И вот тот, та веха, когда очень многие функции были перенесены на сторону программного обеспечения северного, да, где мы использовали компьютерные технологии северной вычислительной мощности, она уходит в сторону, когда мы уже это распределяем на вычислительные мощности на уровне устройств, да, благодаря вот развитию микроэлектроники и росту вот этих возможностей на базе аппаратных решений, да. Конечно, это отражается и на архитектуре, и на архитектуре SCUD, об этом последние 2-3 года много говорилось, и вот мы, этот подход, о котором говорилось, да, который наше, скажем, будущее, да, мы его уже реализовали. Еще отмечу тренд развития веб-технологий, тоже немножко коллеги говорили сегодня про веб-решения, да, действительно повсеместно, не только в системе безопасности, не только там в системе контроля доступа, но в целом в нашем мире веб-технологии набирают колоссальное значение, да, мы все пользуемся телефонами, мы, разумеется, регулярно пользуемся интернетом, все взаимодействие идет с использованием веб-технологий, и это не может не отразиться на том же рынке труда, где начинающиеся специалисты, они опять же занимаются, выбирая себе профессии, связанные с разработкой веб. Поэтому все больше и больше продуктов используют веб-технологии, и очевидны, конечно, преимущества этого использования. И также отмечу такой тренд, на наш взгляд, поскольку много различных продуктов, интересных вендоров, да, и чтобы заказчику были востребованы все решения, да, конечно, для того, чтобы продукты были совместимы, наверное, наиболее универсальный путь и очевидный, это стандартизация. Стандартизация и открытость вендоров, взаимодействие, вот коллеги тоже выступали об этом, что с точки зрения взаимодействия различных решений очень важно быть открытым, представлять хорошие инструменты и вообще поддерживать некие стандарты. Вот в разрезе данных трендов хотел бы как раз показать, как они реализованы в нашем контроле доступа с Кутру Бештраж, и как раз начать хотел бы с архитектурной, с архитектуры построения системы. Если немножко уйти в исторический экскурс, да, когда появлялись первые сетевые решения, но в первую очередь, да, мы не берем сейчас автономные, а сетевые, как правило, контроллеры взаимодействовали по интерфейсу 485-му последовательному, был, возможно, мастер контроллер, либо сервер, который, собственно, и занимался взаимодействием со всеми контроллерами, прокружал эту информацию и собирал обратно. Следующим витком развития стало использование IP-сети, да, она гораздо быстрее, чем 485-й интерфейс, и с точки зрения, опять же, задействования существующей инфраструктуры заказчика имела преимущество, поэтому появились IP-эзернет контроллеры, да, и это, опять же, следующий, наверное, виток в построении архитектуры. Но все по-прежнему, многие решения, представленные сейчас на рынке, они требуют выделенного сервера со специализированным ПО, которые будут с этими контроллерами взаимодействовать. Ну и вот будущее, которое сейчас уже настает, активно видно это по рынку, говорит о том, что все-таки большая часть функций, она может способна выполняться на уровне контроллеров, благодаря тем самым вычислительным мощностям, то есть когда мы можем отказаться от выделенного сервера, и за счет этого значительно оптимизировать архитектуру и конечное решение для заказчика. Вот классически, да, современная SCUD, она, как правило, строится здесь по такому принципу. То есть, да, есть уровень у нас, как правило, полевого, там, скажем, у нас считывателя, периферия точек доступа, который подключается к контроллеру, как правило, очень там значительно распространен протокол двиганцев, взаимодействие между контроллерами и считывателями является таким стандартом международным, да, чтобы, опять же, границы выбора считывателей для заказчика расширить. А дальше уже контроллеры по Ethernet взаимодействуют с тем самым сервером, а рабочие места, зачастую, опять же, где-то уже по веб-технологиям, где-то по-прежнему через какие-то нативные десктопные приложения взаимодействуют через Ethernet вот с сервером SCUD. Какую архитектуру предлагаем мы, какую архитектуру реализовали в SCUD, рубеж, страж, какие у нее преимущества? Собственно, архитектура представляет из себя группу контроллеров, которые по Ethernet образуют единую систему, единый кластер, это кластерный подход, да, и это позволяет нам использовать вычислительные мощности контроллеров, да, и отказаться от выделенного сервера. То есть нам в этом плане не нужен никакой выделенный сервер, и все это может взаимодействовать в локальной сети. То есть клиенты подключаются через веб-браузер непосредственно к кластеру, к любому, на самом деле, из контроллеров. Дальше я поясню немножко, как работает кластер. Это первое очевидное преимущество, которое позволяет нам уйти от выделенной инфраструктуры и вложений дополнительных. И второй подход, все-таки, это возможность построить многодверный контроллер, который тоже предназначен, вот этот подход для оптимизации решения. Так, видите, вот наши контроллеры, STR20 и APN, они позволяют подключать до 20 считывателей к одному контроллеру. Два интерфейса у них, вот, а самими собой они объединяются в кластер, в единую группу такую, которая полностью взаимодействует между собой, постоянно синхронизируется. Что из себя представляет вот этот кластер, кластерный подход? На самом деле здесь мы, скажем, не первопроходцы. Вот такого тезиса и термина, как кластер на рынке, он уже известен, там, года 4, как минимум, наверное. То есть группа контроллеров, которая между собой постоянно взаимодействует и синхронизируется, да? Просто, извините, в отдельных решениях есть выделенный мастер-контроллер, который взаимодействует, собственно, с софтом, который туда прогружает, забирает информацию. Мы пошли дальше, мы отказались от выделенного сервера и отказались от мастера, сделали полностью децентрализованную систему, когда каждый контроллер, он равен, да? И в каждом контроллере хранится вся база данных пользователей, вся база данных событий, вся база данных, связанных с конфигурацией. И, соответственно, благодаря этому, благодаря полной синхронизации, да, мы можем реализовать различные межконтроллерные связи. Это позволяет быстро, с точки зрения эксплуатации, заменить оборудование в случае выхода из строя. У вас множество резервных копий, да? Мы говорим о том, что у вас надежность с точки зрения бэкапа данных занятно возросла, и в случае выхода из строя контроллера вы спокойно заменяете, это происходит быстро, прописываете ему адрес, добавляете в кластер, и все синхронизируется, работает, да? То есть такие уже удобства с точки зрения эксплуатации системы. Ну и с точки зрения внешней системы, опять же, в любой контроллер можно прогрузить информацию, да, и об этом пользователи, и об этом праве доступа узнает вся система целиком. Вот что из себя представляет кластерный подход, какие преимущества, да, дает вот этот отказ от обязательного выделенного сервера. Разумеется, выделенный сервер означает затраты. В первую очередь, это статья затрат, которая связана с приобретением самого оборудования железа, да, статья затрат, связанная с программным обеспечением. Есть действительно примеры непосредственно бесплатного по на рынке скот, но в большинстве случаев лицензируется программное обеспечение, и все это как бы определенная статья расхода с точки зрения внедрения системы, а с точки зрения эксплуатации нужно непосредственно еще обслуживать всю эту инфраструктуру, которая создается, но, опять же, по времени внедрения тоже надо взял компьютер купить, подобрать, установить ПО, и только потом начать с системой работать. В нашем случае каждый контроллер со встроенным ПО уже предустановленным, это такой мини-сервер, он функционирует на базе непосредственно операционной системы Linux, и он уже на нем ПО установлен, ничего делать не нужно с точки зрения предварительной установки, инсталляции, она, в принципе, не нужна, начинается сразу же настройка. Контроллер подключается в сеть, контроллер подключается к питанию, и начинается контроллером работать вместе с кластером, добавляется контроллер в кластер, и формируется сама уже система, да, выполняются пусконаладочные работы. Благодаря вот этому отказу от сервера, конечно, можно существенно сэкономить на стоимости решения, да, в расчете, особенно на точку доступа. Какие еще производные от этого преимущества мы получаем? В точке зрения децентрализованной системы, да, когда мы говорим о наличии сервера, разумеется, как бы все контроллеры, они, ну, в большинстве случаев, да, которые сейчас представлены на рынке, они поддерживают автономную работу, и в случае отсутствия связи с сервером, они продолжат людей, тех, которых уже заранее были прописаны, запускать, события будут формировать в буфер, и дальше уже транслировать на сервер, когда связь остановится, или, как бы, сервер, там, может быть, если он полностью вышел из строя, то его заменят, да. Здесь же мы говорим о том, что в любом случае, когда у вас либо сервер, либо связь отсутствует, то система не остается полноценной рабочей, да, работоспособной. А что это значит? Что вы нового пользователя системы в этот момент не сможете добавить. Какого-то заблокировать пользователя нежелательного, да, тоже не сможете посмотреть отчеты, кто где находится, весь этот функционал, который реализуется исключительно через сервер, он станет недоступен. И если это просто вопрос в сети, то, в принципе, еще его можно довольно-таки там быстро относительно решить. Да, если вопрос самим оборудованием по какой-то причине вышел из строя, или еще тем более бэкапа нет, то, конечно, ситуация становится довольно критичной, да, у нас есть точка отказа системе. В нашем подходе, при децентрализованном подходе, нет центрального элемента, и потому если какой-либо из контроллеров, один, два, вышли из строя, или связь с ним прервалась, то у вас кластер, полноценная система продолжает работать. Вы можете добавлять людей, получать события о проходах, блокировать, менять права, то есть все это доступно. Как связь восстановилась, вся информация между собой полностью синхронизируется. Это с точки зрения повышения надежности. Ну и еще один такой момент, связанный с резервированием, который тоже позволяет нам предложить, на самом деле, несколько уникальные решения на рынке, которые сейчас, на наш взгляд, мало каких решений можно обеспечить. Если мы вернемся немножко к архитектуре нашей, то заметим преимущество многодверности вот у этой архитектуры, которая в первую очередь связана с тем, что можно оптимизировать бюджет, а на один контроллер множество считателей повесить. Есть и риски, риски связаны как с каналами связи. Вот если в этом сегменте непосредственно пропадет, пропадет непосредственно в этом сегменте связь, или контроллер по какой-то причине вышел из строя, то у вас как бы сегмент на 20 точек доступа, по какой-либо причине он пропадет. Вот чтобы этой проблемы не было и повысить надежность системы заметно, мы предусмотрели два подхода. Первый подход – это резервирование линий связи, то есть два интерфейса 485, их можно объединить в кольцо. И таким образом у вас непосредственно защищается от обрыва линии связи. Вы можете непосредственно, вот видите, здесь в кольцо, вот этот интерфейс 485, можно его закольцевать, и тем самым в случае обрыва связи у вас просто впадается на два сегмента. С точки зрения защиты от самих контроллеров, какой уникальный подход был реализован? Мы можем вот этот сегмент из нескольких точек доступа состоящий начать на одном контроллере, на одном, ввести-вести и закончить на втором. На каждом контроллере два у нас имеется интерфейса 485. Таким образом мы можем так продолжать, такую целую цепочку собирать. Если мы обратимся с вами к классическому IT-решению, это схема резервирования N плюс 1, а-ля RAID-массив, кто сталкивался, и благодаря добавлению всего одного контроллера в систему, мы ее надежность увеличим ровно в два раза, поскольку теперь каждая точка доступа находится под управлением сразу же двух контроллеров. Одного основного и второго резервного. Таким образом, вот возможность одной точки доступа находиться под управлением двух контроллеров сразу же, она, конечно, на сегодняшний день является уникальным, как вот такое решение для повышения надежности в части SCUD и не приводит к какому-то многократному увеличению контроллеров, многократному увеличению стоимости данного решения. Это что касается подхода, связанного именно с бессерверной реализацией. Другая технология, которая позволила, в принципе, такую архитектуру построить, она завязана на международном протоколе, стандарте, это протокол OSDP. Именно благодаря нему мы можем построить такую, реализовать такую архитектуру, где на один у нас контроллер, приходится сразу же несколько OSDP-считателей либо устройств. Модули доступа, это тоже OSDP-устройства. Протокол Vigant, который сейчас является стандартом де-факто, он имеет ряд таких известных в отрасли уже проблем, протокол односторонний. То есть мы можем только получить от считывателя информацию на контроллер и в случае пропадания связи мы не узнаем о том, что это прошло не так. Нужно будет непосредственно к месту связи с тестером, с прибором выяснять, в чем же произошла ситуация. Потому что у нас нет контроля линии связи. Опять же, с точки зрения, если мы рассмотрим смежную систему безопасности, будь то охранная сигнализация, пожарная, видеокамеры, полевые устройства оконечные, линии связи, они, как правило, контролируются уже где-то это законодательно прописано, а где-то просто уже является, ну, обязательной нормой, скажем, просто принимается в отрасли. Вот считыватели SCUD, к сожалению, по протоколу Vigant, являлись таким исключением. Опять же, вопрос защиты информации между считывателем и контроллером по протоколу Vigant, она, в принципе, отсутствует, это слово совсем. Ну, и здесь, кроме этого, есть такие нюансы, как на каждый считыватель Vigant нужно на контроллере иметь свой соответствующий разъем. Поэтому, в принципе, сделать многодверный контроллер на Vigant задача не из простых, длина Vigant ограничена, и на каждой вот этой точке-точке соединения требуется еще там 7 проводов по стандарту, да, поэтому мы обрастаем кабельной продукцией и снижаем надежность. OSDP – это как решение, опять же, решение стандартное, что немаловажно, ассоциация производителей систем безопасности, СИА-ассоциация, она разработала этот стандарт, и благодаря вот лидерам компании HID, в том числе, активно продвигает его в отрасль, на наш взгляд, это как бы очень перспективный протокол, он вот в части между контроллером и считывателем закрывает множество задач и повышает и надежность, и линия двусторонняя можно контролировать, то есть получаем все-таки адресные считыватели, да, и это стандарт, опять же, когда любой вендор, любой контроллер между собой совместим, данные шифруются, непосредственно на одну линию можно подключить несколько считывателей, то есть мы сэкономим длину кабеля, да, то есть нам нужно 4 считывателя подключить, мы используем всего 1-4 проводной, 4 провода в линии используем, да, и опять же, поскольку ОСДП работает поверх 485 реализации, то мы увеличиваем длину связи. Вот если непосредственно мы сравним ОСДП и Викон, да, мы видим все эти преимущества, и шифрование, и, на самом деле, 3 длинолинии, количество проводов, и есть, на самом деле, еще дополнительные функции, работа с текстом, чего нету в Виконде, разумеется, и работа с биометрией, то есть есть такие непосредственно поддержка таких возможностей в протоколе ОСДП, который, опять же, активно развивается, и новый функционал появляется с выпуском новой версии протокола. Что касается веб-технологий, да, о них чуть-чуть немножко говорили, поясню тоже, да, то есть какие преимущества дает веб, как бы, с точки зрения контроля доступа в плане организации рабочих мест, да, как правило, вот если мы говорим про десктопные предложения, они занимают определенное время для установки, инсталляции, у вас есть рабочие места, как правило, еще нужно клиент поставить с той же версии, что и с севера, если вы новое рабочее место организуете уже, когда у вас система запущена, вам нужно иметь соответствующий дистрибутив, иногда эти рабочие места еще и лицензируются, в нашем случае полностью бесплатно предоставляется, то есть нет никакой лицензии за софт встроенной, вот. И, опять же, даже вопрос кучевой не столько в конкретных, как бы, там, деньгах, да, больше во времени и его удобстве работы. Вот когда у вас десктопное предложение, опять же, обновление на сервере, нужно потом обновить еще и клиентские рабочие места, это занимает значительное время и неудобства для работы, да, когда у вас имеется решение на базе веб, вы обновляете только серверную часть, которая в нашем случае реализована на базе контроллеров, то есть обновляете на контроле и прошивку, на клиентских рабочих местах операторов бюро пропусков делать ничего не нужно. Таким образом вы полноценно, как бы, вот, снимаете проблему, да, связанную с затратом времени. Опять же, развертывание нового рабочего места, оно занимает буквально, там, выдали логин, пароль, сформировали, все, браузер открыли и начинает система работать. Опять же, браузер веб-технологии позволяет запускать на разных операционных системах, да, то есть вы можете, как бы, где-то есть требования по кросс-платформности, опять же, легко, благодаря веб-технологии, это использовать. Вот примерно, как может выглядеть, да, веб-интерфейс в нашем случае, там, для этого, вот, работа с картотекой, с персоналом, но и функции, разумеется, как бы, как настройки самой системы, так и функции работы с событиями, с отчетами, они все непосредственно представлены через веб-интерфейс. Что еще в плане дополнительных каких-то характеристик контроля доступа, отмечу, да, помимо того, что, вот, повторюсь, что он построен на базе веб-контроллера со стороны МПО, да, и мы поддерживаем ее SDP, мы, получается, поддерживаем и бессерверную архитектуру, нам не нужен сервер, да, размер вот этого кластера, да, он сейчас расчетно, да, там, 640 считателей, в принципе, на наш взгляд, довольно крупные системы можно построить, то есть 32 контроллера по 20 считателей на контроллерах, но в целом у нас есть решение, да, и при необходимости масштабирования кластеры можно объединять уже на базе программного течения верхнего уровня, у нас уже сейчас есть готовая интеграция с различными программными продуктами, в том числе с продуктами нашей группы компаний, Simr платформа, RVI интегратор, они уже на сегодняшний день могут выступать в качестве такого единого, объединяющего много кластеров систему решения. Вот, по характеристикам тоже техническим, да, количество вот внутри контроллера, соответственно, внутри кластера может находиться, есть у нас интеграция уже на сегодняшний день и с биометрическими решениями, как терминальными готовыми, так и с серверным распознаванием лица тоже, поскольку тренд очень-очень горячий, да, разумеется, здесь мы его обеспечили. С точки зрения применения на объектах транспортной инфраструктуры, у нас есть сертификат 969, полученный в октябре, то есть это тоже как возможность применения на объектах как железнодорожного транспорта, авиации и так далее. И, опять же, отмечу, что у нас с точки зрения взаимодействия с внешними системами, не только системами безопасности, но и с внешними информационными системами, есть тоже интересные кейсы, связанные с интеграцией системой клиники управления, да, информационной системой медицинской. У нас открытые Рестапи доступны и опубликованы на сайте, поэтому любой вендор, любой интегратор может с ним ознакомиться. Есть возможность кастомизации данного контроллера, да, в части вот как раз веб-интерфейса в первую очередь. И это тоже находит применение в определенного рода задачах, будь то там коммерческая жилая недвижимость, да, если в плане, говорит, Рестапи, конечно, спектр применения, он гораздо шире везде, где требуется интеграция с той же системой 1С, системой фитнеса, системой учета расчетов. Здесь, конечно, есть открытый интерфейс, который позволяет такие задачи реализовать довольно быстро, опять же, является неким стандартом в области разработки. Так, коллеги, у меня на этом все, да, давайте теперь по вопросам постарался уложиться. Дмитрий, да, спасибо. Учитывая, что у вас поддержки сейчас в чате нет, давайте в таком блиц-режиме действительно вопросов много, я вам буду помогать. Давайте. Значит, Денис Плюшкин, можно ли развернуть сервер обновлений внутри компании? Смотрите, сервер обновлений внутри компании. Сейчас обновление контроллеров происходит в виде обновления файла прошивки на контроллере, да, то есть, как бы, есть файл в веб-интерфейсе, как домашний, например, на интернет-роутер. Вы заходите, выбираете файл, и он вдавляется у вас в прогресс-бар, вы видите, что все обновилось. То есть, таким образом, сейчас выполняется обновление. То есть, у вас в кластере несколько контроллеров, вы обновили прошивку, и у вас, как бы, все обновление доступно. То есть, таким образом, сейчас отдельный сервер не нужен, то есть, как бы, во внешне, который где-то находится непосредственно в облаке. Ну, смысл вопроса в том, что вот используется какая-то облачная или там публичная, или облако производителя для этих обновлений, или это может в контуре компании происходить? Это все происходит в контуре компании, используется кластер, вообще работает с локальной вычислительной сети компании, и никакого взаимодействия через интернет не требуется, когда мы только не говорим про какие-то сложные проекты, когда несколько городов, разумеется, тогда строится инфраструктура за счет, как бы, интернет-канала. А для взаимодействия вот такого базового никакой интернет-канала не нужен, то есть, это все внутри работает. Просто веб, как браузер, используется как наиболее доступный инструмент. Ну, и 200 контроллеров, которые надо обновить, это нормальная величина, да? Вот уточняет. Ну, смотрите, если контроллеров 200, на самом деле сейчас процедура обновления, разумеется, ее можно и автоматизировать в кластере, но сейчас мы, вот если мы говорим прямо про такую техническую часть, это диалог, диалог пользователей системы, чтобы он мог отслеживать обновление каждого контроллера. Если у вас 200 контроллеров, разумеется, нужно будет понимать, какой-то из них может обновиться, с каким-то, не знаю, у вас есть проблема с Ethernet, со связью, и пошло не так. Поэтому мы, конечно, сейчас к минимуму 200 кликов вам в интерфейсе нужно будет сделать ситуацию. То есть, это осознанная процедура, конечно. Ну, 200 контроллеров у вас будет, к правилу, уже верхний уровень какой-то находиться, какого-то верхнего уровня. Понятно. Спрашивает Максим, где все-таки живет сама серверная часть SCUD, ну, хотя вы обе-серверная. Да, она внутри каждого контроллера, то есть, кластер на каждом контроллере, он себе представляет операционную систему Linux, и на нем софт. Наш софт, программное печенье, рубеж-страж, который встроен в этот контроллер и взаимодействует как между собой контроллеры, так и с внешним миром через веб-технологии. То есть, как бы, и все, что касается управления, что касается реагирования событий, отчеты, это все происходит внутри самого кластера. То есть, вот реакция происходит. А клиенту уже нужно показать события, нужно показать ему пользователей или интерфейс для добавления, или управления. Это на стороне уже браузера реализуется. Уважаемые участники, да, вот здесь хочу подчеркнуть, речь именно идет об иной архитектуре. О подобных архитектурах говорят и те, кто в видеонаблюдении работает, такие peer-to-peer, такие сети, камер, да, то есть, совокупность, это же устройство, да, обеспечивает и вычислительную мощность, и интеллектуализацию и так далее. И здесь тоже речь идет о подобной архитектуре. То есть, я так понимаю, не надо искать, где сервер, да? Правильно, правильно. Надо задавать вопрос о масштабах кластера и, так сказать, местах установки, где он там, периметр, не периметр, вот это. Очень верно. Смотрите, вот вопрос еще бы по поводу масштабного внедрения. Сейчас самый масштабный является на 300 точек доступа, вот реально в эксплуатации, в которой находится объект. Из запроектированных решений, которые у внедрения будут где-то к августу, это порядка 650 точек доступа, как раз уже граница там верхний уровень будет. А в плане масштабного территориально распределенного, где используется по верхнему уровню красная платформа, это порядка 19 офисов, объединенных вместе в одну сеть многоклассно в разных городах. Вот это уже из того, что сейчас уже на сегодняшний день реализовано, и можно при необходимости идти. База данных здесь тоже распределена, потому что, естественно, задают вопрос, а как быть с коллизиями в разных копиях базы данных? Или что будет, если один из контроллеров умер, перехватят ли другие? Если один из контроллеров умер, что бы перехватил, вот мы говорили немножко про архитектуру с резервированием, нужно изначально ее построить так, чтобы те считыватели, которые подключаются к одному контроллеру, физически подключались и ко второму, к резервному. Тогда это произойдет автоматически, то есть надо просто предварительно настроить, что вот этот интерфейс основной, а вот этот интерфейс резервный, и сам софт отработает. Что касается коллизий и синхронизации базы данных, то есть база данных постоянно синхронизируется, разумеется, то есть как бы сами контроллеры шлют так называемые, можно сказать, апдейты, то есть какого-то что-то изменилось. Если на примере, когда у нас сегмент, кластер развалился на два куска, там сядь, сесть, прервалась, и мы с одним и тем же пользователем, с одним и тем же, как бы я говорил, с человеком, работаем из двух систем, что в принципе представить крайне редко можно, то есть у бюро пусков будет подключаться двум контроллерами, работа с ними одновременно. Но в любом случае, если такая ситуация произошла, то коллизия обработается вот сейчас, как бы таким образом, что последнее изменение останется верным системе. То есть если вы человека изменили фамилию, а другой менял на другую, то последнее изменение сохранится. Таким образом, контроллеры постоянно, их база данных сходится к одному единому нормальному виду. Именно поэтому размер контроллера в кластере, он ограничен, поскольку постоянно идет такая синхронизация. На архив какой глубины? 400 тысяч событий. Для расширения архива тоже есть решение. Они не требуют сервера, но могут требовать компьютера. То есть такой, это же опять же, контроллер представляет себя ПО, запущенное на операционной системе Linux, можно его запустить на самом деле на другом компьютере, где, например, какой-то жесткий диск в большем объеме представлен. И как агент, он такой будет писать долгосрочный архив. И решение тоже есть. Понятно. Ну то есть для отказоустойчивости надо иметь некоторые контроллеры. Да. Хорошо. Спасибо большое, Евгений. очень хорошую подняли тему. Она новая. Видите, вопросов очень много. Да, сейчас попробую ответить на остальные. Новых архитектур, мне кажется, просится отдельная тема. Я не знаю, если вы ее поддержите, здорово, потому что я чувствую, что запрос очень большой. Продолжает искать сервер. Да. Так. Да. На самом деле, вопросы важные, которые, вот тоже ОЗП протокол, которую последняя выставка, она подтвердила востребованность, поэтому здесь, я думаю, мы будем активно принимать участие в этой тематике. Отлично. Ждем ваших контактов в чат и пойдем дальше по программе, ну и жду в 15.10 вашего участия в дискуссии. Спасибо. Спасибо, Евгений. Благодарю. Ну, действительно, так и визионерски у нас сегодня получается повестка, много очень нового, и сейчас мы с вами совершаем разворот, уважаемые участники, и в соответствии с нашей хорошей традицией, мы теперь посмотрим на происходящее с позиции заказчиков, тех, кто инвестирует, собственно, в конечные решения, и в эффекты от них. Денис Плюшкин, начальник отдела технических средств охраны, спортмастер, задачи и требования к современной СКУД, от проектирования до интеграции и взаимодействия с IT. Мне нравится особенно, так сказать, последний пункт, потому что, безусловно, технологии в стеке, технологии трансформации находятся, куда же без взаимодействия. Денис, пока не видим вас, но слышим. Коллеги, да, я на связи, я не знаю, что с видео не проходит пока, может быть, проблемы с каналом. Ну, давайте я начну. Походу, может, появится видео. Значит, ну, основной мой посыл будет то, что коллеги очень интересные доклады рассказали, очень осветили, скажем так, то, что есть на данный момент, какие есть решения, а я со стороны уже, с другой совсем стороны, освещу, как бы, расскажу, что получилось на практике у нас в конкретном, ну, как бы, на конкретном объекте, на конкретном бизнес-центре, что именно получилось у нас реализовать, как мы этим пользуемся, довольны, недовольны ли мы современными технологиями. Начну немного с более раннего периода, давайте вернемся к весне 20-го года, когда началась пандемия, поставили не только нам, я думаю, по всему рынку, скажем так, по всем бизнес-центрам и так далее, поставили задачу и по гособъектам тоже температурного контроля, для того, чтобы, ну, скажем так, можно было выводить кого-то в офис, а не всем сидеть на удаленке. Задачу поставили, но, скажем так, во всех больших организациях сначала начинается согласование бюджета, выделение средств и так далее, и так далее. У нас тоже не исключение, компания очень большая, бюрократия есть. Где-то к началу лета мы вышли конкретно на, там, пилотные проекты. К сожалению, вот еще в начале прошлого лета, то есть это ровно год назад, готовых решений было не так много, и они были не того качества, как сейчас. То, что сейчас картина есть на рынке, сейчас, ну, сильно отличалось от того, что было. И мы начали с чего? Мы начали с того, что реализовывали, скажем так, серверные решения. То есть мы использовали терминалы, но мы использовали с них только видеопоток. Видеопоток и значение температуры. Отправляли их на сервер, там мы их верифицировали и уже управляли турникетами и другими исполнительными устройствами. Для этого мы протестировали всех основных лидеров по распознаванию лиц, выбрали нужных, как бы, и правильных, ну, скажем, хорошо работающих вендоров именно по распознаванию. К ним вопросов никаких не было. Ребята, ну, как бы, уже на тот момент реализовали технологию, все хорошо работало. Но вот с самими терминалами были проблемы. мы не могли, мы теряли данные, мы теряли данные по температуре, мы просто банально теряли данные по, скажем так, по измеренным данный конкретный момент температуры данным. Ну, и само измерение было, ну, скажем так, на очень низком уровне. И мы запустили, все это сделали и сильно расстроились. Слава Богу, что примерно к началу осени мы, ну, скажем так, нам посоветовали тоже коллеги на рынке и мы нашли более качественное решение. То есть, мы нашли Юни Юби, он же Росгард, мы нашли Зекотека и вот эти вот, скажем так, решения позволили нам уже идти дальше. Честно скажу, что, ну, благодаря им мы на сегодняшний день, ну, забегу вперед, очень довольны современными технологиями распознавания лиц, измерения температуры, которые реализованы на локальных распределенных терминалах. Так, скажем, сейчас, секунду. Основное, что у нас получилось? Мы оставили штатный функционал работы распознавания лиц на терминале. Мы оставили штатную работу измерения температуры на терминале. Мы смогли подключить данное устройство к нашей существующей системе контроля доступа. Конкретно, у нас на Перко С20 все было организовано, и благодаря тому, что у коллег уже был готовый модуль интеграции, мы смогли буквально за неделю установить оборудование и запустить его в тестовом варианте. После этого нам просто осталось дозакупить и провести нужную интеграцию. Все, у нас система была запущена. скажем так, если в классической схеме мы как действуем? Мы проектируем турникеты, проектируем систему SCUD, монтируем терминалы, запускаем все это дело, интегрируемся с кадрами, организовываем полностью всю систему, после этого запускаем и смотрим, какой результат мы получили. Благодаря тому, что уже есть готовые модули интеграции с лидерами рынка по системам контроля доступа, мы смогли протестировать и протестировать не просто в каких-то лабораторных условиях, мы смогли протестировать реально на проходной бизнес-центра, что нам дает данная система, как она работает, и доустановить оставшееся оборудование и уже сдавать всю систему, грубо говоря, в комплексе. Это, ну, я считаю, что это, ну, это наше будущее, и это конкретный плюс, когда есть готовые модули интеграции со всеми лидерами рынка. Дальше, что мы получили вообще в итоге? Ну, скажем так, основное, что мы получили, я вам визуализирую, это вот конкретно можете приехать, там, Качновский проезд, мы убрали охранников, слава богу, вот этого измерения ручными измерительными температуры, которые, ну, про точность я молчу, главное, что контакта охранника с людьми мы исключили уже осенью 2020 года, все, это исключено. Мы не потеряли практически в скорости прохода, то есть скорость, пропускная способность нашей системы, она не уменьшилась. Мы используем двухфакторную идентификацию, человек может пройти как по карте, так и по лицу, при этом и при проходе по карте и при проходе по лицу происходит измерение температуры. Измерение температуры только на входе, на выходе выход, ну, только по идентификатору. За счет этого мы измеряем температуру как сотрудникам компании, так и гостям. Это не имеет значения. Гостям выдали временный пропуск, но он проходит точно так же только при измерении температуры. мы имеем возможность верификации наличия защитной маски. Мы можем заблокировать проход без наличия защитной маски или мы можем просто оповещать. Мы сначала блокировали, но сейчас уже стала ситуация лучше, мы просто оповещаем входящих людей о том, что вам необходимо надеть маску. Детекция маски работает идеально. распознавание лиц. Мы действительно пользуемся распознаванием лиц, и мы не просто им пользуемся, а если поначалу было небольшое отторжение, то сейчас на данный момент наоборот нам пишут письма о том, почему меня плохо распознает, я хочу ходить по распознаванию, и мы обновляем фотографию людям, потому что мы запустили всю систему, ну, скажем так, мы запустили ее буквально за несколько недель, и мы не обновляли базу лиц у всех сотрудников. Мы взяли существующую базу лиц на портале, а эта база лиц, ну, понимаете, она разного качества, от 50 пикселей до 1000 пикселей, соответственно, работа, распознавание у всех людей разная. Но как только мы обновляем сотруднику фотографию, он отлично проходит, проходит в маске, что было необходимым условием, и, решений-то много на рынке с терминалом, но вот на тот момент, на осень 2020 года, очень мало было решений, которые действительно могли работать с маской, просто единицы, вот одно из них мы реализовали. И, естественно, что немаловажный фактор, что мы использовали существующий скуд и существующие карты доступа, это, ну, очень сильно ускорило внедрение, потому что были решения, которые тоже показали себя очень хорошо, но технически мы не могли их внедрить на тех же картах, например, на картах Еммарин, и делать параллельную как бы идентификацию, как по лицу, так и по карте. Дизайн. Ну, тут на самом деле немаловажный тоже момент, потому что много решений смотрели, и решения по дизайну, по внешнему виду и по кронштейну тоже не у всех есть качественные, то, что, скажем так, нам одобрило там даже наши коллеги, которые очень щепетильные к этому вопросу. Лично от меня могу сказать, что я очень доволен. Забыл пропуск, ты проходишь по лицу, тебя это никак не держит, не надо выписывать себе временный пропуск. Не надо оттянуться за этим физическим идентификатором. Дальше мы пойдем еще больше. У нас в планах использовать NFC для того, чтобы, ну, все равно есть какие-то исключения, к исключениям сейчас позже вернусь, для того, чтобы NFC через приложение, причем приложение свое, корпоративное нашей компании. По качеству распознавания, ну, вот для понимания, к сожалению, у нас еще в доработке модуля, скажем так, который будет, с помощью которого мы сможем больше статистики собирать и смотреть, скажем так, верифицировать лучшее именно качество распознавания. Но вот на данный момент за, ну, не год, но почти уже скоро году будет, подойдет время эксплуатации, у меня не было ни разу никаких проблем с проходом по данной системе. по жалобам, все жалобы связаны в основном с тем, что, ну, к сожалению, когда люди одевают маску, причем одевают ее, ну, правильно, до, почти до глаз одевают, и у них прическа такая, что она закрывает лоб и половину глаз, да, в этих случаях система не работает. Ну, к сожалению, победить это, я думаю, что не сможет ни одна система. ну, по крайней мере, таких систем я пока не видел, когда у вас закрыто почти там 90 там или 80 процентов лица, система просто работать не может. Да, это, ну, к сожалению, это реальность, поэтому должен оставаться некий физический идентификатор, по которому человек может всегда пройти. У него есть всегда выбор, что использовать для прохода. Из того, как проходил процесс внедрения, и как это все примерно выглядит, вот это вот упрощенная на экране у вас сейчас схема интеграции в двух словах, ну, исполнительное устройство, с этим все понятно. Вот самих тех самых модулей распознавания мы использовали Vigant, дальше мы его преобразовывали в RS-485, передаем на перка, там мы получаем все идентификаторы людей, которые проходят, там же мы получаем через модуль интеграции Росгарда, всю информацию по температуре, с которой люди проходят, как гостей, так и всех сотрудников. Соответственно, мы, эти данные, мы все передаем в CM, CM логирует, но логирует не только эти данные, но у нас еще дополнительно есть модуль, ну, не скажем, не то, чтобы модуль, мы интегрирован CM коллегами из управления информационной безопасности, собираем все данные по логинам, по всем системам, по авторизации по всем системам, для того, чтобы дополнительно собирать данные по работе, удаленной работе всех коллег. Все эти данные далее передаются в систему SURV, где они визуализируются, скажем так, дополнительно у нас реализована динамическая система бронирования автомашин, потому что, скажем так, после того, как мы пришли в современные реалии послепандемические и парковка, постоянное бронирование никому не нужна, естественно, что удобнее сделать динамическую систему бронирования. Это все тоже через систему SURV, через, вместе с айтишниками мы реализовали и все это вместе приходит потом в нашу систему контроля доступа для того, чтобы управлять швакбаумами. Поддержка системы. Для того, чтобы управлять этой системой, она у нас там порядка 4000 сотрудников, и причем это тоже распределенная система, это не один бизнес-центр, это у нас, кроме нашего бизнес-центра, у нас еще есть два офиса, единственное, что там пока мы не ставили такую же систему, но система SCUD у нас единая. Так вот, для того, чтобы ее поддерживать адекватно и не заниматься ручной работой, реализовали интеграцию с кадрами. То есть, люди приходят при устройстве на работу, кадры, девочки их там фотографируют, заводят в систему, и они автоматически появляются у нас. Единственное, чем мы управляем, там, это группами доступа. В принципе, в двух словах все, наверное, что я хотел сказать. Единственное, хочу добавить, ну, первое, я считаю, что будущее за качественными продуктами, именно коллеги Юниюби, Русгард, то, что они привезли, то, что они сделали, это качественный продукт, и именно он будет завоевывать рынок. Дополнительно, что к этому поможет коллегам завоевать рынок. Это открытые стандарты, действительно. То есть, это API, SDK, открытый, в общем доступе, качественно реализованный, позволяющий, ну, всем участникам рынка получить к ним доступ и интегрировать свою систему. Третье, очень здорово, когда есть готовые решения, уже готовые модули интеграции со всеми лидерами SCUD. Это тоже позволяет быстро внедрять эти решения к себе в компанию. Ну, минусы, скажем так, глобальных минусов нет. Основной минус только в том, что, ну, даже не то, чтобы минус, а надо понимать, что вся эта система, она требует внимания, она требует специалистов, она требует технической поддержки, она требует постоянного к себе внимания и постоянной работы с ней. слава богу, как бы, очень рад, что коллеги, опять-таки, тоже живут по современным стандартам, и они постоянно помогают, обновляют свое ПО, встроенное ПО, как от производителя, так и сами. В принципе, у меня все. Я так понимаю... Спасибо. Денис, спасибо. Вот такая впечатляющая картина, действительно, целая история получилась, да, то есть, сперва поиск и, казалось бы, тупик, но было найдено решение, по совпадению решение состоит в том числе из компонентов, которые наши сегодняшние докладчики поставляют или представляют рынку, что, конечно, большой плюс им в карму. Вот есть несколько вопросов здесь. Ну, давайте вот начнем с вопроса Олега Грушина, да, вот, вы появились у нас. Я понял, да, в чем вы пробовали. Да, на фоне окна. Да, ну, то есть, все равно выглядите загадочно за счет... Понимаю, ну, такой кабинет. Засвечения, Значит, чем удобнее камера терминал, камера установлен под потолком. С точки зрения дизайна камера предпочтительнее, говорит Олег Грушин. Как вот вы думали об этом, выбирали, была ли такая развивка терминала или камера под потолком? Так, Денис, ну, вот камера. О, вот, сейчас со связью все хорошо. Я слышал вопрос, по крайней мере, начало. Ну, слушайте, качество распознавания и выделение зоны, главное, распознавания, и зоны именно на конкретный проход турникета, он всегда проще и угол правильнее. Это повышает качество распознавания. Уверяю вас, когда люди идут зимой в головных уборах и вы ставите камеру с потолка, у вас будут, ну, серьезные проблемы для того, чтобы под этим углом непосредственно вот по данному проходу верифицировать человека. Качество улучшается. Я не говорю, что невозможно работать с потолка, но это намного удобнее, когда это находится на турникете. Ну, вот с вами Владимир Улиско тоже соглашается, что когда большой поток, то сложно вычленять зоны для прохода, ну, кстати, Олег, хочу вам сказать, вот сейчас грушу, но обращаюсь, что Департамент информационной технологии Москвы нам говорит, что, например, спрос на картинку с камер, или так, да, с видеодатчиков, так скажем, установленных на уровне лица, да, он значительно больше и со стороны правоохранителей и так далее. то есть в планах города, например, камеры, установленные где-то на уровне человеческого роста и чуть ниже, они заняли, получают сейчас намного больше приоритет. Так, поэтому, да, у меня еще к вам, Денис, вот какой вопрос. Вы не спроставить упоминали API, то есть открытые стандарты, то есть, и вы упоминали также корпоративные приложения, значит ли это, что вам для того, чтобы вот так быстро совершить разворот и реализовать такие хорошо работающие решения, пришлось использовать какие-то ресурсы внутренних девелоперов, или вы все-таки полагали здесь на аутсорсинг, на интеграторов? То есть, кто... Нет, в данном случае мы внутренними силами реализовывали, то есть, у нас была, мы использовали готовое решение от Росгарда для того, чтобы сделать интеграцию терминалов вместе с перка, это как бы одно решение, один, ну, как бы, кусок интеграции, а второй кусок интеграции это для того, чтобы в перка получить все необходимые данные из систем, скажем так, кадрового учета, там мы использовали внутренние ресурсы, и там использовали SDK перка для того, чтобы все это реализовать. Третий кусок, скажем так, мы использовали аутсорс коллег из CM, для того, чтобы из перка получать все данные из базы данных, заливать их в CM. Да, вот эта часть мне, кстати, очень понравилась в вашем выступлении, то, что у вас с коллегами из информационной безопасности здесь нашлись общие задачи, и было, и вы действительно используете и данные, ну, и в CM даете, логи, вот, ну, и дальше они там в какой-то общей бизнес-логике уже участвуют, в частности, помогают с удаленными рабочими местами или задачами гибкого распределения парковочных мест, рабочие места тоже это позволяет гибко распределять, если там гибридный режим работы. Вот сейчас как раз занимаемся этим, у нас, так скажем, в пилотном режиме будет реализовываться киоск виртуальный, для того, чтобы коллеги могли как удаленно себе забронировать место, так и, если они уже пришли в офис, они могут прямо в офисе на входе точно так же забронировать себе в каворкинге рабочее место. Это красиво, если это на базе этой системы. Это красиво, потому что, знаете, много дискуссий на тему общих задач или общих потоков данных в системе информационной безопасности, да, вот примеров не так много, и ваш пример очень хороший, видите, он вам упрощает получение эффектов, и мне кажется, это очень ценный опыт. Ну, всем очень рекомендую, да, синергия получается сумасшедшая. А если говорить о разработке, это были ваши айтишники в качестве разработчиков, или у вас внутри отдела технических средств охраны есть группа разработчиков, то есть, кто этим занимался? У нас есть айтишники, разработчики, у них как и сами, так и на аутсорсе, плюс, ну, вот сейчас мы в процессе, еще мы отдельно, ну, своим отделом нанимаем аутсорс внешний, для того, чтобы там их написать отдельный модуль, мы хотим там видеть больше данных, для того, чтобы именно, ну, скажем так, для отладки системы, мы хотим больше технической информации получать. Правильно ли я понимаю, что вам не потребовался интегратор на то, чтобы найти вот выход на правильную траекторию движения? К сожалению, ну, на тот момент, ну, мы не могли выходить там на рынок больших интеграторов, потому что это довольно долговременный проект, и у нас просто были свои силы, свое понимание, как работает эта вся система, поэтому мы, по большей части, мы решили все сами. Самое главное, мы смогли спроектировать архитектуру и понимать, куда двигаться, а дальше уже по очереди подключать всех нужных коллег. Ну, это круто. Вы знаете, вот на прошлой неделе выступали ваши коллеги из логистики, да, ну, не из вашей компании конкретно, но тоже все, очень много решений такого класса low-code, да, создано даже не не девелоперами, да, а с использованием, собственно, low-code, low-code решений, вот, без использования, без привлечения интеграторов, то есть, наверное, это тоже определенный тренд, хотя вас, конечно, ситуация вынудила к этому, но я вас поздравляю, это очень хороший пример. Вы в дальнейшем таким же путем пойдете? Ведь потенциал, видите, внутренние разработки и архитектуры... Ну, если честно, то тут комбинированная схема, я считаю, что всегда, конечно, да, если есть возможность, надо использовать внутренние силы, но внешние силы и в том числе использование интеграторов, без этого двигаться дальше тоже тяжело. Поэтому для серьезных задач, например, зачастую они используются. Причем, я больше скажу, вот IT, когда нам помогали, они часть задач решали внешними интеграторами, не своими силами. Поэтому тут грамотная комбинация всех решений. Ну, главное, да, что вы сумели оркестровать работу команд у себя внутри, это здорово. Я думаю, это вот... Вы не останавливались на этом отдельно, но я вас поздравляю, потому что результат говорит о том, что вам это хорошо удалось сделать. Так, в плане развития вы упоминали NFC, вы упоминали мобильный доступ, в том числе с использованием корпоративного приложения. Так, что еще есть в планах, ну, вот что, так сказать, логично вытекает из-за того, что? Ну, логично только еще увеличить, скажем так, распределенные системы и по всей России все офисы мы, наверное, со временем тоже подключим к этой системе, так или иначе, потому что ограничений на данный момент технических у нас для этого нет. Ясно. Задавали у себя вопрос, удалось ли вашим командам, ну, и вашей, и вашим айтишникам, может быть, создать какое-то решение, которое может превратиться в продукт? Почему спрашиваю? Потому что все больше интересных продуктов рождается из лаборатории внутри крупных заказчиков. Ну, таким, так вот. Я понимаю вас, я понимаю вас. Ну, мы обсуждали это, но на цель, мы пока внутри компании мы не переломили этот тренд для того, чтобы действительно у нас есть решения внутри компании, с которыми можно выходить, но тут как бы немножко сложно именно внутри компании, внутри учредителей и так далее, и так далее, внутри правления решить, что действительно мы пойдем в этом направлении. Поэтому, ну, возможно, это ближайшее будущее, посмотрим. Ну, и возможно, это как раз вопрос для консультации с возможными партнерами, которые могли бы это решение потом продвигать. Потому что, да, превращение центра затрат в центр прибыли зачастую приводит к дискуссиям в руководящем звене. Это мы знаем и по промышленным компаниям, и по ритейлу. Но, да, я рад, что вы чувствуете, что вы наработали ценности. Спасибо вам большое, очень хорошее выступление, Денис, и главное, что очень приятно, что вам удалось найти такое грамотное, инженерное, организационное и управленческое решение. Спасибо. Вам спасибо. Жду вашего участия в дискуссии, и перед ней еще одно выступление нам предстоит выслушать. Это выступление Александра Виноградова, которого я сейчас приглашаю в эфир. Александр – специалист по защите информации, который в одном из крупнейших российских предприятий пищевого производства работает вместе с командой над задачами построения эффективной среды СКУД. И, собственно, мне нравится, что речь пойдет именно о задачах, так, может быть, о пути, об ограничениях некоторых, граничных условиях, и мы будем иметь возможность дальше обсудить это в том числе в ходе нашей предстоящей дискуссии. Пожалуйста, Александр, здравствуйте. Добрый день, как меня слышно? Отлично слышно, видно и презентацию тоже, как я вас на экране. Ну, у меня больше будет вопросов действительно не по внедрению, а по разработке, поскольку сейчас мы находимся именно в состоянии разработки. У нас сейчас существует рабочая площадка, где основное производство, и также строится дополнительная площадка, где будет расположена очень большое производство дополнительное. Как и любая система ОСКУД, с чего бы я хотел начать свое выступление, это система, которая живет, ну, и это понятно всем, которая проходит свои определенные этапы жизни. Это как живой организм. И, в принципе, можно выделить, скажу, наверное, какая-то банальность, что она проходит определенные стадии развития. и вот я бы хотел начать с них, чтобы потихонечку рассказать о своих проблемах, с чем я столкнулся на данный момент, на момент проектирования эксплуатации существующей и именно внедрения новой системы, проектирования по внедрению новой системы. Первое, это постановка задач для ОСКУДа, которую он должен будет выполнять в процессе своей эксплуатации. Очень часто заказчики, ну, в данном случае, это, как сказать, заинтересованные службы, которые именно запрашивают ее внедрение, сталкиваются с ситуацией, что они хотят ограничить доступ, ограничить посещение людей, выход из рабочей зоны и посещение посторонних людьми рабочих зон различных цехов, поскольку все-таки пищевое производство это прежде всего санитария и попадание различных факторов, нежелательных в готовую продукцию из сырья недопустимо. Но, к сожалению, многие из людей просто не до конца понимают, с кем я общаюсь, о том, что это будет стоить, какие, в конце концов, мы должны получить эффекты от этого выполнения. Второе, это непосредственно проектирование, то есть, когда мы получили задание, когда нам поставлена была задачка, мы должны приступить к проектированию системы контроля доступа. На данном этапе мы, я бы сказал, должны запланировать нервную систему, по которой будут передаваться сигналы от окончания механизмов до сервера и серверов с Куда и обратно. Тут, в данном случае, больших таких вопросов, если все правильно построить, наверное, не возникает. Если нет вопросов с архитектурой, с коммуникацией, но очень часто, к сожалению, сложилась такая ситуация, может быть, в центральных городах это сейчас уже переламывается, но у нас, к сожалению, на личном опыте, скажу, при проектировании даже крупных каких-то объектов, чаще всего система, своботочная система, она не планируется как основная, параллельно с системами силовых кабелей. То есть, всегда система скот, независимо скот, сеть, своботочка, это всегда дополнительные системы. После того, как мы все-таки запланировали, договорились с проектировщиками, которые разрабатывают здания, о том, что да, мы готовы вот так идти, мы начинаем подборку конкретного оборудования, чтобы мы могли начать работать, перейти к следующим этапам. Тут тоже немножко возникают вопросы, исходя из того, что, какой оно должно выполнять задачу, как оно будет все реализовывать, за счет чего. Я вам перелистнул один слайд, правильно? Да, 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 извините, прошу прощения, немножко волнуюсь, извините, я встречаю первый раз, и вы. Исходя из того, что мы подобрали оборудование, мы должны непосредственно осметить данный проект, исходя из того, что какие кабеля, какая длина их, соответственно, и какое оборудование мы будем приобретать. Один из самых тяжелых этапов по моему опыту, я думаю, многие интеграторы со мной согласятся, это четвертый пункт, это утверждение проекта, по которым с заказчиком, с финансовым отделом и так далее. Поскольку чаще всего, когда ты приходишь с готовым решением, с проектом, с оборудованием, уже с готовыми коммерческими предложениями, тебе говорят, господа, вы слишком много заложили в данный проект, мы готовы вырезать ваш проект процентов на 80-70, и тогда вы можете подойти к нам повторно. Поэтому чаще всего вот этот вопрос, он очень такой болезненный, и, к сожалению, для меня он до сих пор остается очень тяжелым. И очень часто я этот проект, этот пункт, независимо от осколд, потому что я занимаюсь еще потихоньку видеонаблюдением в нашей организации, с технической стороной системы защиты. Защита информации в том числе, и приходится с этими четвертым пунктом подходить несколько раз к финансовому отделу и к совету директоров. После того, как мы все-таки закончили, утвердили проект, мы монтируем трассы. и оборудование переходят, должны перейти к монтажу. Иногда скажу, что да, люди, которые выполняют все это замечательно, чаще всего возникают проблемы на этапе монтажа, ну и так далее. Но это не суть. Пусконаладка скуд, это будет следующий этап, которым включает в себя основные этапы того, как наша система будет работать, какие будут выявлены это счеты при монтаже. После того, как мы приняли систему, мы должны перейти к эксплуатации. вот тут начинается самая интересная структура нашей жизни и деятельности. Самый интенсивный этап жизни нашей системы. Ну и последний этап, как у любой системы, которая может достигнуть своего апогея. Апогея это либо решение о ее демонтаже при принятии решения о том, что она нам не подходит, или же полная модернизация с вложением больших средств. вот исходя из того, что я из того, что я сейчас перечислил, так, что-то, прошу прощения, как-то у меня другие слайды выходят. А, вот все, спасибо. Я бы хотел именно на основании своего опыта перейти по тем проблемам, с которыми я сталкиваюсь ежедневно на каждом сталкиваюсь ежедневно при эксплуатации текущей системы, которая используется, и тем, что мы готовы, и тем, что я, в принципе, ожидаю при проектировании, при эксплуатации нового площадки. Начнем с того, что сейчас, что у нас происходит с эксплуатацией. Система, которую мы сейчас используем, достаточно старая. По поводу API интеграции здесь ничего не предусмотрено. Этой системе поэтка более 10 лет. И начинал я ее практически с нуля. Внедрялась она на моих глазах. К сожалению, перевод на более современные рамки ее пока что не предусмотрен по одной простой причине. Вложение очень... Я пытался оценить переход на новую систему, более современные по... Но, к сожалению, переход своими силами мы не можем осуществить, поскольку у нас не настолько большой штат технических сотрудников, занимающихся именно этим видом деятельности. А сторонние интеграторы, к сожалению, за просто очень большие деньги. Кроме того, накладывается большая специфика работы, ограничение, что мы работаем 24 на 7. То бишь, у нас круглосуточная работа предприятия, и остановить, к сожалению, я не могу ни один из цехов, то есть я вынужден буду либо пойти на какие-то временные, может быть, ограничения в плане контроля доступа, потому что я либо должен открыть дверь, либо дать так называемый доступ всем, везде, для всех, что в принципе не очень хорошо отразится на санитарных нормах наших цехов. То есть люди будут попадать, когда они захотят туда угодно и выходить когда угодно из цехов, поскольку все-таки у нас регламент работы очень строгий. Пищевые предприятия это прежде всего строгая санитария, строгий регламент выполнения технических операций и безостановочная работа конвейеров. что касается проектирования нового завода, туда сейчас именно, вот я повторюсь, негативная практика по отношению к слаботочным линиям. И что для меня немножко все-таки важна, важная ситуация, поскольку я связан еще немножко с видеонаблюдением, это то, что нету готового единого стандарта. Да, API может быть применяться, но это применяется специалистами, которые являются либо это должны быть программисты, либо готовые разработчики. К сожалению, у нас нет такого штата, который мог бы готовый, например, как на видеонаблюдении OnViv, который подразумевает работу всего оборудования со всеми, что касается IP-камер, к сожалению, SCUD-а пока что еще не существует. Когда я могу взять, например, контроллер существующего, который установлен, и без проблем каких-либо интегрировать его в, например, систему, даже с какие-то ограничениями, это будет, скажем, не турникет, а какой-то виртуальная дверь с какими-то там двумя, условно говоря, замками, то есть да, у меня не будет сигнала, скажем, с турникетом о том, что человек прошел по кнопке, например, или это будет, не будет у меня возможности интеграции по каких-то другим параметрам, например, биометрия, но мне будет достаточно того, что это будет просто какая-то виртуальная дверь с замком и с отсчитывателем. К сожалению, готовых решений между производителями нет. Общался я как с российскими производителями, так и с поставщиками европейского оборудования. К сожалению, все сводят к одному, что ваше оборудование нужно менять, увы, то есть, либо покупать софт сторонних разработчиков и, соответственно, платить двойные деньги. Кроме того, одним из основных еще проблем с Кудатой, я бы хотел выразить, это как бы это постоянная модернизация, ну, это как бы это плюс любого производства, потому что оно тоже живое, оно должно модернизироваться, должно меняться оборудование и так далее. Но, к сожалению, очень часто при замене старого оборудования на новое, оно не вписывается в те или иные рамки помещений, стены каким-то образом меняют свою конфигурацию, меняют, переносятся какие-то проходы технологические, соответственно, происходит перенос кудов, но это еще полбеды. Когда у вас, например, для подвода более мощной электрической сети к новым оборудованию через вашу линию проходит кабель, который несет в себе 380 вольт и у вас половина контроллеров просто начинает отпадать в какой-то момент времени, вы начинаете просто веселиться, искать причину. Да, были у меня такие ситуации, когда мы смонтировали полностью готовый участок, интегрировали, он работал без проблем два года, установили новое оборудование и у нас начались опадать двери после определенного, в определенном месте. Долго искали обрыв, где-то думали перебила кабель, оказался всего лишь навсего мощный кабель с высоким напряжением и с большими наводками. Пришлось остановить скуды на день, перенести кабеля в сторону и, соответственно, решить эту проблему. Дальше еще к тому, что интеграция, это, к сожалению, действительно, мы не можем оперативно принимать решение о переходе. То есть, когда мы делаем, мы выбрали систему, мы ее установили, она у нас все прекрасно работает до какого-то момента времени и когда мы пытаемся находим какие-то вопросы, то есть, которые, например, мы готовы заплатить за софт, но и чтобы перейти на него, потому что там более полный функционал, мы не можем перейти, потому что, опять же, да, нужно именно интеграция, которая, к сожалению, подразумевает большие расходы. Непосредственно теперь бы я хотел перейти к вопросам, может быть, это будет больше заданный вопрос к нашим поставщикам, которые, даже не поставщикам, а к производству, производителям оборудования, которые именно выпускают. Сейчас, при проектировании нового завода, я пытаюсь именно выбрать то оборудование, которое бы дало нам максимальный эффект. В плане, во-первых, отсечения нежелательных перемещений работников, это полная идентификация, местонахождение работника в данный момент на территории, где он находится, в цеху, в таком или в таком, находится он либо в цехе убоя, либо в цехе разделки туш, либо в цехе готовой продукции. Но, к сожалению, на своем опыте я столкнулся с такими ситуациями. Это агрессивная среда. Пищевая промышленность, как еще раз повторюсь, санитария. Это ежедневная обработка помещений, есть перерывы технологические, когда происходит ежедневная обработка помещений, периодическая, раз в полдня, она на час останавливается, и происходит обработка стен. При этой обработке происходит очень агрессивно, используются очень агрессивные вещества. Прошу прощения. Происходит очень агрессивно, используются очень агрессивные среды. На примере тех же самых камер, считыватель, которые залиты эпоксидной смолой, потому что либо мы покупали такие, либо заказывали, либо сами пытались заливать. К сожалению, срок службы из залитых считывателей обычно составляет не более двух лет. Камеры внутри цехов, покрытые порошком, изготовленные из алюминиевого сплава и покрытые порошком, выходят не более года. После этого происходит разрушение просто металла. Соответственно, выбор того оборудования, которое будет использоваться при идентификации непосредственно в производственных помещениях, это достаточно очень болезненно для меня тема. Поскольку вот здесь я немножко для себя выписал те параметры, по которым я пытаюсь себе подобрать. Я выписал основные идентификаторы, которые сейчас участвуют на рынке, группы идентификаторов. То есть считыватели RFID, это карты, ключи и так далее, может быть, NFC и так далее. Идентификации по отпечатку пальцев, то есть это считыватели, идентификации по венам ладони и видеоидентификации. По подделке, либо же подмена, либо это копирование, к сожалению, в карте RFID это самая слабая и неустойчивая система по защите. Потому что у нас-то, если у предыдущего спикера, у них есть бронирование мест, то, к сожалению, у нас доступ на стоянки для работников является немножко хаотичным. То есть у нас просто выдано определенное количество людей пропуска, которые заезжают на стоянки. И многие люди пытаются, вновь прибывшие, они каким-то образом делают копии у знакомых и так далее, карт, и заезжают туда без разрешения, те самые нагружая или перегружая стояночные места. Идентификация по отпечатку пальцев, к сожалению, это да, это более стойкая вещь, плюсом идентификации по венам ладони, я считаю, что это бесконтактный способ идентификации, то есть мы просто подносим руку к считывателю и он нас идентифицирует. Отпечаток пальцев, к сожалению, увы, он подразумевает под собой касание считывающего элемента, и, соответственно, это немножко не очень хорошо даже на проходных. Видеоидентификация, опять же, тоже поддержу предыдущего спикера, 90% лица, когда закрыто больше 90% лица, оно не проходит. У нас же требование непосредственно проход маски, если ты идешь в цех, это маска, это обязательно головной убор, то есть маска где-то должна быть правильно, и если ты одел маску неправильно, тебя могут наказать финансово, потому что все-таки санитария – это основа нашей жизни. Соответственно, видеоидентификация у нас, к сожалению, немножко не проходит, увы, и плюс еще, да, хочу повторить, агрессивные среды. Даже перед производственными помещениями, где люди просто заходят в цех, тоже достаточно часто происходит обработка стен, поскольку, чтобы не было занесения посторонних микробов и так далее в цехах. Потому что люди приходят на работу, переодеваются в рабочую зону, проходят санитарную обработку и идут в цех. В свою очередь, производство мяс, производство мясных продуктов – это все-таки немножко, как сказать, связано с отходами. Это всегда жир, это всегда кровь, это порезы пальцев на руках и повреждения. Опять же вопрос, когда мы работаем, я очень просто видел людей, которые работают в цехах на разделке, и там действительно живого места на пальцах у них нет. То есть идентификация предпочек пальцев, в принципе, отпадает. Так же по венам и ладони. Очень часто бывают ситуации, когда до 90% рук – это просто сплошные порезы. И пройти идентификацию, я подозреваю, с такими количествами повреждений будут очень проблематичны. Судя по таблице, это все-таки RFID, но это считыватели карты, но, к сожалению, мы не можем. Да, MIFIRE – это хорошо, я понимаю, да, я отвечу книжке MIFIRE, но, к сожалению, передача карт и именно санитарная отсечка по санитарии мы не можем обеспечить. То есть когда человек проходит под идентификатор, я могу посчитать, сколько людей прошло по факту у меня. Если же мы используем RFID, ну, в принципе, да, проблема у всех будет, и у MIFIRE, и у спечки пальцев – это именно прохождение по отсечке посторонних людей. Установка дисбарьеров, так называемых, где встроены турникеты. Но, к сожалению, установка туда в виде идентификаторов и система спечеков пальцев невозможна, потому что достаточно очень, там также используются агрессивные среды, и у людей идет просто раз... Я не могу сказать, сколько отработает стекло, но подразумеваю, что контактные части, и сами элементы, которые используются, они будут иметь достаточно небольшой сок службы при достаточно большой стоимости оборудования. В принципе, еще основные проблемы при построении СКУДА, одной из проблем, серьезных проблем при построении системы СКУДА, которые будут эффективно выполнять свои задачи в системе, прошу прощения, это то, что мы имеем так называемые технологические проходы между производственными помещениями. и которые отсечь, к сожалению, никак не получается, увы. И, в принципе, тогда сводится система к своей эффективности процентов на 60-70, потому что продукция должна перейти, например, из термической обработки через охлаждение в цеха упаковки. За перемещение людей между данными цехами категорически запрещено, поскольку люди, работающие в термической обработке, они все-таки больше работают с сырым продуктом, а те, кто работают на упаковке, не работают с готовым, где уже продукция прошла свою термообработку, и нету вредных микроорганизмов, по факту, они не присутствуют в том объеме, чтобы вызвать какие-то негативные последствия при дальнейшей запортерке и хранении нашей продукции. И вот эти места, они являются очень проблематичными. Отсечь при помощи видеонаблюдения практически не получается, потому что люди, опять же, находятся в масках, находятся в головных уборах, и даже распознавание лиц не помогает опознать человека. К сожалению, увы, вот это тоже одно из головой больных проблем с КУДА на предприятиях переработки. Но основное все-таки, да, прошу прощения за сумбурное немножко выступление, я немножко волнуюсь в первый раз, и все-таки, подводя итоги, да, по-моему, время у меня, к сожалению, заканчивается, подводя итоги, я бы хотел сказать все-таки, да, переработка, перерабатывающие предприятия по плану СКУДА, это достаточно очень тяжелые объекты по плану внедрения и разработки, потому что оборудование достаточно часто, очень быстро меняется. Даже сейчас при проектировании новой технологической линии мы меняем планировку уже несколько раз, была заменена планировка, потому что оборудование, которое поставляется, оно меняется, выпускается более современное, более новое, с новыми габаритами и так далее. Технологические линии, технологические проходы также меняются, соответственно, проектирование осложняется. Эксплуатация тоже достаточно очень тяжелая, эксплуатация тоже достаточно тяжелая, тяжелые объекты, поскольку агрессивные среды, экстремальные температуры достаточно негативно влияют на оборудование, вплоть до того, что даже в тех же самых сетевых, в центральных контролях, которые установлены возле контрольных точек, в ящиках IP67 накапливается влага в течение нескольких месяцев, когда идет именно в летний период, когда идет перепад температуры между цехами, где плюс 4 и с тамбурами, где плюс 20 может быть. И, соответственно, контроллер находится, попадает немножко влага. И тут начинаются тоже свои сбойки. Ну, все-таки, надеюсь, что мы это преодолеем каким-то образом, попытаемся найти оптимальное решение, готов выслушать какие-то предложения. В ближайшее время, я думаю, что мы все-таки придем к тому, что мы выложим тендер, готовы будем отдать. Готовы будем выдать какую-то документацию в открытую доступ, потому что сейчас, к сожалению, пока что мы находимся на планировке. А, да, еще основная проблема, которая сталкивается, это именно интеграция старого оборудования существующего. Да, да, да. И с тем, которое мы будем там устанавливать, потому что получить разноклановую систему, в коем случае, нельзя. Давайте резюмируем тогда, да. Вот очень хорошее, я прям спасибо большой команде, что вы поставили выступление Александра перед дискуссией, тем более, как сэкономить на оптимизации скуд. Да, 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 совершенно верно. Давайте резюме. Итак, есть старое оборудование. Есть старое ПО, но это я думаю… О старых объектах, есть новое. Естественно, они должны как-то… Не так-то, они должны полностью работать совместно, потому что в любом случае человек, который работает на одном площадке, он может перемещаться на другую площадку, исходя из каких-то технологических… То есть площадки недалеко друг от друга, но… Нет, ну в пределах… Ты что, не дойдешь, но по факту все равно, то есть возможно какие-то перемещения, потому что люди, они являются работниками одного предприятия, и, скажем, если отдел кадров находится там, он должен попасть из одного производства в другое. Вы вот упоминали, ну, так, косвенно задачу трекинга, то есть понимать, где сотрудник. Да, да, да. Но обычно там есть два пути. Вот один более сложный – это когда сотрудники движутся через какие-то пространства, где нет места структурированного прохода, да? А когда люди пересекают какие-то, не знаю, двери, турникеты, проходные, да, то тогда эта задача немножко проще. Я так понимаю, у вас отсечки есть между зонами, да? Да, да, но, к сожалению, самоптимальный – это турникеты, ну, я периодически работаю в цехах, на ремонте самостоятельно. Сталкиваюсь, вижу просто такую ситуацию, что когда люди просто перепрыгивают через турникеты, они под них подлезают, то есть двери – это вообще больное место. У нас была такая немножко очень большая слабина, исходя из того, что у нас была старая проходная, которую сейчас модернизировали все-таки, у нас вход осуществлялся через турникеты, то есть и люди четко попадали на работу, то есть там проблем больших не было. А выход у нас осуществлялся через так называемые досмотровые, то есть где люди, ну, просто проходили, и не проверяли сумки на предмет, сами понимаете, выноса готовой продукции, что это запрещено. А там стояли обычные двери, и у нас люди, бывало, находились просто на работе часутками, потому что система не могла распознать у них выхода. Они низкоро заходили на территорию, система считала, что это просто перемещение внутри данных зон, то есть не было контрольного выхода, и, соответственно, люди получали, что они, когда они приходили за зарплаты, соответственно, их высочиняли уже по виде наблюдения, но эта работа была сумасшедшая. Так, понятно. Так, это ясно. У вас в числе союзников находится там служба, которая занимается охраной труда или вот этой, так сказать, санитарным режимом, да? Да, это является именно, как так называем, заинтересованной службой. И чары, я так понимаю, ну, то есть кадровики тоже. Да, кадровики, да, потому что в любом случае это в их интересах уменьшает нагрузку на, во-первых, на мастеров, которые должны отмечать своих работников нахождения в рабочей зоне, потому что, ну, вышел человек или не на работу. Плюс решается проблема с подработками, так называемый. То есть когда человек пришел не в свою смену, поскольку мы 24 на 7, иногда люди просто подрабатывают, приходят не в свою смену и работают. Им также начинается должна начать зарплата. То есть правильно я понимаю, что идеальный вариант тогда подготовки к, грубо говоря, к совету директоров, это в том числе взаимодействие с внутренними другими заказчиками, чтобы они тоже ценностью видели. То есть чтобы технология была сквозной, то есть не только за руку ловить и фиксировать. Само собой, да, то есть это в любом случае должно быть, так сказать, должна быть именно система, это не должна быть какая-то, как сказать, деталь, которая выполняет, то есть определенно только одну функцию, пустить или не пустить, а именно чтобы это был еще и учет. Да, соответственно, да, персональные данные. Так, хорошо. Ну вот оборудование видеонаблюдения, о котором вы говорили, оно бывает разное, ну платформы разные, вот тут упоминается Тросир, который так сказать хорошо интегрируется. Есть другие платформы? Да, 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 но это, к сожалению, началось буквально недавно. У вас какая платформа сейчас? Да, к сожалению, написали в чате боль и... А, понял. Я не буду называть. Да, ну в чате есть, вот я могу. Да, 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 ТОВ-марки, да, более это самое, потому что, ну сложилось так, что именно это оборудование изначально было установлено, то есть это, ну, если есть, расскажу просто, почему негативное отношение к интеграторам, очень, ну, немножко сложно с ними отношение, потому что когда была сделана заявка, я уже, я не работал на нашем предприятии, но технически общался с службой контроля, с охраной данного предприятия, ну, плотно, допустим, как инженер, и предложили установить систему контроля доступа от кронверка. Когда я пришел, все, система была установлена на те двери, которые указали, когда я пришел и спросил, ребята, как же вы будете программировать пропуска, мне сказали, вот есть контроллер над дверью, вы берете контроллер, который лежит где-то у человека, приходит с ноутбука к этому контроллеру, вы подключаетесь и заливаете туда данные пропуска. Говорю, хорошо, это одна дверь, остальные пять, то же самое. Говорю, хорошо. Ну, то есть, декальное решение состоит в том, чтобы найти подход к решению, вот, агрессивная среда. Агрессивная среда, соответственно, да, это учет все-таки больше, и все-таки учет того, что не досказал сам заказчик, то есть на основании своего личного опыта, потому что чаще всего заказчик, даже я могу упустить какие-то эффекты, какие-то нюансы, а интегратор бы мог бы на этом не подсказать, что, ребята, вот смотрите, у нас была такая ситуация, мы могли бы решить вот так вот вопрос. Да. И опять же, обслуживание на дальнейшем. Александр, у меня такое предложение, давайте выводить в эфир участников дискуссии, мы вместе с ними пообсуждаем ваш кейс, и потом перейдем к другим вопросам, перейдем к другим вопросам нашей панельной дискуссии. Жду в эфире Сергея Гордеева, Алексея Кендианова, Виктора Гульнозаряна, Станислава Гуча, Илью Макеева, Ярослава Кузьмитского, Илья Михаила Иванова, так и Дениса Плюшкина, так и Дениса Плюшкина, так, ну и есть у нас еще участники из компании Тандер, это Владимир Улисов, RBI, пожалуйста, подключайтесь, у нас, да, давайте вот начнем с практического кейса, очень интересно, да, очень интересно. Так, и меня предупредили, сейчас я загляну в свои записи, так, у нас, у нас, у нас будет Варламова, да, вместо Михаила Иванова тоже. Ну что, вот, реальный такой кейс, с очень интересными, довольно жесткими, граничными условиями, которые есть у Александра. Так, мне, конечно, хотелось бы, Денис Плюшкин, если вы есть, вы представили красивое решение, так сказать, оркестровав работу команд, тоже, пожалуйста, попробуйте сейчас к нам подключиться. Очень интересны ваши вопросы и ваше мнение. Значит, давайте начнем, действительно, набросаем некоторые идеи, да, какой здесь может быть правильный подход к архитектуре, к финансовому дизайну этого решения в плане эффектов, да, которые возможны, к, так, ну и к удовлетворению тех граничных условий, которые есть, это агрессивная среда, сочетание старой и новой системы, системы, да, ну, не забудем про наличие союзников из служб кадров, охраны труда, так, ну и службы, обеспечивающей санитарный режим на предприятии. Пожалуйста. Так, как вот, ну, знаете, все люди опытные, можно начать с некоторой, наверное, такого взгляда на, ну, или с вопросов к Александру, или с правильного управленческого подхода, пожалуйста, да, или каких-то инженерных предпосылок, которые имеются уже сейчас и технологически, прошу, в любом порядке, кто хотел бы начать? Ну, давайте, может быть, я начну. Пожалуйста. Что касается заданной темы, как сэкономить на оптимизации сход. Я бы, наверное, слово сэкономить поменял на оптимизировать, потому что сэкономить подразумевается, что мы бюджет урезаем, а оптимизировать мы его распределяем. Наверное, здесь я бы начал с этого, но это не столь важно. Оптимизировать средства при выборе системы СКУД это крайне важно, поскольку, думаю, что у всех на слуху печальные последствия того, когда подобное оптимизирование не проводилось, да, при том, потеря надежности, ну, здесь была, опять же, повторюсь, очевидна. С точки зрения компании Перко вообще подход здесь следует начинать с глубокой аналитики, то есть сначала нужно провести аналитику всего рынка и понять, кто вообще в принципе предоставляет решение по системам контроля доступа. Когда какой-то некий пул участников будет сформирован, дальше необходимо понять функционал тех решений, которые они предоставляют. Соответствует ли он в первую очередь тем задачам, которые поставлены заказчиком на данный момент. При этом, при этом, уже лично, на мой взгляд, этого может не хватить с учетом того, что задачи заказчикам диктуются сейчас, а через года полтора-два ситуация может измениться, и важно принимать в расчет еще и возможности масштабирования и навешивания сверху какого-то нового функционала. То есть нужно отталкиваться не только от того, какой функционал есть сейчас, но и от того еще, какой функционал может потребоваться в будущем. Это тоже важно. А когда, соответственно, подобная работа проведена, мне кажется, достаточно запросить какие-либо коммерческие предложения со стоимостью и решать на основании всех этих факторов функционала и стоимости, да, здесь уже можно даже сформировать какой-то бюджет, который готовы, собственно, потратить на ту или иную систему контроля доступа. Вот общая схема такая. Есть еще какие-то моменты, на которые следует обращать внимание, которые очень сильно влияют на возможность сэкономить, оптимизировать процесс выбора системы контроля доступа. В первую очередь это возможность бесплатного софта, предоставления софта и оборудования. Если оборудование и софт не потрогать изначально, ну, наверное, очень тяжело будет понять о том функционале, который, в принципе, у системы есть. Важен вопрос с лицензированием, потому что у каждого производителя есть свои моменты с лицензированием. Кто-то делает ограничения по количеству выдаваемых идентификаторов, кто-то по количеству контроллеров, кто-то по количеству операторов, которые могут подключаться. Соответственно, тоже нужно этот момент учесть. Если впоследствии у вас там будет тысяча операторов, а у вас лицензирование ведется по операторам, то это, наверное, не самый лучший вариант для того, чтобы сэкономить. Еще один момент это возможности установки системы на операционные системы, которые распространяются свободно. Внедрение какой-то продаваемой ОС, ну, в частности, мы практически все работаем на Windows, оно стоит, я так полагаю, крыльненькой суммы денег. Если же, например, внедрение возможно на свободно распространяемые ОС, те же самые Linux, это опять же позволяет сэкономить. Ну, кстати говоря, сэкономить не только на выборе самой операционной системы и на ее поддержании, но также и на организации, например, серверной комнаты, потому что если сервер можно развернуть на одном компьютере, то, ну, наверное, дорогостоящие оборудование на поддержку всего комплекса, наверное, не потребуется. плюс еще организация серверной комнаты не потребуется, если, например, контроллеры, системы контроля доступа позволяют развернуть сервер непосредственно на контроллере. Это тоже момент важный, и если контроллеры это позволяют, опять же, происходит значительная экономия средств на организацию серверной комнаты, пожаротушения, вентиляции, оборудование защиты этой серверной комнаты и, собственно, так далее. Ну и последний момент, наверное, интеграция. Интеграция самой системы должна быть простая, со всеми остальными системами, оборудованиями, аппаратами, комплексами и так далее. Чем проще интеграция, тем меньше средств потратишь на последующую доработку. Так, спасибо большое. Ну, Илья, вы прям замечательный выдали список. Благодарю. Так, кто хотел бы... Спасибо большое. Прошу. Так, пожалуйста. Коллеги. Илья, могу воспользоваться моментом и задать вам вопрос по поводу вашего вектора развития? Куда будете все-таки стремиться Перко Веб? И когда, есть ли в планах снятие с поддержки Перко С20? Скажу следующее. С поддержки никакая из наших систем не снимается. То есть, поддержка в любом случае она оказывается. Даже наши, вот, я уж так, позволю себе такой же органин, суперстарые системы 20-летней давности, даже по этим системам до сих пор оказывается поддержка, если вопросы возникают, в частности. Ну, я не буду уже упоминать, это, собственно, не столь важно. Поэтому с поддержкой системы С20 в любом случае сниматься не будет. Но вектор развития уже полностью будет переориентирован на систему Перко Веб, полагая, что, ну, системы сейчас уже полностью одинаковые функционали, и дальнейшее развитие у нас будет заложено уже в систему Перко Веб. Но еще раз подчеркну, что никаких рисков у заказчиков, которые сейчас владеют существующими системами С20 по урезанию функционала, по отсутствию поддержки, этого не будет. Даже если кто-то из заказчиков после окончания разработок, прекращения разработок системы, захочет приобрести эту систему, даже здесь я лично проблем не вижу и думаю, что у заказчиков опять же проблем не будет. Да, спасибо Денису за вопрос, хотя бы чуть-чуть нам поломали, давайте вернемся на наш круг. Пожалуйста, Денис, у вас есть комментарии к кейсу или к теме дискуссии? Пожалуйста, у Александра все-таки был хороший кейс, а у вас отличный опыт. Если вы были архитектором системы, что бы вы здесь посоветовали Александру? Денис, так, на вскидку, как? Что-то можете сказать? Так, так, ну я вижу, вот Владимир включил микрофон, пожалуйста. Да, добрый день. Давайте познакомимся, Владимир, из компании Магнитмы. Ну, то есть мы здесь со стороны как бы тоже заказчика выступали, то есть тоже с такой проблематикой сталкивались. Ну, из нашего опыта, который мы ранее применяли и который, в принципе, можно применить, здесь мы бы добавили вот к словам Ильи, в принципе, с ним как бы полностью согласны, то есть там есть два пути. Вы можете составить модель рисков, утвердить ее как бы с вашими заказчиками, то есть у каждого пункта модели рисков будет вес в виде каких-то потерь, там, да, ну, возможных потерь, если они могут оцифровать уже сейчас эти потери, да. вот, соответственно, будет у вас некая табличка с пунктами, под каждым пунктом должен подписаться ваш, там, каждый заказчик, да, там, ну, какой-то руководитель, там, цеха, службы, то есть вот и сколько это стоит, да. Затем вы это декомпозируете до технических требований в виде некого ТЗ, да, ну, то есть уже каждый, каждый пункт модели рисков вы разбиваете на какие-то технические, там, организационные и прочие моменты и составляете некое ТЗ, которое тоже утверждаете с заказчиком, вот, соответственно, далее вы идете в рынок, да, в рынок и собираете предложение по соответствию, несоответствию, вот как есть сейчас, вот коллегам отправляете, говорите, вот напишите, как вот в табличке, как есть, пункты тоже еще декомпозируете даже больше, чтобы было понятно с технической точки зрения, да, вот, далее вы этот в скоринге у вас каждому пункту должен быть присвоен вес, ну, то есть, и тоже его желательно, как бы, либо самому предложить заказчику, да, либо самому распроставить, и также в этом скоринге, ну, последним этапом вы должны на свой объем КП собрать, то есть, и вот в этом скоринге у вас будет пункт еще и со стоимостью, то есть, но это не стоимость вот здесь сейчас, а стоимость владения на период, там, на 5-10 лет, на 3-5-10 лет, потому что, допустим, поддержка у разных компаний оценивается по-разному, у кого-то от объема лицензии, у кого-то там, ну, разные, в общем, модели здесь есть. Ну, да, я уже общался с некими поставщиками, у каждого свое. Соответственно, вот цене вы тоже должны дать вес, то есть, ну, то есть, вот, какой-то у нее вес, она, сколько она может занять в принятии решения, 50 процентов, 90 там или 100, да, вот сколько каждый пункт и сколько цена. Далее у вас будет картина, то есть, вы с этим скорингом приходите к заказчику, то есть, показываете, можете предложить сразу, как бы, ну, решение, которое вы рекомендуете, как бы, технически, как руководитель проекта, да. Соответственно, далее уже смотрите рейтинг, да, то есть, выстроили некий рейтинг, диаграммки можете нарисовать, и смотрите, и можете вычеркивать вот эти пунктики, которые, как бы, влияют, могут повлиять на цену, да, то есть, вы вычеркиваете, 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 и перестраиваете, ну, с заказчиком, да, и перестраиваете вот эту, скажем так, табличку, уже с учетом удаленных вот этих пунктиков, вы получаете уже объективную картину, то есть, здесь, ну, что можно сэкономить, вот, есть она объективная, вы в рынок сходили, передовых там, компании посмотрели, вот у вас перед лицом объективная картина, и заказчик уже должен принимать решение, исходя из веса своего, да, и того, что вы видите. Вот, как бы, коротко, вот, такой подход. Спасибо. Спасибо, да, хороший подход, потому что, да, сразу готовит интерфейс, задает интерфейс с заказчиками, с руководством, да, и приоритизацию, различных требований и факторов. Здорово, так. А еще есть какие-то дополнения? Пожалуйста, можно совсем по-другому, да, можете предложить какой-то свой взгляд. Так, прошу, кто хотел бы? Так. Да, прошу, прошу, да, конечно, Юниюби, да, прошу. Андрей, спасибо большое. Я приглашаю тебя, или кого-то другого не услышал. Да, да. Андрей? Говорите, говорите. Значит, мы, естественно, скажем свою субъективную точку зрения, да, вот, в целом, очень солидарная с коллегами из Перпы, очень интересная, правильная, я считаю, оценка была от Владимира, из магнита, прям разложенной по пулкам. Наша позиция такая, что просто оптимизация, ради оптимизации, она, естественно, то есть она, с какой точки зрения оптимизация? С точки зрения чисто цены, найти более дешевый вариант, это, как правило, не работает. Надо действительно идти от задач. Как любой софт выбирается, любое решение от сперечной задач, то, безусловно, и систему контроля управления доступа надо выбирать именно от четкого спецификации задач. А дальше смотреть, кто может решить эту задачу, исходя из поставленного четко специфицированного перечня задачи. Мы сталкиваемся с тем, что очень многие заказчики формально подходят к фронтальной оценке стоимости оборудования, не учитывая, допустим, у многих решений лицензионные отчисления. Во многом случае не учитывается стоимость аппаратной платформы, которая требуется для поддержки. Сколько стоит точка прохода? Столько. А что нужно для того, чтобы было для этого осуществлено? Нужен еще сервер, который стоит, как все точки прохода вместе взятые. Вот этот момент необходимо всегда расшифровывать. Из чего состоит? Именно две основополагающие вещи из нашего опыта. Это сопоставление цены на фронте и, безусловно, цены в эксплуатации. Могут быть, например, какие-то скрытые вещи, как сложность инсталляции, это тоже нельзя забывать ни в коем случае, то есть внедрение. Это и, безусловно, стоимость владения возобновляемых лицензий. Они могут встречаться? Могут. И это тоже как бы не всегда подпадаться панацея. То есть в некоторых случаях система с возобновляемыми лицензиями на круг компании могут быть оптимальнее. То есть понятие оптимизации может составляться с точки зрения предсказуемости. То есть более дорогая система, но более стабильная, она, возможно, для кого-то более оптимальная, потому что она предсказуемая. Ведь вылет системы в рабочее время на пищевом каком-нибудь производстве или в рознице, уж не дай бог, на каком-нибудь закрытом предприятии, и парализация действий, когда, простите, известные были случаи там в банках, директора вечером забыв карточку, выносят, просят охранника вынести стеклянную дверь за 10 тысяч евро. Вот, да, такого вещи нельзя допустить. Поэтому вопрос именно подхода, что мы ожидаем от системы. Это очень важно. Раскладываем по полкам и дальше оцениваем все случаи. И так и сяк. Хорошо, да, согласен относительно целевой функции, да, это должно делаться. это, да. Так, может быть, есть еще и какие-то технологические предпосылки, потому что на самом деле заказчики при фронтальном подходе, о котором вы говорите, часто упускают некоторые технологические предпосылки, которые могли быть включены в расчет, ну, касающиеся, например, влияющие, например, на стоимость работ, на количество кабелей, да, или на трудности, или наоборот процедуру. Да, те же самые трудности эксплуатации. Например, был случай, я сейчас перебью, то есть я разговаривал с одним из поставщиков оборудования, и на мой вопрос, мы бы хотели внедрить распознавание номеров автомашин при въезде на стоянку служебную уже на новой площадке. Мне ответили, да, это возможно, но это нужно создавать какой-то виртуальный пропуск, который будет привязываться к номеру, который будет привязываться как-то еще раз к пользователю, у которого есть карта, и то есть это делается не прямыми средствами софта, а какими-то именно с тройками. То есть это тоже достаточно важно, когда ты понимаешь, что у тебя есть задачка, которую ты хочешь реализовать, и это нужно реализовать через какое-то вот из этих пень-колоду, прошу прощения. То есть для Александра идеальный вариант это лоу-код или ноу-код, да? Ну все-таки да, в принципе, изначально сейчас это должно быть именно то, что я бы, так называемое решение из коробки. Это было бы тем, то есть когда мы берем готовое решение, его внедряем, имеем то или иное, проходим то или иное вид рецензирования, то есть это, я подозревал, ну как бы, на моем опыте это было бы все-таки удобнее по количеству пропусков. Потому что мы докупаем, скажем, на данный момент партиями до какого-то определенного момента, двери мы не регламентируем, то есть я могу сегодня поставить одну, завтра с ней две, после этого поставить пять дверей, но смонтировать, предположим, и мы не имеем никаких расходов при этом. Понятно. Кроме как железная составляющая. Ну это вот лицензионные политики как раз. Да, так, пожалуйста, еще, пожалуйста, можно изменить угол зрения, можно высказывать отношения к тому, что говорили коллеги, дополнять их, пожалуйста, ну или относительно задачи. Так, давайте, кто хотел бы. Виктор, может быть, вы? Слышно. Да, слышно хорошо, пожалуйста. Да, я, к сожалению, наверное, с самого начала не услышал задания от Александра полностью, да, я успел только записать, значит, агрессивная среда, старая-новая система, да, как это оптимизировать и сэкономить. Правильно? Ну, можно я так сейчас скажу, смотрите, у нас есть сейчас две площадки, одна старая, другая новая, повторюсь немножко, да, нам нужно внедрить систему куда? На новую площадку, на новое предприятие. Да. Соответственно, у нас основные проблемы, это действительно агрессивная среда, где разрушается любой пластик, любой металл, разъедается практически сразу, ну, в течение, там, годом времени. И при этом у нас есть старая площадка, старая площадка, где есть старое оборудование, которое также нужно ввести в новое ПО. Понятно. Ну, я с каких-то, с точки зрения таких общих подходов, да, наверное, ничего нового не скажу, то есть, надо смотреть, какие у вас там задачи стоят и какой функционал необходим. Я только немножко, вот, наверное, с нашей точки зрения обращу ваше внимание на пару моментов. Ну, во-первых, вот, конкретно в вашем случае, да, необходимость перехода на новую систему или там в новом втором объекте у вас, чтобы был там новый скуд, необходимо, чтобы возможность была интеграции со старым скудом, чтобы это все могло синхронизироваться между собой и работать. При этом надо учитывать некий future-proof, да, некий future-proof подход, то есть, то, что вот сегодня у вас там это агрессивная среда, может быть, завтра какие-то другие у вас потребности будут или же вы захотите внедрять новые технологии, которые со временем будут приходить, наверное, с этой точки зрения следует смотреть на бренды, которые, вы знаете, допустим, работают с, какая-то у них философия работы есть, да, они внедряют новые технологии, они там делают ставку на что-то конкретное и развивают это. Естественно, возможность интеграции, о которой уже было сказано, это очень важно, и то, что тоже вскользь было сказано, но я бы хотел отдельно обратить на это внимание, это надежность и безотказность работы, потому что, если мы говорим про оптимизацию, это почти никогда не самое дешевое решение, да, потому что немножко переплатив, вы понимаете, что вы получаете что-то больше, это более там, так правильно, должно больше, дольше работать, более надежно и качественно, поэтому вот эту часть я бы тоже не выпускал, и такой целостный подход, в общем, общая стоимость владения, да, есть такой термин на русском языке, который учитывает вот все эти нюансы, поэтому, наверное, как-то вот такие общие, я сказал, я понимаю, что сказал, такие общие вещи, но если вам необходимо более детально, я уже мне, к сожалению, придется указывать на именно наши, наши решения, да, я, к сожалению, сейчас не очень... Ну, я понимаю, да, то есть мы все здесь выступаем исходя из того, что у производителя есть заказчик. Ну, можете указать на какие-то ваши решения, в чем проблема, давайте, почему нет? Ну, давайте, давайте тогда очень коротко, но так структурировано, да, кабельная проводка, если у вас объект, где у вас там уже есть IP-сетка, и если вы будете ставить классическую систему скуд, не IP-шную, да, то вы должны понимать, что вы будете иметь затраты на специальную проводку, которая соединяет там эти контроллеры между собой, контроллер и сам считыватель, я знаю, есть гибридные какие-то системы, да, но это все надо смотреть. Если вы берете IP-систему чисто, у вас эта проводка есть, вы экономите очень много. Я немножко сейчас вас перебью, извините, по поводу IP-системы, к сожалению, это не настолько дешевле обходится, чем прокладка скуда по 485-му протоколу, потому что в любом случае, как я являюсь сторонником того, что систему скуда и систему общей сети, локальных сетей, нужно разделять. То есть, код должен работать по своей локальной сетке, поскольку очень часто в общей сети гуляют какие-то непонятные пакеты, которые могут выпускать те же самые системы, службы, а системы администрирования. Хорошо. Тогда мы приходим к волшебному слову, которое называется кибербезопасность. И здесь, опять же, это все связано с затратами. Вы можете иметь более дешевую систему и более дорогую, но которая намного более надежная. Есть такие технологии, которые позволяют использовать одну и ту же сетку. Я сейчас только две вещи перечислю. Это VPN, подключение, это виртуальный LAN, и дальше не буду уже говорить, там всякие шифрования. Не смеетесь, да, мне интересен ваш ответ. Нет, я это знаю, и сейчас я, кстати, вот в одном, мне пришлось именно так поступить в одном месте, потому что у меня просто по LAN, я не знаю, в чем это связь, я поднимал вопрос с айтишниками, у меня в одном из участков локальной сети контролеры просто не воспринимаются сервером. То есть пришлось поднимать прямой тоннель и только таким образом выкопиться из ситуации. Да. Какой-то шквал, какой-то непонятный шквал, но опять же, видите, в чем проблема. Когда ты работаешь в чужой сети, в сети айтишников, ты являешься там гостем. Ты не можешь фиксировать трафик, который идет по LAN сети. То есть, например, сейчас уже нагрузка на этот участок, предположим, для какого-то модернизирования оборудований или что-то такое, для чего-то там, предположим, идет, они забирают весь трафик себе. У тебя это оборудование отваливается. Грубо говоря, перестает работать, отвечать на какие-то запросы центральной системы. Так, ясно. Да, на автономность, согласен, она может на купитом вытянет, но опять же, задержка может быть. Ну, так мы переходим тихонечко к вопросам инфраструктуры, что-то тоже интересно. Ну, да, в любом случае, я бы сделал бы все-таки, я планирую все-таки сделать отдельную структуру, где уже непосредственно на уровне централизованных свечей будет собираться информация между сетями ОРСКуда и видеонаблюдения и сетями общедоступными. Я прошу прощения, у вас немножко прерывался голос, я не все полностью услышал, но вы говорили, что там невозможно было пользоваться этой общей сетью, потому что там был какой-то непонятный трафик. Я правильно услышал, да, вас? Да, 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 то есть почему-то либо порты перебивались, то есть пытались станировать портовы, ну, по портам, скорее всего, выбивало какой-то порт, который непонятный используется в системе. Потому что, видите, на этих линиях еще висит оборудование, промышленное оборудование. Так, ясно. Что оно используется, тоже уже никто не знает, потому что его включили в сеть, оно работает само по себе, что делает производитель, тоже очень часто неизвестно. Оно закрыто протоколом и так далее. Спасибо, пожалуйста. Ну, тогда, если позволите, я все-таки прокомментирую, к чему мы тогда возвращаемся, да, и я скажу, что это мы слышали такую похожую ситуацию, какая у вас, и мы даже, говорю, мы делаем сами разные тестирования разных систем и сравниваем, и такое действительно случается, когда свитчи, они либо каким-то способом фильтруют трафик, да, и если это от какого-то одного там производителя, может быть, он пропускает трафик, который связан с работоспособностью его системы, да, при этом сам свитч, он фильтрует каким-то непонятным способом другой трафик, который через него проходит. И мы тогда возвращаемся к интеграции, к поддержке этих общих стандартах, в том числе и, что касается лана, и пояс свитчей, и так далее, и, так скажем, полноценной поддержки, да, вот этого всего. То есть, если позволите, я все-таки сделаю ссылочку на 2N, у нас, как, вот любая функция, любая поддержка протокола и чего бы то ни было, если у нас указан этот протокол, этот стандарт, значит, он полноценно действительно поддерживается. Это очень важная вещь, на самом деле. Так, хорошо, вот можете сделать, пожалуйста, паузу сейчас, Виктор, я хотел бы, поскольку мы вопрос инфраструктуры сейчас затронули, да, давайте это прокомментируем, потому что в общей стоимости решения, да, это явно имеет свой вес. И здесь, Владимир Улиско, может быть, вы со своей стороны дадите комментарий, ну и еще кто хотел бы, пожалуйста. Ну да, но по поводу, вообще в целом, инфраструктура не только сети, она, конечно, туда же, в тот документ, должна быть включена, и вы должны просчитать оба варианта, и тот, и РС, например, и сеть, но вы должны также и плюсы, и минусы в эту табличку внести, как РС, так и сети. По поводу вот проблем ваших, ну я не знаю, какая у вас сеть, но в идеале, то есть вот есть у вас в сети, есть админы, они, ну как бы, сопровождают сеть, они понимают, сколько тот или иной сервис потребляет, да, то есть если у вас есть там станок какой-то, то понятно, для него нужно там, не знаю, 5 мегабит, например, да, для скуда также вы просчитываете там полосу пропускания и просите их нарезать вам в лан, изолированный, который на уровне железа режется, то есть и вы, никто, никакой сервис, ваш, скажем так, порт вашего ПО не будет использовать, как бы, если эта инфраструктура позволяет, то есть вы посчитаете там коммутатор, если его нет, уровня ядра купить вам, сколько будет стоить, да, и протянуть РС, например, но использовать уже ту сеть, которая у вас есть, ну вы все это должны вот прочитать на уровне вот этих табличек, то есть туда все, все должно быть. Нет, это все я понимаю, нет, но я к тому, что я, сейчас мы используем РС 485, и просто лан используется для соединения узловых контроллеров с сервером. Ну, а вы как планируете использовать, то есть какой-то цепочкой последовательно, там еще что-то? Если новый завод, то в любом случае это будет вам, потому что вся новая площадка, потому что в любом случае, если я даже буду использовать, если даже, ну, дело в том, что вот идентификация по отпечаткам пальцев, отпечаткам рук, это все-таки больше пожеланий руководства, они стараются именно убрать тот лишний проход, ну, тех людей, которые могут систему обмануть, то есть вторым пропуском взять у кого-то пропуск и пройти по нему. Ну, понятно. Соответственно, все это оборудование, которое от ЗКТ, Биасмарт, у них основная интеграция идет по лану, в любом случае, это будет лан. Ну, просто вы сэкономите на инфраструктуре, если у вас уже есть локальная сеть, единственное, на уровне построения сети, когда будет строить, вы просто сразу включите свои требования, что вам нужен отдельный влан, там, для вашего оборудования, и тогда никакой порт не будет мешать вам, и трафик вот от каждой точки будет идти точно к вашему серверу, и только вы будете распоряжаться этим, собственно, этим пространством. И это позволит сэкономить и не тянуть там до провода потом, если что-то не учтут там где-то там и прочее, да. А еще хотел сказать по поводу вот двух СКУДов, ну, мало компаний на рынке, которые в себя интегрируют другие СКУД, да, соответственно, здесь вам какую-то прослойку нужно будет, возможно, разрабатывать самостоятельно, возможно, искать. То есть, есть СКУДы, у которых есть надстройка сверху, которая имеет коннекторы к СКУДам, ну, не факт, что к старым, то есть, если там API у вас, если API есть, можно разработать самостоятельно. Нет, API там нету, к сожалению, очень старая система. тогда вам будет проблематично, то есть, если там API никакого нет, это, ну, будет сложно. Нет, может перейти на новый потом со временем новый софт, есть обновленный софт. Азболите, господа, я спрошу по поводу интеграции API, как насчет CSV синхронизирования, да, то есть, есть такая технология, когда у вас там база данных и вся вот эта информация, она может, допустим, нашей системе экспортироваться через CSV файл на какое-то хранилище там на сети, и, соответственно, если ваша система не имеет API, но умеет CSV файлы читать, таким образом, хотя бы какую-то интеграцию можем добиться. сомневаюсь. А какие там возможности есть, тогда скажите, чтобы мы не догадались. Это стартовая система, которая, ПО, это очень старая, то есть, оно где-то, последний релиз был 15-го года. Да, хорошо. Так, вот мне подсказывают в чате, просят уделить внимание бесконтактной среде, да, вот это наших участников интересует, в частности, Андрей Иванович Шульженко, спасибо. Андрей, это входит и в кейс, собственно, который представил Александр, мы можем потихонечку от кейса Александра отходить, все равно он в голове остается, да, то есть, но Александр, вы сейчас перестаете быть главным героем, обсудить. Замечательно. Вот, и так, я хотел, чтобы мы следующий круг сделали относительно потенциала и, может быть, там, трудностей, и как избежать этих трудностей в бесконтактном считывании, либо в сценарии, как вот представляли нам, представлял Денис Плюшкин и спортмастер, когда фактически лицо у них стало первым фактором, да, а карточка вторым, да, как я понял этот кейс, вот, ну, пожалуйста, давайте вот на эту тему комментарии, есть здесь какой-то потенциал, эффектов, экономии, ну, или, или сочетание пользы и стоимости, пожалуйста. да, прошу, прошу, да, да, Ярослав, да, Андрей, развивая тему бесконтактности, и вот в комментарии Александра, на мой взгляд, если их руководство рассматривает отпечатки пальцев и все остальное, мне кажется, для пищевого производства это совсем плохо, потому что отпечатки пальцев в рабочих специальностях это всегда проблема по нашему опыту, это загрязнение, это сухость, влажность, все что угодно еще, поэтому это такая вещь, которую надо вычеркнуть в принципе сразу. Ну, что касаемо бесконтактной, да, наверное, вот на примере спортмастера вы это сами все видели, да, стоит, так сказать, оборудование нашего производителя, это работает, и тут есть это как тот самый храповик, который не крутится в обратную сторону, если вы это внедрите, вы поймете все преимущества. Стоимости на сегодняшний момент они по младшим моделям уже давно сопоставимы с терминалами отпечатков пальцев, вы здесь ничего не потеряете, а оптимизация и работа в долгую здесь будут, ну, явные выгоды. Это именно по теме бесконтактности как таковой. Если вот как бы говорить о инфраструктурных вещах, ну, да, идеально, наверное, было бы, конечно, вообще отдельную сетку по системам безопасности закладывать, но там, где нет, есть масса способов инструментальных, так сказать, которые позволяют разделить логические сети надежно, без потери эффективности сетевой передачи, это факт. Вопрос квалификации просто. Спасибо. Еще по бесконтактной среде, пожалуйста. Так, ну, практически у всех что-то здесь есть, да, я думаю, и практика есть. Владимир, как вы относитесь к этому? То есть, есть экономический потенциал, или это больше вопрос порога, да, то есть, вот стоимость снизилась, о чем говорят коллеги, ну, и тогда почему не перейти? Или здесь есть все-таки что-то еще, какие-то дополнительные ценности в этой бесконтактной среде? Ну, конечно, все от задачи зависит. Я могу там свой опыт рассказать, да, то есть, мы пока не внедряли, но тестировали. Вот я там в чате задавал вопрос, да, то есть, мы конкретно там понимаем, что есть различные технологии, да, но, скажем так, вот времена доковидные, там, вот у нас в офисе поток там был достаточно большой в часы пик, да, то есть, это там 8 тысяч выходящих в течение, там, не знаю, двух часа, да, там, даже меньше. Ну, то есть, вот рабочий день кончается, перерывы, люди выходят, заходят, то есть, если ставим эту абиометрию, которая, ну, то есть, по пальцу, да, там, например, ну, по пальцу есть определенные проблемы и трудности, которые, ну, там, все знают, да, там, у кого там могут быть они, да, вот, далее, мы тестировали это, ну, в основном мы остановились на том, что это для учета рабочего времени, терминалы где-то на торговых объектах могут стоять, там, да, по поводу, вот, турникета в офисе, ну, как бы у нас не прижилось. Далее мы тестировали по видео. Здесь мы, ну, терминалы тестировали, которые на турникете стоят, и вот камеру, как бы предпочтительно мы хотели камеру, то есть, мы не хотели на турникете ставить там терминалы, да, ну, хотели камеру протестировать. Соответственно, когда идет беспрерывный поток, человек может обогнать другого там на полуметре, да, вот у нас есть такая, мы вот тестировали, есть такая практика, то есть, он подходит в заданную зону, которая ограничена и так, там, 30 сантиметрами, да, и бывает такое, что он может отвлечься, отойти, или телефон зазвонил, другой следом идет, а там турникет уже открылся под его фейс. Он проходит, он, ну, он не смотрит. Соответственно, вот, ну, в ходе теста, скажем так, на высоконагруженных системах это не показалось работоспособным, ну, то есть, вот такие трудности. Может, кто-то посоветует, вот, из коллег какие-то там свои практики, опыты там, да, на этот счет, нам было бы интересно. Ну, и, соответственно, потом мы перешли в режим ковида и ограничение поощрения офиса, и пока мы эту тему для себя на паузу поставили, но рассматриваем в качестве там дальнейших, скажем так, проектов, да, по изучению. Здесь у нас задача, ну, просто, как бы, удобство для сотрудников, то есть, каких-то экономических эффектов здесь мы не ищем. По поводу передачи, ну, здесь, ну, это возможно, да, но у нас, как бы, есть пост охраны на проходной, у кого монитор, у сотрудника, который видит фотоизображение проходящего и того, кто проходит. Понятно, что он может это пропустить, но у нас нережимный такой объект, конечно. Так, спасибо. Ну, просится комментарий Ярослава и Виктора здесь, мне кажется, да, пожалуйста. Виктор. Хорошо, тогда начнем с меня. Я единственное скажу, что, вот если второй человек, который у вас заходил, его не идентифицировала система, но он зашел, но, в принципе, у него должна была быть тоже доступ туда, просто система не прочитала, да, его, или прочитала того человека, который отвернулся. Я так понимаю, там задача большого потока людей, у которых все равно есть доступ, просто их надо зафиксировать в системе, да, что они прошли. Я правильно понимаю? Если это так, то интересное решение может быть бесконтактное, через технологию Bluetooth, да, которая позволяет, вот в чем его плюс в данном случае, он позволяет параллельно отсканировать сразу семь пользователей или устройств. То есть, если вот такое, то, что вы описали, да, человек отвернулся, прошел один, второй там за ним, в данном случае в системе зафиксируются все, кто там были. Ну, это да, я с вами согласен, то есть, ну, здесь же есть такая, как бы, штука, когда человек, который сзади, он может не иметь доступа в помещение, понимаете, то есть, он просто пристроился, там, не знаю, как-то, да, все, или это сговор какой-то, то есть, два сотрудника, один говорит, я тебе проведу, да, подходит в турникету, в зону встал, а тот его обгоняет, ну, взял телефон, ему, типа, позвонили, а тот его обгоняет обгоняющий, то есть, здесь может быть. это, конечно, может быть, я просто, наверное, не совсем правильно понял, как бы, да, вот, какая была... Ну, это я так опытом делился, то есть... Сейчас, позвольте, мне кажется, потенциал вот в том, что сейчас сказал Виктор, он есть, потому что, если все-таки зафиксировано, да, то можно установить, что у одного из зафиксированных нет прав, да, и выдать соответствующее оповещение, так, и, ну, да, для полностью безлюдных проходных, допустим, это не решение, да, а если там все-таки какая-то реакция на месте возможно, или технически... Это можно обойти очень легко, извините, что перебиваю, тем, что второй человек, у которого не должен быть доступ, он просто выключит Bluetooth в телефоне, да, и уже никакая система его действительно не отсканирует. То, скорее, задача, если была, что большой поток, и надо всех успеть зарегистрировать, и не надо создавать там большие очереди, то в данном случае, это только в этом случае могло бы быть решением. Да, ясно. Так, ну, вот по задаче, тактической такой задачи, которая сейчас была описана Владимиром, какие человек, и чай, пожалуйста. Ну, Олег вот вопрос задал, у кого-то фонит. У кого-то фонит. Олег вот вопрос задал по поводу близнецов, ну, скажем так, мы распознавание, ну, биометрию, в принципе, тестировали очень обширно, то есть есть там набор, скажем так, компаний, которые тестировали, но не для задачи, скажем так, прохода через турникет. У меня контакты Олега были, то есть я уточню у коллег, которые вот проводили пилот, рассматривали ли они вот близнецов в своих пилотах. То есть я уточню, я думаю, что, ну, очень интересно, да. Ну, проблема близнецов, да, это хорошая такая тестовая задача, да, для того, чтобы понять, так сказать, уровень системы, да, ну, и к чему быть готовым в процессе ее применения. Так, хорошо. Ну, а вот здесь, Ярослав, все-таки ваш комментарий просится, да, потому что, вот видите, определенное ограничение, сейчас о нем говорилось, да, о нем говорил Владимир, вот лицо опозналось, техника срабатывает, а в это время другую забежал. Как вот здесь, какая тактика правильная? Ну, какая здесь тактика правильная? Наличие охранника. Практика здесь, это как, полностью автоматизированная система на промышленных и массовых офисных помещениях, она, безусловно, облегчает задачу, то есть мы ускоряем проходку, в любом случае, при наличии лицевой биометрии, существенно ускоряем, но как-то факты безобразия, они должны пересекаться уже вполне традиционными методами, потому что, ну, мы же понимаем, даже все шутки о том, как из китайского интернета, о том, как подносят там человека к этим терминалам в метрополитене, для того, чтобы за шкирку его приводят, раньше в Колумбии палец отрезали, чтобы банкомату стал быть деньги снять, ну и тому подобное, то есть это все из разряда, на самом деле, нештатных ситуаций, когда есть злонамеренный умысел, и злонамеренный умысел, нештатные ситуации инструментальными методами трудно регулировать, это надо регулировать организационно-техническими уже историями, вот, а так сама по себе инструментальная подоплека уже сейчас готова, потому что вы ускорите помочь для массовых проходов к работе именно хорошо и правильно. Что касается близнецов, это прям действительно интереснейшая тема к исследованию, насколько я знаю, по решениям в лоб является на сегодняшний момент у всех абсолютно без исключения систем распознавания лица, только двухфакторная идентификация с карточкой либо с чем-то еще. Мы, к сожалению, на ТВ-форуме упустили свой шанс протестировать на двух совершенно роскошных девушках из учаевых, которые участвовали на соседнем стенде, вот, но мы не теряем надежды, что в следующий раз мы обязательно кого-нибудь подловим, а может быть, как это, объявим конкурс, может быть, вместе с вами на тестирование терминалов на предмет близнецов, а в том, близнецы, как вы понимаете, они тоже бывают разные, они бывают сильно похожие, не сильно похожие, и тут вопрос, безусловно, что каждая система, она будет отрабатывать по-разному. Для нас пока это крайне интересный вопрос, который мы хотим тестировать. если коллеги предоставят нам фактуру, мы прям с удовольствием предоставим оборудование под развертывание этого тестовых стендов. Я хотел еще дополнить, что, конечно, от всех вот этих возможностей, проскоков друг за другом, нас в реальности запасит только шлюз при проходе, но так как, естественно, мы его не можем нигде установить, то это действительно различные уже турникеты, вопрос к технике, то есть защита повторного прохода, это более длинные турникеты, в которых, соответственно, не один инфракрасный датчик, а там 4-5 на каждой стороне, которые определяют, что проходит один человек, второй. Это комбинируем с тем, что турникет мы устанавливаем не прямо перед турникетом, а несколько глубже уже к точке прохода и ограничиваем на самом терминале соответственно распознавание или с дальностью распознавания, что нам действительно уже надо войти в турникет, распознаться, и тогда мы проходим, чтобы кто-то не мог проскочить. То есть здесь универсальное решение сможем выработать, только комбинируя все факторы. Спасибо. Вы еще упомянули второй фактор, что он тоже может быть ограничителем в подобных случаях. Вопрос, может ли он избирательно применяться, да, да, Виктор. Я как раз хотел поддержать эту идею Ярослава по поводу двух факторов идентификации, да, и бесконтактный доступ при этом. Смотрите, распознавание лица и как второй фактор тоже бесконтактный, это Bluetooth, как решение интересное, да, здесь вы тоже повышаете безопасность существенно, но при этом комфорт прохода, да, он остается на высоте. Спасибо. Просим мнение Ильи Макеева, поскольку мы говорим о типичных ситуациях, возникающих в местах структурированного прохода, да, в том числе перед турникетами. Илья, если слышите сейчас, да, пожалуйста. здесь вот многие уже говорили о двухфакторной идентификации, которая может иметь место быть, в частности, различные схемы идентификации, там, рука, лицо, карта, лицо, пин-код, лицо, карта, палец и так далее. То есть, от каких-то блоков срабатываний. лицо, да, блютуз-устройство. Да, как вот Виктор сказал, да, действительно, блютуз-лицо. Но есть определенные особенности, вот, двухфакторной идентификации. Если там, вот, как вот Виктор, нет, Владимир говорил, 9 тысяч сотрудников на проходной, то двухфакторная идентификация, ну, действительно, тоже будет не вариант, там такая очередь скопится на входе, что ее до конца дня не расхлебут. Поэтому, ну, двухфакторной идентификации здесь, наверное, нет. Скорее, если и двухфакторная, то что-то более или менее автоматизированное, что карту приложил, там, не знаю, дальше какое-то второе устройство отработало, все открылось, пошел, чтобы не скапливались очереди. В той же самой идентификации по лицу это возможно. Даже при распознавании лица секунды-две, то при таком количестве сотрудников все-таки в любом случае будет скапливаться окей. Вот, а что касается вообще бесконтактности... Дополнить, что мы же все-таки можем рассматривать выборочную двухфакторную авторизацию на индивидуальных сотрудников, на группы сотрудников. При большом количестве нам нет необходимости применять ее на всех. Если мы говорим про близнецов, то мы, очевидно, изначально знаем, что здесь близнецы, вынуждаем их использовать двухфакторную авторизацию, но если их 8 человек на 9 тысяч, то это не настолько снизит скорость. Да, Илья, пожалуйста. Ну, даже не знаю, как здесь ответить. Может быть, можно действительно выделить какую-то группу людей, но сразу возникает человеческий фактор. Я, конечно, не знаю, наверное, в дебри сейчас ухожу уже, но сразу возникает человеческий фактор. Да, а почему его выбрали, а не меня? Это, конечно, тоже, наверное, глупость, но, опять же, среди 9 тысяч человек возможно, что оно возникнет. И если касается вообще как таковой бесконтактности и экономии при использовании каких-то бесконтактных способов, то, в принципе, помимо использования лица и биометрии как таковой, которая не требует покупки каких-то дополнительных идентификаторов, для экономии в системах SCUD и бесконтактности можно использовать те же самые смартфоны, потому что, ну, идентификатор, который всегда с тобой, который всегда в кармане, который, ну, грубо говоря, уже у процентов, наверное, 80, он стал продолжением руки. И как вот в этом футуристических фильмах, когда у тебя телефон прямо вот здесь вот цифрка светится и так далее. То есть этот идентификатор надежен с точки зрения безопасности. Во многих системах, не только в наших, в качестве идентификатора не используются персональные данные. И пользователь, используя этот идентификатор, он понимает, что он его не забудет, его никто не украдет. Ну, только что в самом там, совсем крайний случай подловили человека на выходе с проходной. Ну, это уже, я говорю, от этого, как говорится, вот, как сказал Ярослав, от этого спасет только старая добрая охрана, если она бдительна. Вот, поэтому, ну, если говорить про именно бесконтактность, я бы вот вставил свои пять копеек относительно мобильной идентификации, потому что действительно она экономична. Это если смотреть с точки зрения пользователя. Если мы перевернем свой взгляд на того, кто это все, собственно, администрирует. для того же администратора системы удаленно получить идентификатор, удаленно его в системе зафиксировать и, скажем так, передать доступ, на мой взгляд, проще, чем делать заказ пропуска, согласовывать заказ пропуска, встречаться с посетителем, выдавать ему этот пропуск. Ну, это вот совсем архаичный вариант, но, тем не менее, он иногда используется. Помимо телефонов, в принципе, в принципе, для какой-то экономии, наверное, можно также рассмотреть вариант со штрих-кодами, потому что этот идентификатор крайне прост. Можно распечатать, если уж совсем нужно экономить, можно слать через мессенджер и использовать прямо с телефона. То есть и считыватели штрих-кода, они не стоят прям принципиально больших денег по сравнению со считывателями обычных бесконтактных карт или, например, терминалами распознавания лица. То есть в общем и целом, наверное, при расчетах это может выйти в одну и ту же сумму. Однако экономия на тех же самых идентификаторах получится, мне кажется, довольно существенной, хотя, опять же, надо все считать, надо все смотреть и, как вот сейчас Евгений правильно в чате отметил, штрих-код не защищен, его действительно можно скопировать. Поэтому здесь надо смотреть все риски смотреть ТЗ и только вот с таким комплексным подходом можно выработать более или менее удобоваримое, экономически приемлемое решение, которое будет и задача безопасности решать, и, собственно, будет экономически целесообразной для покупки. У меня к вам тоже в тему дискуссии такой вопрос, я вот вспоминаю двухэтапную, не двухфакторную, а двухэтапную идентификацию в государственном Эрмитаже, и я помню, что это вызвало очень большой интерес со стороны ритейлеров, то есть там было как, у них в хранилище с помощью лица активируется карточка, пока ты лицом, так сказать, не сработал, карточка доступа выключена, да, ну и тут можно сгенерировать другое, какое-то еще количество комбинаций, не обязательно такую, да, вот есть ли потенциал в таком, все-таки системы интеллектуальной, настраиваемой, есть ли потенциал в таком двухэтапном подходе, да, если мы хотим большую надежность, это я к теме нашей дискуссии, пожалуйста. Ну, я думаю, безусловно, есть, есть, ну, на любом предприятии есть помещение, куда доступ может осуществляться только сопровождающим, при этом здесь мы говорим не только о посетителях, но и о сотрудниках, поэтому такая двухфакторная идентификация, двухэтапная, да, действительно может иметь место, скажем, ты пытаешься попасть в кабинет бухгалтерии, да, в архивную бухгалтерию, ты там не можешь попасть в этот кабинет по регламенту, внутреннему, без главного бухгалтера, главный бухгалтер предъявляет лицо, да, после этого ты своей карточкой предъявляешься, соответственно, есть фиксирование, есть фиксирование предъявления лица, грубо говоря, согласующего попадания этого посетителя в это помещение, а затем есть, собственно, прикладывание идентификатора того, кто проходит в это помещение, поэтому, безусловно, с точки зрения безопасности здесь есть очень большой потенциал. да, или там QR-коды, может, это может повышать их надежность, если мы там им временное окно какое-то будем определять, да, от первого события, допустим, предъявление лица каком-то терминалу там самообслуживания, бум, QR-код на две минуты, ну, например, или что-то такое. Есть, да, пожалуйста, еще комментарии есть на эту тему, потому что... Да, коллеги, смотрите, я проконсультировался вот с нашими тут специалистами, которые тоже в чате там Алексей писал, но касаемо проблемы с близнецами, коллеги, которые тестировали, говорят, что вот там 80% вендоров, которые они рассматривали, там был ролик девочки из школы, и что фиксировало она все-таки различия между... Хотя они были, ну, вот именно близнецы, да, похоже. Ну, то есть большинство систем уже умеет различать, судя по всему, да, близнецов. А второй вариант это мягкая двухфакторная аутентификация. Это когда близнец один уже прошел, а второй проходит и система его видит как первого, то вот при мягкой, мягком контроле двойного прохода она запросит второй фактор. Если прохода не было еще в здании, да, то есть если кто-то по фотографии пытается пройти еще что-то, и уже человек в здании, там, да, или близнец, то система запросит второй фактор. То есть для всех она не будет работать и очереди в принципе не будет. Спасибо. Это так работает. Так, еще, пожалуйста, комментарии. Так, Ярослав. Ответит Максим. Максим, да, пожалуйста, Максим. В какой-то мере у нас есть опыт установки на двухэтапной авторизации. В данном случае это устанавливается в университете в Екатеринбурге. Там были установлены терминалы для распознавания лиц только для целей проверки температуры и наличия маски. И пока у, соответственно, ученика не проверена температуры и наличия маски, карточка не подключалась, просто отключался ридер фактически. То есть в дальнейшем это будет еще и заводиться в систему СКУД, естественно, чтобы учитывать и температуру, и наличие маски в общем отчете. Но в качестве мягкой двухэтапной авторизации это фактически есть и это работает. Для того, кто это устанавливает, это удобно. То есть, с той стороны, что для пользователя никакой разницы от двухфакторной авторизации нет. он не понимает, как работает этот механизм, и все равно нужно сначала лицо, потом карточка. Спасибо. Так, Виктор? Да, я хотел тоже дополнить еще такой момент, что можно двухфакторную аутентификацию запросить только в конкретные временные рамки, то есть временные профили, и с этим можно очень эффективно работать. Пример приведу, рабочее время, выходные. Если сотрудник приходит в офис на выходной день, скорее всего, больше шансов, что он не должен был прийти, значит, потерял карточку или какой-то идентификатор, и хочет зайти к другой, и тогда вот сотребовать еще второй аутентификатор. Интересная идея использования временных профилей. Да, хорошая. Так, прекрасно. Ну что ж, я вижу, смотрю на время, мы так увлеклись с вами, предлагаю последний круг, каких-то набросайте, какие-то, пожалуйста, сказать, ну, может быть, не спасибо, понятно, что сегодня было интересно, а, может быть, какие-то мысли на будущее или рекомендации тем, кто нас слышит в тему дискуссии, пожалуйста, на ваше усмотрение. Да, ну и, Александр, здесь я тоже вас подключу, чтобы вы могли похвалить участников, которые, в том числе, которые на вас постарались поработать. Так, ну, пожалуйста, кто хотел бы начать? Александр, вот вы включили камеру, давайте вы, прошу, было ли полезно, что-то взяли на заметку, так? Да, спасибо большое за отзыв, достаточно очень полезно было получить информацию, соответственно, будем внедряться, смотрите, сейчас вопрос был очень интересный про двухфакторную идентификацию, то есть, как вариант, возможно, действительно, на ее внедрение, поскольку, в любом случае, это все-таки усилие стойкой системы к проникновениям, в принципе, все остальное, ну, как говорится, в работе будем использовать, пытаться. Хорошо, ну, ждем, надеюсь, мы дали вам некоторые, так сказать, слагаемые для создания архитектуры вашего решения, с которыми, я надеюсь, вы нас познакомите, объявляя конкурс, а может быть, и до него, если захотите еще исследовать предпосылки. Пожалуйста, кто дальше? Спасибо, я попрощаюсь, извините. Да, спасибо вам. Александр, это было смело, я вам очень благодарен, спасибо. Ну, и мне кажется, очень полезно для разговора. Пожалуйста, завершающие замечания, кто хотел бы, пожалуйста, ну, кто следующий, да, Илья. Ну, у меня, скорее, не замечание, у меня, скорее, просто спасибо за возможность, как говорится, высказаться и рассказать про наши продукты, послушать, что есть у других, это всегда полезно, вот, ну, и огромное спасибо, конечно, Андрей, за организацию, как всегда, на высшем уровне, и всегда приятно участвовать в мероприятиях компании игротехов. Спасибо. Вот, и все, да, с моей стороны. Ну, а я очень доволен, что мы, Илья, сегодня, мне кажется, открыли новые грани вашего таланта, потому что обычно вы представляете продукцию, а вы прекрасно сегодня выступили в роли эксперта, да, и все коллеги к вам присоединились, это было очень здорово, спасибо. Так, кто хотел бы еще, пожалуйста, так, ну, да, так, ну, Виктор, да, пожалуйста. Большое спасибо, было приятно на этом мероприятии пообщаться, увидеть знакомые лица и иметь возможность также рассказать о нашей системе, я надеюсь, что она оказалась для вас интересной, полезной. Спасибо. Я к Виктору присоединяюсь, спасибо большое. Спасибо, я рад, что мы естественным путем на самом деле вышли на преимущество комбинированного использования Bluetooth, да, здесь у Виктора есть определенная роль в нашей дискуссии, но это действительно обогащение Это не рубашка синего цвета. Да, спасибо. Так, ну что ж, так, Владимир Улиско, пожалуйста. Да, спасибо, коллеги, было очень, я тоже первый раз участвую в таком формате, было очень интересно, много нового узнал. На тематические, скажем так, ваше мероприятие уже записался, буду дальше смотреть вас. Спасибо, мне кажется, тот план подготовки решения и подход, который вы сегодня представили, это представляет ценность для всех практически наших участников. Спасибо вам за это, еще меня поразила оперативность, с которой вы выяснили результаты тестирования, в том числе и близнецов. Информация, я вот согласен с Ярославом, на эту тему, это классический вопрос, и если вы чем-то сумеете поделиться в будущем, я буду очень рад, потому что это вот такой вопрос, иногда убивающий какое-то обсуждение, да, а у вас очень интересные результаты были. Спасибо вам, я удивлен, что так быстро все работает. Пожалуйста, Ярослав, Максим. Андрей, ну, конечно же, огромное спасибо за возможность выступить перед уважаемой аудиторией, сразу видно, что действительно рядом с нами профессионалы, Владимир просто действительно поразил оперативностью и структурированностью изложения, кто знает, может, когда они посотрудничаем. Своей стороны, вот в виде завершения, я хотел бы сказать коллегам, делайте более, как это, с одной стороны структурированные, с другой стороны максимально смелые и финализированные шаги. Хуже всего, мне кажется, это затянувшиеся переходные периоды, потому что, конечно, если мы переходим на бесконтактные технологии, новые, там, той же лицевой биометрии, да, да, будет даже какой-то иной степени системы верификации, нужно сокращать периоды его внедрения и тем более смешивание со старым поколением скуда. На мой взгляд, очень важно пресекать вот эти вот салаты и избавляться от них как можно быстрее. Когда у вас одна часть сегмента живет на одном старом скуде, другой уже на новом, тут оно так работает, здесь так, вот это на самом деле это и прям более более подрывная история. То есть, если компания решила переходить на новую систему скуд, ее надо как можно быстрее внедрять и целиком, и условно перед этим откатать на каком-то пилотном сегменте и задать все необходимые вопросы. Это убийственная вещь, вот эта размазанная история по частичному внедрению, а вот там у нас одни базы, здесь другие. Этого надо стараться изначально на этапе идеологического просчета, как говорил Владимир, сразу избегать, задавать вопросы, рассчитывать и внедрять целиком. Да, это может приводить к каким-то частичным даже остановкам, но тут надо рассчитывать и риски, и делать какую-то шахматку логическую. Будьте смелее, быстрее и четче в своих внедрениях и решениях. Спасибо, спасибо. Ну, у вас сегодня действительно получилась роль визионеров, и я целиком согласен с вами в таком подходе, тем более, что построение гипотезы сейчас упростилось, да, и в этом активно участвуют и вендоры, да, и интеграторы, но в частности сейчас компетенция вендоров видно, как она растет, да, вот, и иногда даже спрашиваешь, а где же интеграторы с их идеями, вот, ну, то есть это круто на самом деле и очень растет уровень понимания задачи и предметности постановки задач заказчиками. Это значит, что гипотезы могут создаваться проще, а модели предоставления оборудования и технологий тоже совершенствуются, многие предлагают как ОПЕКС, многие предлагают достаточно длинные периоды тестирования, да, вот, многие предлагают какую-то фасилитацию, да, то есть даже берут на себя технологические стыки, как вот сегодня об этом говорили Ярослав и Максим, да, вот, так что время для выработки и тестирования гипотез сейчас очень хорошее, можно действительно экспериментировать быстро и на эксперименте, наверное, достигать неплохих результатов с меньшими рисками. благодарю вас всех, очень интересная у нас сегодня получилась драматургия, спасибо за такую увлеченность, открытость, откровенность, ну и ваш профессионализм, конечно, большое спасибо всем нашим сегодняшним выступающим, нашим участникам, которые так сказать, решительно управляли мною и вами, уважаемые докладчики сегодня в чате, это здорово и этого всегда мне хочется больше, я должен сделать анонс, я их вкратце сделаю сейчас, 8 июня безопасность мест массовым пребыванием людей, так, это напоминаю, очень интересная проблематика, потому что периметры мест массового пребывания людей, это штука подвижная, вот, и там очень интересная методология и очень классное пространство для применения технологий, в том числе находящиеся в эксплуатации у различных владельцев. 9 июня интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров, напомню, там ведь происходит фактически сейчас происходит такое, я бы сказал, резкий рост центров ситуационного управления, в том числе, конечно, в системах управления транспортом, 10 июня агротех, интеллектуальные технологии в сельском хозяйстве, область, в которой очень много экспериментируют и достигают быстрых и хороших результатов, в том числе в окупаемости, в том числе во влиянии на ключевые бизнес-процессы, вот, ну, более подробный план, он зашифрован за этим QR-кодом, он в себя включает и достаточно активную программу по кибербезопасности, которая в июне происходит, у нас 16-го мультифакторная аутентификация, кстати, 16-го июня, 17-го антифрод, защита банковских систем, дальше цифровой ЖКХ, смарт-сити, вообще насыщенная программа, которая формируется по вашим рекомендациям, ну, и в том числе, мы делаем выводы из наших обсуждений, в том числе, сегодня я сделал несколько таких прекрасных и очевидных выводов, спасибо вам за идеи и предложения, на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, до свидания, спасибо.